Всем здорова. Мне надо распечатать цифры Срочно Мы про них забыли. Все забыли про цифры Сейчас буду распечатывать Продолжение следует Продолжение следует Так Я себе принтер там положила Так, здравствуйте, ребят. Я уже со стримом. Вы уже успели запуститься или кто? Да, уже успели Молодцы Ну, привет Так, ладно Так, что за прикол? Говорят, стрима у меня нету. Как так? Да есть все, что вы обманываете. Все же нормально Нету стрима Вот обманщики какие Что у нас сегодня? На маленьком плоту, да? Ну, почти Не знаю Или что там сегодня у нас? Плот должен быть очень большим, очень большим, чтобы там поселился вместе и Левша, и Анатолич Анатолич Да, да, да Ну, в принципе, что я на Браду Шрафт можем плыть-то Не знаю, как вы там, вы просто должны потопить нас всех там быстренько Может, это уже получается, что это уже автоматически Это получается, что мы сразу же определяем, да, кого будет идти на первом втором ходу На первом втором ходу Насчет плота, я посмотрел на Алену, у меня сегодня плотская тихь Ну, кстати, Макса можно на плоту не оставлять Да потому что я доска Ален? Я-то хотел сказать Да, 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 да Да, да, да Но ты же, если ты не хочешь борьбой заниматься Но ты же не хочешь борьбой заниматься Зато с Инспирером точно поместишься вдвоем на дверь Блин, надо было один-то здесь побольше сделать У вас есть возможность переиграть сцену из Титаник Ну, мы еще драки чесать И проколит дверь, и вы утонете, и все Там еще драка за дверь А из двух досок можно скрафтить двери или плот вообще, как думаете? Зависит от того, насколько длинные доски Смотря какие Нет, можно только тебя, блять, сделать из двух досок Если они не сопротивляются Нир, Нир, давай мы будем с тобой две доски И поплывем И получается мы будем Люсей? Люсей Получается вы нам на кардере Это как в Вороненых он постоянно звал своего сына Э, я пицкая сила Люсей Это слишком жестко А он доел мороженое уже? Да А ты беспрямый ел, да? А я, кстати, да Я пошел запускать стрим Смотрю Ну, в смысле, я по твой стрим ел Слушай, у меня такой вопрос, Нир А ты вот когда рожок доедаешь Ты там внутри рожка все вылизываешь А потом съедаешь Да Или сразу с мороженым? Не-не-не-не, я сначала все вылизываю Вот таким языком Он просто все вылизывает Даже вафлю вылизывает Настолько Люся, вот так Вот так Вот так Да, 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 да Цифры вернее Ну, что бы хорошо тренироваться Он еще и артемку вылизывает Нормально 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 Люся Ты оценила Нормально Я слава богу не видел это Люся оценила Я углубился, так сказать В рассуждении Я просмотрел Когда танки умрут на самом деле это посвящалось алене будет еще больше внимания и перед стримом у меня теперь вроде я уверен у меня нет ты смотри за все это время я думаю актер стеной встанет за мою грудь я не встану актер встанет без вариантов тут каким боком вообще какого с шестнадцатого года я тут зашла к нему спустя восемь месяцев по моему на стрим и в итоге в одна и та же все хорошо видно кроме любит убери сетку пожалуйста ну да за свет жесткий вентилятор не поставишь так сказать как они за систему поставить так подожди у тебя же шур ты же явно его через предусилорном уберешь ну да блин не нитин шотником это лишь посоветовали классная пробу ей можно пользоваться и у меня постоянно сверлят соседи сверло вообще не слышно вообще не слышно да что-то типа того от nvidia а ты с ней стримишь плец систем называется нет а мне кажется она поедает звуки вот окончания голоса нет нет полгода назад можно обновили не просто жесткий засвет из этой хуйни желтой сзади ты бы ее выключила вы выключи на хер и шторку убери короче не знаю у меня все хорошо видно кроме люси 1 1 1 1 1 1 на хуй можно нужно выживать в описании есть номерок видно и я без что не в большом багаже рыболовная сеть не знаю можно без этой херни в сеточку только бассейн надо поставить все больше нормально там все и берут прикормку футболку и так бассейн не важно сосредоточиться хорошо сидим мы собрались просто поболтать мы закручили давно хотели ну да ну раз уж ты здесь давай тогда в бункер поиграем что ли ну давайте давайте поиграем так надо будет записывать ночи давайте сейчас раскидаю вам сразу карточки и буду говорить кому кидаю там по реакции человека смотрите насколько у него все плохо если что инспира у меня есть таблетки от импотенции во время коронавируса нужно иметь абсолютно все под рукой надо все надо все иметь все таблетки пей таблетки уже нервы а то твоя импотенция уже стало охуенно спасибо спасибо балует характеристиками это самое охуенно откуда ты знаешь еще нету никаких условий такой не видно что я смотрелся самое интересное ты можешь еще раз так же подвинулся на камеру или удобно сидишь я по глазам вижу подвинуться идеально сижу ладят спасибо тобой получил да такая роль мне такая роль там опять изи вин мертвому блять путевку на отдых продаст у меня прикольно я умер все я уже дыхать да нет кто я по личным глазам там пиздец какой-то там или как я хотела сказать что-то все блин Настя ты это сама придумываешь вообще как-то такого же не бывает ёп твою мать о походу у Макса там какая-то интересно где-то в Африке женщина родила 50 детей я вам не могу говорить что у меня там нет у меня короче безвредная херня есть какая-то но на что это вообще анджелик из одной женщины понимаешь 50 вышло и левшие все просто на 112 из них 50 честно настолько хорошие были еще в этой игре ранее сверняшки вот это все короче как собака просто теперь теперь я боюсь только одно воровство так сказать да главный цыган а не рью будет там поосторожнее я блять буду джокером ну че ребятки все жуковились все характеристики не самый лучший джокер сыграл Анатолич тогда когда у него роль была вот это было топово это невозможно повторить глади ты мутный вообще пошли красить как бы чтобы вот весело тоже дома блин да так кончал этот брио 4к никогда не покупайте это такая грязный выключи автофокус по камера подсасывается напрямую тогда в настройках камеры там есть прога для настройки в ней можно выключить потом а теперь ребята просто рассказываю я там вопрос задал типа через нее можно автофокус настройка там там недавно сделали типа на тоже обрабатывать теперь вебку там можно пламера ты стримишь вообще нет да давайте послушаем меня очень важная информация сейчас погнали немножечко о правилах ну я думаю вы это и так помните что у нас есть карты 8 карт с основными характеристиками по этой игре вы сами решаете в какой очередности что открывать единственно слушаем меня когда я говорю будем открывать по одной или по две карты сами выбираете что первое что последнее не важно далее смотрите у вас по одному спецусловию спецусловия разные ну то есть я как обычно добавляю понемножку нововведений теперь еще смотрите из воровства напоминаю что могут присутствовать не все карты воровства то есть возможно что не будет что нельзя будет украсть здоровье или что-то подобное но карты воровства не повторяются то есть вы можете быть уверены если у вас украли например большой багаж что его больше никто ни у кого не украдет и далее смотрите с сегодняшней игры как вы помните в прошлой игре мы ввели небольшую нелинейность сюжета а в этой игре и будем стараться во все следующие мы вводим роль предателя что это как это вы узнаете также по ходу игры но теперь у вас еще и цель этого предателя как тоже слушайте игру слушайте сценарий слушайте все так это Настя ты же заспойлерила в начале стрима это же и флайвер а теперь это будет всегда нет 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 мы же его хотели скикнуть его сразу ты сказала если мы кикаем флайвера то минус два ролика но соответственно он получается стой у нас получается одна руина да есть ну да вот а это руина сама себе да это ты все поймете по игре ребят да подключайте свои навыки игры в мафию инспиро если вдруг что ты можешь диктофон включить чтобы еще раз переслушать потому что обычно не запоминаешь больше двух слов все можно начинать нахуй я знал что это скажет ровно два слова ровно два слова ровно два слова которые он запомнил все ладно поехали и сразу записала спецусловие давайте смотреть видосик я предлагала да нет просто жди ты жди он сам запустится подожди 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 давай трусы еще не пришли заткнись в бою давайте смотреть остаться в живых представляет остаться в живых призем тут по-моему можно читать чат но нельзя в чате политный вообще никому нельзя говорить какие у тебя что-то да иди утопись там ну а чат читать будет некогда в принципе так что тяжелость даааа антонио умел строить плоты рассматривая ваш гигантский дом гигантский дом думаете вы и правда за месяц отгрохать такую красоту а главное красоту не тонущую это подвиг конечно вы все помогали ему но именно он спроектировал этого красавца и руководил работой а это было сделать сложно учитывая что имеющийся ящик гвоздей нужно было тратить сумму на таком судне вы точно доплывете до земли а антонио останется здесь позавчера ночью его нашли мертвым в воде говорят захлебнулся океан без жалости сколько же тут бревен штук сто не меньше и самое главное даже миниатюрный домик где может спать вся команда конечно места очень мало площадки для гребцов с двух сторон небольшая сторожевая вышка по центру и десяток квадратных метров палубы это собственно и весь плод мы доплывем до земли эти слова вы повторяли как мантру весь последний месяц обустраиваясь на здешних холмах на этом остатке гор практически нет плодородных земель поэтому вы уничтожили почти все свои запасы еды но огромный сосновый массив идеально подходил для постройки корабля а еще вы соскучились по обществу людей не пиратов и бандитов которых с каждым годом становится все больше и больше не отмороженных сектантов а нормальных цивилизованных людей остались ли они вообще после инцидента так нас же и так достаточно судьба подкинула вам остатки разбившегося корабля вы забрали с него многое от нескольких шашек динамита до инструментов и гвоздей вы складываете весь багаж и оставшийся несколько шашек динамита вращаясь с теми кто не дожил до этого дня самодельные кресты на импровизированном кладбище сукоризны смотрят на вас но больше всего вас беспокоит знак трезубца на одном из них это значит что среди вас был сектант последователь церкви водяного бога несколько лет назад появившийся на бескрайних просторах водяного бога если он обратил кого-то из вас свою веру вас ждут большие неприятности вы отплываете одна минута общего обсуждения потом начинаем открывать карты сразу видно максим сектант я даже покорный оделся ребят сколько я знаю люди я не сектант бога занавесок она одела занавеску на себя она сектант поклоняется водному богу правильно слюни это вода значит я не сектант не правда ты в купальнике мы ничего не знаю ты в купальнике мы слили на острове сколько времени и ты сказала что ты потекла сектант найден мы должны искать трезубец в багажах что ли у сектантов или как ну какие-то какие-то должны быть она не будет отвечать на такие вопросы ну вообще ну мы должны сами что мы поедем к земле на большую землю ну к земле к большой земле к цивилизации походу то есть нужно маршрут в принципе а что делает сектант водного бога мы можем сказать ну а какой маршрут яндекс на воде у тебя разве что должен быть какой-то либо компас либо ну gps вряд ли будет мне кажется мне кажется мне кажется потому что припасы благополучно но нам надо отправляться в путь нам надо плыть черт знает куда но среди нас есть один человек который у нас профессиональный пират с которым предлагаю нам связываться я думаю он то точно знает как нам добраться до той самой земли поэтому гидя не знаю что там у тебя припасено но я играю с тобой и да ребят нам надо найти этого паршивца который где-то не знаю в каком укромном месте решил у себя спрятать трезубец надеюсь мы с вами его найдем что касается характеристик ну открою в принципе интересную характеристику я так думаю хотя нет ладно открой другой открой биологическую информацию молодая красивая женщина 30 лет дальше будет только лучше будет поинтересней а она у нас тоже скрыта да получается нас билота пацаны ее ебать будем да 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 у вас скрыто мир да что ты знаешь про cringe и какие нужны какие не нужны вы узнаете потом а там не должно быть написано там может рожать не может в этот раз ничего не написано куда рожать мы на плоту лежали куда рожать 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 спасибо большое и рожать минутка кого родили того что рожать можно так ну что здравствуйте дамы и господа я записываю что сегодня мы с вами оказались на плоту потому что случилось какое-то бедствие видимо затопило весь мир судя по тому что нам рассказали нам в видосе вот если честно про сектантов я нихера не понял видимо заклинание мира на меня подействовало я просто пропустил все что там говорили нет просто тупой хрен с ним ой как мне тяжело не перебивай старого я не хочу повторяться поэтому у него уже отдышка началась два слова вот ну что будем открываться тогда у меня есть профессия давайте я открою профессию потому что она более-менее такая полезная и вряд ли кто-то будет воровать и в прошлом я был в прошлой жизни так сказать назовем это это так я был ветеринаром вот соответственно я немножечко доктор если что могу помочь залатать где-то так что все давайте выживать поплывем куда-нибудь нахуй например вот и найдем там хорошее место для выживания для еды и всего такое спасибо я даю слово следующему а точнее единственному гондону нашей с вами пати гондоли мы же все-таки водный мир у нас да 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 ну это просто по-итальянски гондоли гондоли сеньор гондоли перповод так ребят значит я буду Леша кладовщик и у меня будут абсолютно все припасы которые мы скажем так благополучно взяли с тонущего корабля или утонувшего уже корабля то есть у меня динамит инструмент гвозди я буду как в сталке тот самый чувак старый который будет охранять все припасы вот короче по поводу того что нам нужно делать во первых нам нужно сразу же определить куда мы будем плыть потому что нам нужно добраться до какой-нибудь суши вот соответственно надо определить вообще в принципе где мы находимся плюс дополнительно нужно получить максимально много информации по спалившемуся или тому человеку который спалится у нас с водным знаком я открою у себя информацию такую ну поскольку я человек который будет кладовщиком открою дополнительную информацию о себе я отсидел два года за разбой на бутылке отсидел два года на бутылке понятно да отсидел два года за разбой значит я могу драться значит я опасный нормально нормально в смысле умеет дополнительно допустим ну к примеру в тюрьмах есть не спасибо спасибо гидер а вдруг он иерархия арестатского теперь знаю где антро сын научился стирать это хорошо было я играю с Толиком гидер давай если у нас у Нира в малом багаже не будет мыло значит он его уронил привет всем всем хорошей игры да ребят вы знаете я профессионально пират вот а еще я невероятный самец дело в том что у меня потрясающая либидо от меня так девушки текут и у меня такое либидо что в честь этого назвали лебединое озеро так вот я сегодня как сам профессиональный пират буду спокойно отбивать от всех напасти которые есть буду спасать буду помогать буду возможно лечить возможно и я вскрываю самую полезную биологическую информацию я мужчина 38 лет невероятно сочный там прямо так и написано мужчина 38 лет невероятно сочный может ты гноишься просто не хотелось бы заразиться приятного видита всем кстати чири больше чири меньше можно себе позволить о кстати чиряки очень полезно будет рыбу ловить в крайнем случае сожрать можно если чё да много белка кстати чисто погоди не двигайся мне на карася чуть-чуть на карася чуть-чуть на карася не слисает я сейчас другой достану удочка у кого-нибудь есть это поплавок гиди а не путай у меня спасибо ангелина я не знаю что вскрывать так ну раз мы тут немножко перешли на итальянский раз у нас тут сеньора гондоли и прочее прочее в таком случае зовите меня сеньорита анжело и собственно скрывая свою биологическую информацию я молодой мужчина мне 20 лет а я флагера пропустила или что не отвечаю вроде как оно и не требуется на плату вот как заметил ёб твою мать красотища какая сеньора гондоли что кого родили того и съели ну не знаю это очень странно в общем биологическая информация мужчина 20 лет строить носить таскать что мужчина сказал что он будет заведовать непосредственно всеми нашими кладовыми ресурсами помогу подтащить обычно офигеть офигеть здоровье а он да здоровье есть мужчина 20 лет ну это бывалый силы 28 или 20 я что то да 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 тут такой стал мужчина мужчина смотрящий за парашки офигеть напоминаю не забывайте писать характеристики он хранит телефоны я не понимаю восьмое ты что блять опущенный что ли короче у меня мужчина 30 лет тоже сам буду открыть биологическую информацию что еще сказать как я понимаю все будут сейчас открыть биологические информации поэтому будем смотреть нет ну ладно у нас бесполезной информации данный момент я сколько мужчина 30 лет будет вылетать или вообще никто не вылетает первую ночь никто не знает все зависит от старых вылетит 12 поплывем нормально там место ходить ну галтальше типа ветеринар будут выходить 1 сколько лет 5-6 я просто из головы я читала биологическую инфу или дополнительную вы знаете биологическая она скучная я потом и всегда открою а вот доп инфа у меня интересная потому что я завсегдатый секс-шопа и поэтому я лечу child free я вообще без понятия как это связано вот но вы имеете ввиду хотя у нас тут ни у кого не указано кто может рожать кто не может рожать но я все равно вас вылечу но у тебя точно нет прицепа в малом багаже или большом я каждый день смотрю на эти письки я же завсегдатый то я о них знаю буквально все до каждого муллиметра так что вы у меня рожать будете все мне кажется Люсю ну там с тюремной практикой думаю она тебе поможет я тебе бошку блять отключу я тебе бошку отключу мы же просто появились на острове да то есть непонятно откуда мы у нас просто там рядом корабль и мы вот были был какой-то Антоха он нам значит выстроил лот и типа плывите ребята ну второе точно это жертва про крушение спасибо я пока не выбрала что давайте блайды послушаем ну что друзья попали мы на этот необытаемый остров и у нас есть один сектант которого нам надо бояться так сказать и меня уже немножечко смущает сеньор гондолио на третьем позиции потому что за что-то он отсидел значит что-то он делал плохое и не факт что он это плохое не сделает и не обретет против нас тем более он как опытный сиделец так сказать умеющий роняющий мыльцо у него разработанный так сказать склад поэтому трезубец он может спрятать где угодно и даже стоя голышом мы не определим кто из нас сектант поэтому надо присматриваться но все же ну блин карты у меня если честно такие что можно даже предоставить выбор столу что мне открывать мне принципе да заняться единственно что не хотелось бы чтоб что-то воровали но ладно давай я тогда давай я открою большой багаж давай я тогда вскрою то что мне кажется у меня хобби тяжелая атлетика то есть ну я потом еще вскрою биологическую инфу чтобы вы понимали что это в принципе пригодится и на самом-то деле тяжелая атлетика вот таскать вот эти все бро и обремна допустим если надо будет еще что-то построить построить какую-то лачугу там заготовить какие-то материалы и так далее тем более что мы не на не на обитаемом острове но он отсидел за этот тяжелая атлетика то есть я могу хорошая рабочая сила так сказать рабочая лошадка вот ну просто я переживаю чтобы не своровали но дальше я буду вскрывать просто увидите что оно реально охренительное надеюсь хоть чуть-чуть не останется наконец дальше что ж мы говорим ты под прицелом лысый Леха в здании здравствуйте всем привет как и тут ну блин что твой трасс это самое нет таких прикольных прям каких-то штук с которых можно было порофлить и помнить там начало начало было то что мы все на плоту по итогу да приплыли и нам нужно найти одного этого сектанта мы его скрафтили тебя мы скрафтили дурак блин что-то там царь бог какой-то так вот я могу сразу просто открою самое свое ужасное потому что лучше не видел просто характеристик лучше не видел характеристики я тоже у тебя лучше не видела у меня есть фобия одна это типа самое плохое вообще что у меня типа есть аквафобия боязнь воды утопления но мы приплыли приплыли на плоту на острове на острове так что это как бы совсем не страшно если что я могу плыть спокойно и это означает то что нам я точно не сектант так сказать вот такие дела ну тебя не поклоняюсь там какой-то в воде царь богу это у тебя доп инфа фобия нет это фобия фобия не на то что Толян в самом начале не побоялся вскрыть такой минус это это самое плохое вообще типа и это это такое тем более мы приплыли на плоту может быть хуже чем это ребят нам надо плыть на землю нам надо плыть на плоту как вскрыть да не аквафобия тоже там делится на разные виды образно говоря то есть ты просто боишься воды или ты плаваешь спокойно но там далеко не заплываешь но у нас условности играют ну я думал он типа боится воды ну то есть проблемы плыть нету раз я сюда приплыл просто вот в чем смысл так что вот мы можем на самолете а можно мне вернуть раздвоение личности пожалуйста ты можешь это сделать сам Коля где никто не помешает Лайбер а ты что сказал на видео свое да спасибо Ален так ну что давайте всем привет строили мы плод месяц или два наконец-то достроили правда сожрали все припасы при этом ну я знаю конечно кто поедал большую часть не буду такать пальцами вот ну люблю я покушать что поделать да ты можешь спокойно вот так показать вот так вот сразу показывай вот они они все сожрали в общем Антонио жалко мне кажется его смерть была не совсем естественно учитывая что он как бы захлебнулся они его сожрали вот поэтому будем искать кто там у нас с трезубцем богу воды или кому там поклоняются в общем то надо будет определить мне кажется это будет у кого то либо в багаже либо в каких нибудь хобби или в допингфе я не знаю посмотрим кто это делает все будет не вскрывать давайте я не знаю что открыть все интересненькое давайте я у меня вроде профессии не должны украсть открой профессию я монах говорю сразу не какой-то годный поклонник а вот кстати Толик мы плыть собираемся ты сорокая что ли левша я не помню получается так арбалет аквафобия ты что меня вылечишь аквафобию это профессия да арбалет я монах как монах она будет молиться богу посидону чтобы нас не накрыла волной нахи не лечат в обе а что они делают чем они занимаются блять молятся блять что ли сдохли мы а то и не монахи спасибо или сша закрывай стол давай пока ни на кого давить не буду посмотрим свечку может за меня похвозь буре дождь и грозы я в только сны и грозы и детскую мечту он с телефона читает слышьки кроме малый багаж уехал кровь из ушей за мой счет этому столу лишь в дом проникнет полночь чтобы ритмы наполнить мир которым я живу предлагаю голосовать пока это не закончилось молодец уходи скатерты дорожки будет нелегкий мой хорошего вечера тебе смотрите все нормально терпим терпим один ты нахуй где а путь не может быть легким потому что среди нас руина смотрите а я не руина и у меня есть то что я руина ты на суше сделал а потом потопишь ты вогнал нас с депрессией столько мистер гондоль я не знаю как сделать ребята может быть сейчас погодите так ну смотрите в общем вы уже поняли что я не руина я бабка надо сказала я мог стать певцом но не получилось судя по тому как я пою вы уже поняли судя по тому как читаю но у меня есть очень крутая тема потому что мы же мы же мы же будем сейчас фактически определять руину а это игра как говорится психологическая и нам нужна практика плюс как сказали в видео мы что должны ой мы что мы соскучились по людям и у меня есть конечно же в маленьком багаже набор ведущих людей много маленьких людей у меня в малом багаже набор ведущего игры в мафию у кого же еще такой такой хуйни я давно не я не я не нужно еще вот смотрите и соответственно мы можем практиковаться благодаря этому и мы определим руину что погоди если все рандом я не импостер должен быть по идее один умолен да наверняка импостер не знает что он импостер по своим характеристикам он может понять не реагирует но если сказать что мы должны догадаться как то что он да да пусть там будет что то такое посмотрите на грустного левшу типа сам я я я я молодец левша молодец как сказал вообще супер а что ты вскрыл левша у меня да да тебя он мафия я достойный член ты 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 когда меня будут выгонять а по твоей сколько короче смотри я маленький набор багажа там лежит малый багаж набор ты ты блять набор лежит ведущий игры в мафию да ведущий игры в мафию дима там там лежит ведущий в мафию мертвый его звали антонио по гундус ты его в коробке носишь блять короче он вообще максимальный урон блин во вторых у него мафия во вторых у него труп там блять сказал уголовник он даже он даже относительно меня нормально так кстати так ребятушки ну все вы вскрыли левша я ни хрена не понял смысь набор маленький ура мы познакомились ребят да вы не 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 а не не другого мнения вы чудом спаслись но так до сих пор не добрались до большой земли может ее и нет вы держите путь в то место которое раньше было европой в южном полушарии все разрушено до основания взрывная волна и цунами уничтожили Австралию Аргентину Бразилию и другие государства мир вообще сошел с ума когда вы попали к пиратам Вы попытались откупиться деньгами, но они просто выкинули ваши кредитки за борт, ведь деньги сейчас никому не нужны. Ценятся электроприборы, генераторы, оружие, машинные смазки, инструменты, плодородные земли и рабочая сила. Как правило, рабская. Мир точно сошел с ума. Эй, все сюда! Срочно! Вы временно оставили свой пост, собравшись около вышки. Один из вас держал что-то в руке. У нас проблемы. Я только что нашел это. Он показал вырезанный трезубец из дерева. Он был спрятан между плем. Черт, среди нас сектант. Это же их знак. Они используют его в ритуале благословения перед атакой. Перед атакой? Сектант считали катастрофу карой божьей, а воду новым обличием их бога. Да, океан для них был живым существом, кормящим их рыбой и искупающим грехи человеческие. Люди отдалились от природы, доверились электрическим приборам и механизмам и были за это наказаны. Сейчас все они неверные. Их должен забрать океан. Спасутся лишь те, кто принял веру и отказался от дьявольских устройств. И еще, это не все новости. У меня нет предметов таких. Похоже, Антоний умер не от того, чтобы клядывался. Просто у меня есть и бенстан, который может подразумевать кое-что. Я не могу говорить. Перед похоронами я решил снять с его тела крестик, а там рана на груди. Я тогда подумал, что рана старая и не придал этому значения. Но сейчас понимаю, что его, похоже, убили на острове. Ночью, пока все спали, закололи прямо в сердце. Ёб твою мать! А потом перетащили и выбросили в воду, инсценировав несчастный случай. Не-а-а-а-а-а-а! Все очень плохо. Среди вас сектант. Фанатик, ненавидящий технику и всех, кто ей пользуется. А вы без нее просто не выживете. Возьмите тот же аппарат по очистке воды солнечными батареями и аккумулятором, вручную приделанными к нему рукастым инженером. Плюс другие технологии, взятые из затонувшего корабля. Ими пользуется каждый из вас, а значит, вы все под прицелом. Кроме того, у вас под боком несколько шашек динамита. Его не так много, но точно хватит, чтобы разнести весь плот к чертовой бабе. Это да! И этот фанатик вот-вот начнет убивать. Он не будет делать это днем, но точно атакует ночью, в темноте. Тем более на плоту практически нет освещения. Именно поэтому, после небольшого мозгового штурма, вы решаете выставить часового. Кого-то из вашей команды, кто разбудит остальных и поднимет шум в случае опасности. Помимо него будут посменно бодрствовать двое гребцов. Вы надеетесь, что все вместе, втроем, они справятся с сектантом. Ну да. Проблема в том, что первой целью фанатика станет, скорее всего, выбранный вами счастливчик. Выживет он или нет после атаки, непонятно. Сейчас вы должны взвесить все за и против и решить, кто из вас сегодня не сомкнет глаз. Понятненько. То есть есть шанс, чтобы последний выживет. Выставленный выживет. Как и в прошлый раз было с Толей. Да. Мы же тоже тогда не знали, что он у нас вернется. Ну я, в принципе, слушайте. Ну как бы я, на самом деле, реально очень жесткий чел. Типа, я думаю, я выживу сто процентов. Толя, опять себя восход предлагаешь? У меня... Ну ладно, Толя, ты нас уговорил. Вы видели трезубец? Блин, Толя герой чисто. Давайте посмотрим. Ну трезубец, все. Блядь, это... Слушайте, а я думаю, первый будет левза. Если у кого-то есть обработка металла, то это сектант. Это дерево. Вы сами подумайте. Это дерево. Я обработка техники. Слушайте, а ножом может быть дерево? Нож или ножом может быть? Он в руке помещается, это ножом вырезается. Смотри, если он вырезал ножом, я говорю, что у него должна быть обработка дерева. Увидели какой трезубец качественный? Или нож просто. Он же убивать чем-то будет, значит, у нас есть инструменты. Возможно, в инструментах он взял нож. Смотрите, имеет вообще смысл... А имеет смысл вообще подозреваемого, например, того, кто реально может быть, например, вот этим вот водным сектантом выставить, то есть, например, в этом случае может не быть убийство, если мы его выставим. Убийство 100% будет или он вообще не будет? Короче, у нас непонятно будет ли 100% убийства вообще, если мы выставим кого-то. Это будет 50 на 50, даже если мы сектанты выставляем, 50 на 50. Короче, я бы выставил 100% левшую. Почему? Ну, потому что у него... Потому что, первое, он поет хуёво песни, что мешает спать. Это аргумент. А во-вторых, у него набор в мафию. Ты представляешь, вот он будет... Ну, очень хуёво песни. Слушай, а только он к местам, образцы говорят. Ребят, а монах, он может быть сектантом? Среди монахов много сектантов. Монах? Монах, это же кто? Это религиозный деятель. Ну да, получается, может. Так, теперь, открываем ещё по одной характеристике. Я пишу, что мне пользуются. По одной характеристике, да, начиная с левши в обратную сторону. Напоминаю, что после этого будет голосование, кто ночью будет дежурить рядом с сектантом. Я не знаю, что третий накидывает заранее. Я его подозреваю, понятное дело. Потому что я же могу заткнуться, закрыть свой рот и не петь. Нет, у тебя фобия. Но не в этом случае, да? Тем более, ты вообще отсидел, да? Тем более, ты обманул уже, потому что разбой два года не дают. Не дают. Значит, что-то другое совершил? Петушиный поступок? Я не хочу, чтобы меня выставляли, естественно, потому что я говорю, я хочу помочь, я хочу спастись. У нас плод, нам ещё плыть. Тем более... Ну и... Более что? Вот. По поводу плодной... Я выжить хочу, я жить хочу. Ты любишь жизнь, старый? Я знаю, ты любишь космос и часто улетаешь на орбиту. Вот. А я люблю жизнь. Я знаю, что ты любишь жрать. Это, кстати, правда, да. Чистейшая. Ты тоже любишь жрать. Тут самые редкие случаи, когда в уши не спешил. Так я говорю, так же, как и я. Вот, короче, смотрите, десятая, это вообще моя сестра, получается. Она монарх, естественно. А у меня хобби, медитация. Помимо того, смотрите, у меня есть... Отголоски прошлой профессии. Поэтому с десятой мы как бы брат с сестрой, но это нам не помешает, как говорится, но ладно. Смотрите. Я только хотела сказать, но до мышки не успела дотянуться. Так это у тебя хобби, я не понял, или до конца? Это моё хобби, медитация. Я вам ещё объясню свои преимущества. Самое главное. У меня есть набор по игре в мафию. Мы на плоту находимся, мы скучаем по людям. А с обратной стороны это как-то... Ни внуки перебивает и странь старая. Вот. Мы находимся на плоту, мы скучаем по людям, нам надо как-то общаться, социализироваться, нам найти надо мафу. У меня есть набор. Это помогает, это помогает. Плюс, если кто-то будет себя плохо чувствовать психологически, я научу медитации, и этот человек, конечно же, со мной преисполнится. Или просто наполнится, смотря какого будет пола. Я вот же схожу к секс-шоп-мастеру. Не забудь написать медитацию. Она мою письку потрогает хотя бы. Но это не точно. Тише-тише-тише-тише, Алена. Ну, на самом деле, тоже не понравилось, что некоторые уже начнут золотшин как бы накидывать. Так, буду присматриваться к этим людям, так сказать. Вот. В общем-то, не путайте, товарищи. Тяжелоатлет, монашество и религиозный фанатизм, пожалуйста. Фанатика нам надо еще найти. Я монах, это совсем другое. Вы не понимаете, это другое, как бы. Вот. Открою, наверное, большой багаж. Тут у нас Дима говорит, вот мой брат-сестра. Так вот, у меня, знаете, что у меня есть костюм спанчбова и реквизит для организации детских праздников. А это, между прочим, не хухры-хухры, а? Будем веселиться. Типа зачем это? Да, будем на пару с Димой веселить вас. Поэтому нас ни в коем случае не кикать, как бы, ага. Я бы точно, блядь, либо десятый, либо один стон на хуру и выкинул. Я согласен. Это, блядь, это просто два года ябанок. А вот, на самом деле, обратите внимание на третьего. Он отсидел непонятно за что. Блядь, ссылка, два гол на ябанок. Непонятно за что, два года отсидел там на параши где-то. Обратите, пожалуйста, на него внимание. Я своего параши, блядь, на тебя выкинул спанчбова. Это знаешь, это типа там, как в вилосе было. Мы все в разу попали. Открыла, если что, большой багаж. Нир, можешь спиздить, пока не поздно. Блядь, почему вы вставили с говно, я не могу понять. Нир, воровство с головой, давай. Они говно выставляют, значит, это говно должно сдохнуть. А Анатолий? Вкрыл за разбой два года отсидел. Ну, так поэтому, да, вот и как бы, да. Ну, это значит, что он, как бы, здоровый. Вам вообще не кажется, блин, монах со спанчбобом, блядь? Какой-то вообще бред, вообще. Странный набор, да? И с трезубцем в жопе еще. Десятый, что было. Да, это как-то вообще странно очень. Ты свой трезубец мне не стой, там, Нир. У Нира видишь двузубец один и один? Ребята, он говорит, трезубец. А, это мое слово, что не идет? В смысле? Не, ну, короче, я на самом деле, типа, я уверен в себе человек. Если еще я могу, как бы, отправиться, разобраться с этим, типа, там. Толик постоянно хочет водить. Всем привет. Если чем, можете меня отправить, типа, вот. Мне нужно что-то, наверное, вскрыть сейчас. И у меня это Пинфау разрабатывал мастером по ремонту бытового. Пинфау разрабатывал техники, так что, если нам нужно больше чего-то подчинить, я спокойно с этим справлюсь, у нас будет вода. Мы можем потом эту бытовую технику толкать пиратам, чтобы они нас не пиздили. Это что такое у тебя? Слишком много не трахали Нира, к примеру. Да, да, точно. Это я их трахал. Это вообще Кожбет. Это я их трахал. Это профессия или Допинфа, тебе? Это Допинфа, Максим. Напиши, напиши. Мне кажется, пираты Толю сразу просто заберите, и все. Он ремонтирует? То ли и аквафобия, или все задает? О, Сим, слушай. Ну, короче, смотрите, по поводу Толяна, вот хоть у него аквафобия, нам надо будет плыть на землю, и в этом будет, конечно, проблема, но я все-таки думаю, что у нас есть психолог, потому что навык Толяна с бытовой техникой, это очень пригодится. Вы вспомните, у нас из говна и палок сделан генератор, посоединен. Господи, у меня такое, у меня такое вообще, вам даже такое не снилось. И в этом может разобраться человек, который ремонтирует ботовую техникой, он ее ремонтирует, как бы. И, ну, этот навык, он очень нужен, потому что никакие бабки, никакие кредитные карты, ничего нам не поможет с пиратами, а нам еще надо будет как-то дальше выживать. Поэтому я надеюсь, что у нас есть психолог, и можно будет этот резать. Кстати, по поводу губки Боба, тоже не все так бесполезно, потому что это что? Это правильно, это губка. Если у нас будет протечка какая-то, она взяла просто всю воду, забрала в эту губку, и как бы мы плывем дальше. Это, блядь, костюм у судорника. Не, ну очень приятно. Это не губка, это костюм. Короче, давайте по поводу того, чтобы было полезно. Я уверен, у 11-го, блядь, в большом багаже костюм Патрика будет. Просто, блядь, в большом багаже костюм. Короче, я как говорил, буду вскрывать биологическую инфу, чтобы было понятно, что мое хобби полезное. Хобби у меня тяжелая атлетика, напоминаю. А ты удали набор в игру мафии. Блядь, старый, ну этот. Извини, извини. Я смогу таскать бревна, я смогу утери нефти и свою бывшую. И дальше серьеваю, ты легко слышишь. Короче, я вскрываю биологическую инфу, у меня мужчина 42 года. То есть моя тяжелая атлетика не бесполезная. Ну, вот. Я занимался тяжелой атлетики. 42, говоришь? По тебе видно. Это копия была. Ну ты еще молодой. Не, 42 еще нормально. Ну просто биологическую инфу тоже полезно будет. Тише, 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 тише. Тише, 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 тише. Тише, тише, тише. Тише, тише, тише. Давай, пистамастер. Обратить ваше внимание на то, что как левша, когда открывал стол, он сразу подкупил Алену. Типа, ну Алену, мы с тобой как брат и сестра. Да, смотри, у меня тоже медитация. Ты монах туда-сюда. А я монашка. Когда ты мне рассказал, что в этой игре очень важно находиться союзниками, да? У нее есть свои лиги, а я ее адепт. Вот. А еще смотри, вы как будто два одинаковых, короче, игрока. Медитация монах. И там развлекуха, развлекуха, да? Что игра в мафию, что два шпоп. Короче, два мяса сегодня будет. А еще, смотрите, у нас получается тот, который сектант, это чувак, который против всякой техники и так далее, да? Вот я уверена, что то ли не сектант, потому что он технику чинил и очень близко с ней знаком. Да. То есть это не то ли. А сектанты, это обычно, знаешь, максимально экологичные люди. На самом деле сектантами ведь становятся, они рождаются. Это либо монах, либо вот это вот пидертант. Это вот это всякая, знаешь, религиозная штука. Пидертант, это он про себя что-то, но надо к нам рассматривать, к коему-нибудь. Сейчас просто бегом вышли и снято. Не воздевлюсь, если у кого-то в большом БКЖ цель рыбы еще. Ладно, короче, у седьмого в большом БКЖ маскировочная сеть, рыболовные снасти. Профессия нарколог, я лечу наркоманию, алкоголизм и отравление. Ну, отравление? При любом раскладе. Да, отравление, наркомания и алкоголизм. Кстати, морская болезнь, это тоже отравление своего рода? Ну, нет. Нет, но отравление, если она лечит, это вообще супер-супер-круто. У Влади морская болезнь. Логическая, да. Я не знаю, что мне вскрывать, я просто поймете, почему я не знаю, что мне вскрывать. Страшно. Это нам очень полезно. У тебя такое написано. Да, наркомания, алкоголизм, отравление. Она просто перебивает все, поэтому. Спасибо. Лабер. Люська, я с тобой играю. Завари ебалу. Ой, сори. А я это в суд сказал, да? Ну, это просто, когда полюбосим, командующий бывает, когда на реакции сори, Макс. Лабер, хорошо быть тобой. Извини, пожалуйста. Нет, это было охуенно. Это было искренне. Да я завалил флайбер, я завалил, давай. Завари, пожалуйста, искренне ебалу. Я так хотел быть. Да, морская болезнь, это не отравление. Я думаю, в Владике морская болезнь. В любом другом случае, я бы не завалил ебалу, но сейчас сам. Короче, прикол заключается в том, что я хотел, думал, рационально засейвить любого человека. Там же сказали, что один, типа, мы выставляем, и два должно быть те, кто... Как там? Грибут. Грибут, да. Грибут, да. То есть, если у нас есть кто-то в дальнейшем, кто может вскрыться, я-то вскрываюсь. Если нет, то я не вскрываюсь. Будет он вскрываться или нет? Грибут. Еще раз, что ты хочешь? Ну, я могу грибут, и я тяжело взлетел. Ты гребец, что ли? Ну, типа того, да. Вскрывай. Будет тот вскрывать. По идее, это же надо вскрыть. Если так, мы же не сможем идти дальше, верно? Да ты вскрыл уже, типа. Просто, что ты не дополняешь. Следующее вскрою, что поможет гребцам. Ну, окей, давайте я-то вскрываю. Типа, я чемпион мира по рафтингу. Это, типа, как гребли идет. Можешь загуглить. А это что? Это что, профессия у тебя получается? Это доп. инфа. А, доп. инфа. Профессия чемпион мира. Где на такую типу? Ну, если ему 70 или 80... Если ему 70 или 80 лет... То, что как-то не понимает. Да, да, сори, сори, сори. Я не видел. Не видел. Топ игра? Классная характеристика, чувак. Блин. Мы нашли снича. Я поэтому не хотел вскрывать на эту профессию. Я вскрыл, да? Нет, это доп. инфа. Нет, это доп. инфа. Нет, это доп. инфа. Это доп. инфа. Ты стопаешь игру или нет? Нет, нет, блядь. Успокойтесь. Блядь, жаль. Тебе уже флэнер сказал звали. Я бы свое вскрыл. В любом случае, не знаю, не важно. Причем это было его спецусловие, Макс. Нормально, нормально. До конца игры. Я помню такую карту. Ну, короче, это было то, что типа до фэнфайзи. У кого-то есть еще что-то вскрываете? Да, не забудьте написать, пожалуйста. Мужчина 20, знаешь. Так, ну, во-первых, я с большим удовольствием поиграю с номером 9, поиграю, соответственно, с номером 6. Мне нравится номер 8. И из личных предпочтений мне нравится номер 7, потому что все знает, как она сказала, о миллиметрах, радиусе и прочее, прочее. Поэтому осиновое коле для фанатиков превращается в осиновые члены. И, в принципе, так как мы едем без секса очень долго, Люсь, я поиграю с тобой. Чисто, ничего личного. Вернее, с тем, что ты делаешь, да? Вернее, что ты можешь с твоими навыками и умениями. А вскрою я, наверное, все-таки большой багаж. Это будет дополнительная помощь. Очень надеюсь, что вы меня отправите с грибцами, потому что, напоминаю, я мужик 20 лет. И у меня есть в большом багаже лом, который поможет отведить фанатика. Да, то есть ребята могут спокойно грести, я стою на стрёме, соответственно, ну, Люсь, ну ты одолжишь, если что, да, Томасим? Мы затосим. Подожди, так это у меня в большом багаже? Большой багаж, да. Обалдеть, это что за лом такой в большом багаже? Здоровый, вот такой в большом багаже. А ты что, лом никогда не видел, Максим? Ну, конечно, много. Нет, Люсь, я видел лом. Он только маленький лом. Мне показалось, что он в карманчик такой помещается. Такие, знаешь, которые карманы сломать. Это просто есть полтора метра лом, а есть вот коротенькие. Есть ломики, которые вскрывают, но у меня прям по-самой главной. У нее прям лом. Поэтому не сомневайтесь. У тебя ломик, блядь, вскрывает самый маленький замочек, блядь. Давай. Спасибо. Гидя. Нир, хуярь, кринжа, блядь, по-максимуму. В смысле? Это нормально. Гноби всех. Я же сказал, я бог кринжа. На прошлой игре я был единственный, кто был против спасения Насти. И я был единственный, кто там голосовал против всего. Поэтому я в этот раз пойду приколы ради добровольцам в ночное дежурство, в часового. Потому что у меня, в принципе, характеристики мне позволяют быть. Ну, тем, кто выйдет, короче, из победы. Ну, выйдет победителем оттуда. Так, и я вскрываю характеристику, которая меня сразу, по идее, должна показать то, что я не руина. Вот, смотрите, то ли, что у нас 100% не руина, потому что он ремонтировал бытовую технику. А у меня муж на час. Хобби. Подработка мужем на час. Соответственно, да. Блядь. Многие так воспримут. Но по-хорошему муж на час сейчас, это то, что приходит там розетку починить, еще что-то сделать. Соответственно, я обращаюсь с электричеством, и у меня нету никакого там негатива к нему. Поэтому я точно не руина, но это хобби. А, хобби. Ну, подожди, муж на час, как ты всю ночь продержишься. Нет, ну, может, на час это тактическое. Муж на час. Он будет обновлять, парня. Там забить голос. Нет, повесить полочку. Нет, левша, это ты себе вызываешь таких, я другой. Нет, левша, это ты себе вызываешь таких, я другой. Если не появится никакой другой кандидатуре на часового, то я готов идти на часового. Сблядство, разврат и наркотики. Спасибо. Нир. Обращение, как будто мы все перетрахаться должны в конце игры. Мне нравится, как Нир видишь. В смысле очищения. Мы ради этого и собрались, по сути. Из одной открытой роли. Ты против прыгать? Уйдет. Нир, про что-нибудь. Я воды боюсь, я лучше останусь. Так, ладно, окей. Давай тогда откроем. Ну, в принципе, у меня все хорошо. Да, да. Давай тогда открою что-нибудь хорошее. Давайте открою хобби. Вот. Я психолог. О-о-о. Толя, она по цене. Ну, мы с тобой поебемся, я думаю. Вот. Поэтому буду играть с... Хобби психолог. Аквафобом. Очень странно. Вот, буду играть с восьмым, с седьмым, с пятым. Вот. Вот. С шестым. Вот. Предлагаю выставить либо десятого, одиннадцатого, либо четвертого. Короче, пока нужно выставлять то, кто... Те, кто не предоставляет... Ну, не пред... Да, но не предоставляет какую-то пользу. Вот. Просто удивляет, что гиди хочет сам, ведь там, мне кажется, будет... Ну, да, возможно, возможно, есть такое, возможно, есть такое вообще, что задача руины выйти, например, в дозор. Не, ну, это уже... Это может быть, да, у нас уже не такая механика игры, но это я... Нет, смотри, типа руина выходит в дозор и убивает одного, например, грипса. Могол. Так многие туда идут, ради... Мир так уверенно ответил по призванию, так сказать, про секс. Все, ладно, погиб. А ветеринары не разоружены, каждому назначают усыпление. Второму отдаю. Максим, давай. Да, тут все условно, да. Поэтому это такое... Да, вообще... Вопросы нельзя. Блин. Тут все условно. Куча всего полезного. Я не знаю, может быть, кому-то пригодится, потому что, я думаю, это должно кого-то подсейвить у нас. Сто процентов. Если есть у меня такое в багаже, в большом, значит, кто-то у нас без ноги. У меня процесс ноги находится в багаже. Большой багаж. А это значит, что кто-то у нас без ноги. Возможно, это кто-то будет в большом, да, в большом багаже. В большом багаже. В процесс ноги. Да, да, да. Ну, нога нам не нужна. И еще один момент. Я так понял, что по спецусловию у нас всего по одному, Настя, правильно? Это не у одного у меня ты срезала спецусловие, а у всех по одному, да? Нету одного у тебя за плохое поведение в прошлой игре. Опять обида ссаная. Ладно, давайте я заюзаю спецусловия тогда. Я могу обменяться доп.нфой с любым из игроков. Я большой багаж скрыл, Толя. У меня большой багаж. Да, нога была, понял, понял, понял. Да, что он возьмет? Вот, я с Толяном меняюсь спецусловией, доп.нфой. Блядь. А зачем? У меня она закрыта. У тебя пока не надо сейчас. У него, у него хорошая. А Макс Маф получается. Зачем ты сейчас это делаешь? Зачем ты сейчас это делаешь? Сука, тупой, блядь. Я хочу зацепиться. А когда мне это делаешь? Так у тебя сейчас и так все нормально. У нас клоуны есть. Так у тебя сейчас... У нас, блядь, бонн 10 до 11, блядь, биба и боба, блядь. Так, 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 ребят, а что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Аниматоры, монахи. Макс, давай так, топ игра и делаю. А то ты как мяблишь. Блядь, не надо, Макс. Да уже все, уже стоп игра. Ой, блядь, ладно, давай. Это роды эффектнее произведение. Руина, ебаная. Турс, а не меня ими, мы стоп матки. Ну серьезно, он руина, он руина. Он руина, на самом деле, это какая комбо была. Ну да. Не понимаю. Нет, ну я человек простой, вижу хороший навык, и я его беру. Нет, ты не простой, ты долбоеб. Так я тоже всегда рухой. Можешь считать меня долбоебом. Он не может играть, походу, да. Все, пожалуй, а не доп инфуй. Поп, да, старый? Я тебе скину сейчас, Толян, свою доп инфу. Она тоже очень хорошая. Ты это лень открывай только, она закрыта. Да, да, да. А Стояни, ты больше не ремонтируешь, будто вы техник, вижу в курсе. Толян, теперь ты хуже, все. В личку, в личку в Тесе скину. В смысле, ну еще, типа, у меня все остальное хорошее. Типа, пох***ь. У меня Толик не синхронизирует. У тебя, да, теперь осталось понять, чего инспарка. Так как у меня фобия нервных хилит, алё. Ну, пока ты не самый бесполезный. Я тебе скинул Толян за панфу. Ты психолог уже не нужен особо. Почему нужен? Если у него все полезно. Я не знаю, что будет дальше. Если у него все полезно. Вот так тяжелое затопить. Все. Спасибо. Так, давай, Ляль, закрывай стол. Поскольку, в принципе, посмотрела свои характеристики, у меня все устраивает, я открою ту характеристику, которая нам будет также сейчас очень важна. Нам сказали, что на острове, где мы были, мы съели все наши припасы. Я могу открыть ту пинфу. Если у нас еда с собой, в принципе, ничего не было сказано. Но я поспешу вас обрадовать. У нас есть еда, потому что у меня в маленьком... Нет, не аквафобия, только ремонт бытовой техники. А мы видим, еще сначала стрима была понятна. Это можно было и не скрывать. Я подозреваю, что у пятого и у десятого тоже есть. Она нарушила правила, она свой багаж открыла еще до начала стрима со своими дыньками. А мы договаривались, так нельзя делать. А я так понимаю, Алена Багаж сворвала, да? Да, все, пока же можно не урвать. У меня просто было 4 с начала, я две Алене дала. Слушай, ты еще и добрый, прикольно, как в этом фильме. Блин, я поймала себе на мысли, что я сижу, смотрю на Ангелину и Алену, пытаюсь понять, у кого грудь больше. У Ангелина, да, у геля больше, у геля больше. Я тебе раз скажу, геля больше. А я вот сижу и думаю, дыня, да, это все, и наелся, и напился, и уелся. Она выйдет, и усался, и все, очень коротко, спасибо. Слушай, спасибо, я хочу только дочери, тоже, и в общем, фрукты. Ребята, кей, ребят, сейчас будем смотреть. Спасибо. Ляль, не забудь написать. Максим, ты пиши себе ремонт бытовой техники, и что ты открыл? Протез ноги он открыл. Ну, да, не брали ногу. Ребята, нам нужно агрессию, у нас есть нога, которая может... Помните, здесь не у шамана три ноги, так у них спирера сейчас. Там три руки вроде. Сейчас будет выставление коротко. Выставляем мы как карточками или кто? Нет, нет, коротко каждый сейчас будет говорить, кого он выставляет, и коротко почему. Про свои спецусловия, про свои карты, про стол, ничего не надо говорить. Просто кого выставляем, почему? Левша. А, я? Я вставляю пятую. Пятый кренгий. Ты рисковый парень, у него лом. Я вставил пятую. Против лома нет приема. По рукам медитировать больше. Сразу забрала команду. Взрывай ее. Я тоже забрала. Ален? Так, ну я не знаю, будет ли целесообразно выставлять тех, кто мне не нравится, или все-таки лучше выставить тех, кто хочет, потому что гидя хочет, ну, чтобы его выставили. Но мне жутко не нравится третий. Объясню почему. Потому что он психолог, и они сидевшие, понимаете, это зэк-манипулятор. Это зэк-манипулятор. Он может манипулировать девятым в своих целях, потому что он якобы психолог, и, понимаете, может манипулировать аквафобом, якобы излечивая его какую-то аквафобию, да. Поэтому он мне ужасно не нравится. Но, наверное, я все-таки выставлю четвертого, потому что он очень хотел, чтобы его выставили. Спасибо. А дальше... Не, ну а что? Зэк-манипулятор. Слушайте, я посмотрю, типа, у кого-то что написано, я так понимаю, у меня вообще все слишком хуёво на данный момент, конечно, времени. Но я, в принципе, не против отправиться к добровольцам, потому что я уже не раз это делал, и я в себе полностью уверен, так что я выставляю себя просто в это все. Самого себя не выставляют. Почему? Это как? Это сейчас в дозор выставляют или куда? Тогда выставляют дозор, и просто потому что пошел он нахуй вот. Макс, Макс, принято. Да ладно, да ладно, да. Номер два. Если бы не у тебя... А я бы хотя бы допинг-фуфскрит, который типа... Не, сейчас нельзя. Не, сейчас нельзя. Не, ну ты мой я не выставит. Не, ну тебе нельзя намекать так, чтобы мы поняли, что это. Это уже против правил. Там типа круто. Я не знаю, что четвертый. 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 А зачем ты поменял? Четвертый. Четвертый. Ну так это лучший. Ты заходишь. Ты видосы. Да все, блин. Можно в ходу? В ходу. Давай ремонт не общаться. Глади, глади, глади. Ну, смотрите, у нас гиди выставили, да, получается? Да, да. Одиннадцатый выставил третьего, да? Пятого. А, пятого. А, пятого. А, пятого, это вообще не правильно. Выставлены пять-четырек, два. Учитывая то, что будем объективны, у Толи сейчас не очень все, но прошу напомнить то, что гиди сам просил себя выставить. Короче, я не буду тогда никого выставлять, если кто-то хочет, может выставить Толю, но больше всех хочет идти гиди, поэтому как бы хозяин-барин его. Хорошо, спасибо. Так, гиди выставлен, гиди выставлен. Рыжая. Идон, ты правда хочешь? Сто процентов. Блин, ну не надо так думать. Ну, блин. Ну, блин, а что? А вдруг у него реально, блин, роль такая, ну типа выйти в дозор и убить кого-нибудь? У него Джокер, ребят, вы понимаете? Он хочет, он не будет нами лучше, чем третий. Ну, нет, он, я думал, что. Нет, он в конце выйдет, потому что мы проиграли. А вдруг руина убивает ночью? Ну, типа, а вдруг минус один будет? Я думаю, что она была между десятым и одиннадцатым, потому что они по характеристикам сейчас эквивалентны для меня. А гиди сказал, что я хочу и... Ну, так я же объясняю, типа, а вдруг руина убивает ночью? Не, ну подожди, просто раз у нас был добровольцем, он получил себе баф, он не выходил из одного хода, понимаешь? Ну, а сейчас, может быть, он будет убивать. Если гидон хочет, пускай... Мы ж не знаем. Всем привет, ребята. Короче, что сказать, ну, если гидон хочет, давайте гидона, почему бы и нет. Все равно сейчас не будем, типа, только не имеет смысла, у него все хорошо было, если он говорит все хорошо, то я не думаю, что у него что-то плохое. Если, допустим, десятый-одиннадцатый не имеет пока смысла, они не скрывали нормально ничего, давайте гидон просто гидоны выставим. Ну, я не знаю, если бы как-то было что-то связано, наподобит рампинг и так далее, с греблей, там же, если нас два человека набиралось, то мы изи сейвим того человека, который выходит, соответственно, ну, легко было. Но поскольку я один скрылся, либо нету второго, либо он не хочет скрываться, я не знаю. Я приготовлю четвертый. Спасибо. Настя, мы будем выставлять грибцов? Или нам только одного нужно выставить? Грибцовов не выставлять, вы выставляете только часового. Да, вот только все хорошо, все во красоте, агрофобия, мы на плоту. Да я вот сейчас смотрю и думаю, типа, я хотела идти в дозор, но я объяснила, по какой причине, собственно, я хотела идти в дозор, потому что у меня есть сло, у меня есть с помощью чего отбиваться от руины, и я молодой мужик, который в состоянии, да, нанести достаточно серьезные телесные повреждения. Вот, Гидьку выставили так, как он сам хотел. Я просто не вижу смысла сейчас еще кого-то отправлять. То есть, может быть, Бладька, как тяжелоатлет, да, но я правда не вижу смысла. Спасибо. Ребята, мля, короче, ладно, я сейчас на своем ходу все расскажу. Гидя? Смотри, Нир, если я руина, и я этой ночью что-то делаю, 100% бункер не заканчивается на втором ходу, соответственно, если я руина, и это как-то показывается по результатам, вы меня просто выгоняете, мне нет смысла выставляться. Я выставляюсь просто по приколу, потому что я на прошлой катке немножко говны сделал, как бы мне хочется чисто перед Настей отыграться, здесь ничего такого в этом нету. Поэтому я себя выставляю. Там посмотрим, что будет, как бы, может быть, повезет, может быть, будет ситуация, как сам. Да, просто если у тебя есть что-то очень крутое. Нет, пока еще по характеристикам я не особо нужен, а вот Нира, например, лучше оставить, потому что он психолог, а психолога у Астарова пока что нету, и не все фобии вскрыли. Вы это учитывайте, что сейчас активные профессии лучше сохранять. Аплодить нам долго. Да. Спасибо. Нир? Ну, не имеет смысла просто кого-то сейчас выставлять, потому что все равно большинство будет за четвертого, то есть... Все, хорошо. Да. Все. Макс Инст. Так, в связи с моей огромной-огромной любви к одиннадцатому я выставлю его сразу же сходу, просто потому что я хочу, чтобы он поговорил побольше, то ты туда-сюда вот это вот всего сделаешь туда-сюда пару раз. Да. Нет. Ну, ладно. Так, в общем... Можно секунду? Представьте, Толик, короче, часовой, ходит от одной стороны плота до другой, идет, идет, ааааааааааааа! В другую сторону, аааааа! Есть? Какой фобия же у него был один? Так у него фобия. Ничего непонятного. Аааааааа... Короче, я хотел объяснить. Сейчас коротко, быстренько объясню. Мне кажется, нужно меня отправлять. Отправляйте меня. Подожди ты, вон тебе первое выставит. Я уже выставил 11-го. Если мы выставляем гиди, он выходит, и там будет чисто 50 на 50, и его, допустим, кикают в этот ход. Ну вот его убили, например, но так не повезло нам. Соответственно, мы остаемся без какого-то хорошего игрока. То есть он, во-первых, муж на час, во-вторых, ему 38 лет, он еще молодой совсем. А нам такие нужны. Вот, соответственно, что? Надо выставлять в любом случае. Сейчас будет голосовать против самых бесполезных, я считаю. У меня все. Спасибо. Лелька? Ну, Толя, честно говоря, очень сильно хочет выставиться, но пойми, тебя все равно никто не кикнет, даже если я сейчас назову твою цифру как выставленный. Потому что у тебя своровали характеристику, а значит, это звоночек к тому, что у тебя еще что-то припасено. Нормальное. А как это связано? Открывал до этого. Не факт. Честно говоря, да, я согласна с Максом в том плане, что обидно будет, если и Гиди мы отправим, и его уберут, поскольку он для нас на данный момент очень полезно идет. Нам нужны сильные люди для того, чтобы добраться до того места, куда мы плывем. Кто очень полезно идет, что ты пропустила? Поэтому, честно говоря, не знаю. Вообще, польза Гиди. Ну, он молодой, он может грести хотя бы, блядь. Ну, и с учетом того, что он нужно час дать, что у него хватает силы, это в принципе априори. Вот, а он сильный человек, довольно молодой. Ну, кого-нибудь. То есть это легкий ремонт для того. Итак, ребят, у нас выставлены номера 5, 4, 2, 11. Электроника, электрика там. 5, 4, 2, 11 номера выставлены в таком же порядке, оправдательные речи с номера 5. Так, что значит, касаемо оправдательной речи? Я, честно говоря, не вижу смысла оправдываться, потому что, как бы, я уже все рассказала по поводу своего участия в Дозоре. Далее, что получается? Дальше у меня, в принципе, достаточно неплохие карты, которые в целом могут подойти для спасения команды. Объясню 11-му игроку, почему я сформировала, собственно, пул игроков, с которым буду играть. Потому что это не мафия, и здесь нужно работать на команду и засейвить в первую очередь команду, а не себя, образно говоря. И моя задача, в частности, вот я смотрю сейчас на свои характеристики, и я понимаю, что дальше, там говорилось про то, что у нас очень мало припасов, и то, что у нас ограниченная видимость. Я такой небольшой спойлер. Там ограниченная видимость, ну, ночью, в частности. Я с этим могу помочь. Вот, поэтому сейчас действительно было бы очень обидно потерять гидику, потому что электрика, электроника, это, конечно, понятно, но не забывайте, что муж на час, это еще и плотник, в частности, который, мало того, полочку повесит, так еще и, соответственно, золотает какие-то пробоины. Поэтому нам за него нужно держаться. К сожалению, пока самые бесполезные, как на мой взгляд, это 10-11. То есть, ну, простите, ребят, ну, пока по вот характеристикам я ничего полезного для себя не вижу. Не знаю, как другие. Посмотрим. Поехали. Номер 4. Гидя. Да, блин. Есть еще адекватные люди. Я реально просто хочу повторить. А тебе по приколу? Да. Гидя, а может, начаться... У тебя просто по приколу не выгнали. Это что? Это профессия или это хобби у тебя? Это хобби. Подробно можем на час. Годенство. Просто у нас потенциально еще до хрена всяких хороших профессий. Не хотелось бы, чтобы активную какую-то выгоняли. Плюс, если ребята открывают всякую сраку со старта, соответственно, они, скорее всего, боятся, что у них заберут и оставшиеся хорошие характеристики. Мне кажется, просто я в сумме характеристиками, в принципе, должен выжить эту ночь, если это будет не рандом. Если будет рандом, я хотя бы пофарик. Да, я знаю, что она намекает на 10-11. Она даже не намекает, она прямо говорит, что 10-11. Никакой другой причины нет. Спасибо. Номер 2. Максим Муинц. Настя, можно за себя голосовать? Меня выставили, что ли? Нет. Меня же Толя выставлял. Первая причина – это тыгить. Короче, я... В этом чае очень много бывает нелогичного. В прошлый раз тоже такая шляпа была. Самое главное – не голосовать за него сейчас. За кого угодно, только не за него. Вот. Ну и не за меня, естественно, потому что я украл очень полезную профессию, которая нам поможет в дальнейшем. Включевое слово «украл». Я специально ее украл, чтобы подольше пожить. Снич, снич. Снич, снич. Кто такой снич? Болезнь. Как ВИЧ, или как у вас? Это вор конченый. Ну я не знаю. Я знаю, что следующее открывать, а потом не знаю, что через ход. Это ты за разгой сил, вор конченый. Ты вор конченый. Спасибо. Я разбой. Он еще психолог как бы. Тихо, тихо, тихо. Смотря Гель, ты собрала команды, я это называю больше подкуп руки, ты такая, я играю там 6, 8, 9, 7. Но у нее есть лонг, лонг. Так что давай. Короче, 6, 8, 9, она такая, я играю, ну и, соответственно, против 10-11 ты играешь. Я тем более знаю свои профессии, они у меня, ну я знаю свои характеристики, они у меня хорошие дальше. Вот. Я, в принципе, ничего плохого-то не открыл пока. Смотрите, я буду в пятую голосовать. Я считаю, Гидия хитрая устрица, которая для чего-то хочет, он может это подавать под видом, что ну я пофанец и все, но у нее какая-то конкретная цель может быть. Для чего-то. Поэтому я в четвертую не хочу голосовать, я буду голосовать в пятую. Она сама хотела, она играла, у нее лом, а теперь она такая, говорит, можно вот 11 отправить. Но если она хотела, я бы ее отправил, все. Я ничего плохого не открыл пока. Итак. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- я вот думаю с кем обменяться с кем обменяться просто проблем то что она тебе скинула тушку это говно да там обувь сейчас никак не спасет подставили так ребятушки 5 4 2 бумажечку раз два три фабер не вижу короче это четверка на теплоку запов на четверка четверка четыре человека все он давай первые шестой седьмой восьмой в четвертого все против одиннадцатого 3 против 2 2 против 4 4 а против одиннадцатого это с учетом 2 да и так значит больше всего голосов набирает гедеон поиграем в игру хочешь поиграть со мной ты думаешь почему я за тебя проголосовала я знаю что ты вернешься 4 4 от 1 до 4 от 1 до 4 на этом прячь она будет играть или после ролика останется жив даже не даже не 50 шансы у тебя нормально я справлюсь я переворачиваю орхидея кому-то из трех цифр но один раз четырем неважно два три что это означает короче мои счастливые числа есть не до конца играет а что это означает гидеон выжил в этом ходу да гидеон выжил в этом ходу да гидеон ты тупой конечно блять гондоли получается двое в следующем вылетают наверно да заткнись блять гидеон походу двое зафью рот закрой я ветеринар это большая разница бля гидеон лакер гидеон сегодня все на диком западе гидеон по-моему мы волновались больше чем ты сам зафиксировал итак ребят давайте видосик чёрная полоса ночью вы проснулись от страшного крика это был ваш часовой вы бросились на помощь но не обнаружили на плоту ни грибцов ни счастливчика фанатик выбросил всех за вы помогли всем троим подняться на плот все сложилось как нельзя лучше все остались живы по рассказам часового он услышал шорох за спиной и резко отпрыгнул в сторону затем что-то острое поцарапало ему плечо в этот момент он закричал но грибцы уже были в воде и не могли ему помочь он попятился назад уворачиваясь от ударов пока его не схватили за грудки и силой не толкнули в темноту ночного океана вы не спали до утра пытаясь провести расследование но оно предсказуемо закончилось ничем так как под подозрением были все и те кто спал и грибцы и даже сам часовой он мог инсценировать нападение чтобы отвести от себя подозрения вы настолько увлеклись игрой в детективов что заметили опасность слишком под пираты бывший катер береговой охраны а сейчас странная смесь байдарки и парусника плыл бесшумно не столь быстро как раньше беден наши дни слишком дефицитный и двигатель включался крайне редко но четыре грибца с одной стороны и столько же с другой позволяли ему без проблем догонять дрейфующие суда кроме того он был оборудован катапультой стреляющей камнями и другим что делало его очень грозным противником после пары увесистых булыжников приземлившихся в метре от плота вы не стали испытывать судьбу и перестали грести это конец вас догонят все ценное заберут себе и не ясно что хуже попасть к пиратам в рабство или остаться умирать без пресной воды посреди океана динамит прошептал кто-то из вас а это шанс вы можете поджечь фитиль динамита газовой горелкой и отправить кого-то с ценным блин корабль к этим ублюдкам опять отправлять для него это будет билет в один конец толик с аквафобией вы заговорчески собрались в круг это будет непростой выбор ведь вы должны решить кого сейчас заберет смерть смерть которая возможно спасет ваши жизни прощай гидон уходит один человек и так как видео он прошлом шел у него на этот круг иммунитет не но он заслужил он выиграл один из четыре так плане а я снова инценируется мог почему это откидывается они могли стать договориться может быть может быть кстати мне понравилось я сказала когда попросил давай хотя бы среди трех числа сказал без разницы ребят я сказала нет что если это можно это можно по идее запинить таким никто и заниматься нет почему мы должны все варианты рассматривать нам видео четко дали понять что он мог сделать за сценировку то есть его огонь я подозреваю как мапша нельзя нет а как я имею эту просто угадать вот и все просто рассматриваем вариант что он мог инсценировать это все не зря же почему он так просился господи видео просто так инсценировать просто так видео не бывает это вариант это вариант нет короче блин сказали то что он выжил он выжил вот давай объясню вот смотри четвертый маф он такой говорит проголосуйте меня проголосуйте меня чтобы для чего что потом его никто не подозревал и вдруг ему повезет и он останется и до конца игры уже доедет все причем тут ведущие так я просто сказал какая разница я говорю то что он может быть мап я просто сказал да нет я думаю я думаю тут про если бы я не мог же знать исход этого всего вообще какой-то не не про это короче вот эта штука понимаешь дургетка на его и не окрасняет и не очерняет да я лишь говорю о том что нельзя его выкидывать из списка мапу просто нельзя выкидывать из списка мапу на хераном стой нужно одну секунду одну секунду у нас влади отошел я правильно понимаю есть ли у первой женщин 30 лет красиво нам должна написать 30 красиво правильно понимаю ведущий ничего не понятно на мой взгляд если толик не вскроет ничего полезного у только худшая пока карта потому что мы мы как бы в море а он аквафоб то есть психолог у нас зэк ребята вы не думаете что он может быть как раз таки руиной он зэк он зэк просто психолог отсидел два года алло он отсидел два года отсидел два года он может быть допустим тем же руиной и быть при этом психологом я говорю что если толик не вскроет ничего полезного если он не вскрывает полезно ведущий конкретный вопрос он нейтрально если написано лет красиво она должна писать или нет 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 короче я предлагаю скрывать я предлагаю согласен что у нас отошли трое поговорим никогда не подумала что просто я настолько желаю диму я тебя просто никто не в курсе кроме нас того а чего у вас там это как брать три отметки сблать или в шоке фобия у тебя на них фобия у вас две кончены в обе нет теперь они руины или нет первый друг теперь у меня есть букетами у кого теперь у кого теперь розового ромашка вроде договорились макс нервой друг не покер выгоняем 9 нервой друг будет нет 9 нейтральный мы его не можем блять для меня монах это для тебя хуже чем как бы аквахобия потому что я его понимаю потому что у меня есть пезда у тебя как бы нет вот почему ну просто то ли так искренне говорил что он говорит вот у меня он приемлем заводе твои поезды я разбойник да ну сейчас ему надо что-то хорошее вскрывать в любом случае у нас в принципе не руины для общего состояния игры но это по вашим словам давай не заговорить зубы без проблем я могу вскрыть фобию как хотите это вы уже там решите я вам не пойду вот но я так не пойду а блин ладно я просто тут они сижу думаю позакрывали пиздаки да и как только может дальше пригодить где только ты одна не вдумываешь а ты тоже с двумя фобиями так вот и лялька подошла отлично и дыньки теперь как раз начиная с ляльки открываем по одной были очень близко сейчас к ляльке очень близко сейчас к ляльке очень близко был малый багаж ребят мне хотелось бы уточнить кое-что тут написано психолог минус одна фобия у кого-то одного кого-то одного кого-то одного одноразовый ты как презервативнее либо не зря ты на контроле ребят это давно известно правильно написано сколько кто давайте дадим слово ляльке ссылка на правила есть кстати в описании если что давай ляль во первых у тебя мало багажей что что хрень то а не скажу во первых хотела сказать что я безумно рада что все таки гиди угадал свою цифру и мы его выставляли не зря и он у нас остался потому что сильный мужчина-мужчина на час нам еще пригодится потому что нам еще нужно ох как далеко добираться для того чтобы добираться у меня есть некоторые бонусы которые я открою чуточку позже сейчас открою еще одну а зачем чуточку позже тоже веселую тоже полезную малый багаж персик это я малый уже открыла я открою большой багаж который пригодится нам как на плоту также возможно в принципе его можно будет заюзать еще для разговоров с пиратами у меня есть великолепная вещь которая называется самогонный аппарат что-то какую-то кульню открыла если не напьемся так копоим этих пиратов чтобы они от нас отстали ну куда же пират без рома что-то какую-то самогонный аппарат это малый багаж или большой это большой мы можем стырить ром потом этот ром там немножко погонять добыть себе еще чего-то полезного еще может что-то повкуснее и поскольку предыдущий раз свой ход я не успела договорить у нас начался гол хотела сказать кто по моему мнению на данный момент самые полезные люди на столе у нас есть тяжелый атлет номер восемь у нас есть шестой по рафтингу а нам нужно плыть у нас есть ремонт техники который нам полезен и там есть нога которой в принципе тоже можно грести но вдруг у нас акула отгрызет одно весло у нас есть нога у нас же не дурная не будет есть ногу в описании есть ссылки и все что происходит и в принципе пятый и четвертый тоже полезные номера там есть лом и молодой человек двадцати лет и муж на час и тоже в принципе довольно молодой спасибо я остальным буду смотреть что они еще полезного откроют в дальнейших ходах не забудь написать свой большой багаж который ты открыла Максим два минуты что большого там адонный аппарат все бухаем за мой счет блин очень плохо ребята что вы ничего не воруете я даже не знаю что скрывать боюсь скрывать столько всего полезного если еще что-то скрою это столько всего полезного да да вообще для меня странно странно что вы перестали что-то все воровать я понимаю конечно что они вообще ничего они не скрывают боятся да конечно конечно когда выгоним одиннадцатого тогда поймете что крысы бедут станущего корабля и мы все утонем так давайте надо что-то вскрыть надо что-то вскрыть к примеру Вене короче есть фобию уже воровали поэтому я ворую наверное фобию она сейчас у нас в моде так сказать все начинают вскрывать фобию я тоже ее вскрою кто-то ворует фобию вот у меня авицефобия боязнь быть превращенным в птицу я не знаю кто-то придумал а мне послушать авицефобия может в авицефобию наркомат я понял старый не хочет стать петухом в общем тогда не надо сидеть два года как нет в общем я боюсь волшебников как не понял я не знаю есть предположение такое не нарушайте закон поскольку она абсолютно безвредная ну выдержка не проблема перегонка тоже как бы ингредиенты возможно между пятым и одиннадцатым так что я думаю это будет актуально сейчас и в принципе пока полезное у меня есть кое-что так что дальше мне полезного не не буду скрывать больше ничего полезного подожду пока вы все друг друга что-нибудь переворуете спасибо за внимание гондоля передаю анир не боялся стать птицей спасибо я блядь лебедь а не петух держу в курсе я сокол сокол соколиный глаз соколиное очко соколи сокол ты блядь так ладно короче мне лично не нравится первый десятый одиннадцатый и четвертый в принципе ну ладно четвертый еще плюс-минус ну ладно первый десятый одиннадцатый у них прям слишком много пока бесполезного с кем ты играешь ну играю со всеми полезными второй с восьмым с шестым с ну пока так типа это самый полезный четвертый типа вроде бы мужик тоже ну типа нейтральный девятый вроде бы ну типа тоже нейтральный говорит то что у него много и всего а седьмой тебе не нравится седьмой седьмой ну пока не особо полезный да ну нахуй ну а что ну а что и всякую штуку наркоманскую алло ну пока конкретно на данном ходу ну единственное что у нее есть это лечение короче ладно я тогда короче у меня есть пока полезный навык поэтому буду открывать бесполезно нам надо оставаться чтобы размножаться фобия герпетофобия боязнь мышей крыс кротов ну типа ничего вам не дает с максом не сможешь уже плыть точно ну да согласен с крысой не могу все спасибо гидя так те у кого сейчас на данный момент слабая карта вам срочно нужно открыть хоть что-то сильно интересное потому что иначе тут чтоб своровали шансов ну тут тут придется рисковать по-любому по-любому придется может быть у вас есть где-то в тех сегментах которые уже своровали так как у меня иммунитет у меня до сих пор ручки трясутся у меня пульс был 120 специально померил просто колотила весь видос в общем так как у меня сейчас иммунитет соответственно я открываю самое бесполезное то есть в среднем это делать мою карту на данный момент слабее но так как мне пофиг то я могу открыть у меня потрясающая доп. информация я создаю скульптуру людей из гипса если учесть особенно что мы в воде эта польза принесет немало ребят за нами будет прям гипсовый след до европы а гипс где взять что блин типа из глины миссии будешь глинамес глинамес нет глинамес у нас ты ты блять ты блять 38-летний глинамес а ты че открыл подожди это дополнительная информация а че надо да хуй я делаю создаю скульптуру людей из гипса короче кал перерабатывать ну короче глинамес получается глинамес спасибо ангелина ясно так и запишем друзья мои так как у нас как там говорилось произошла стычка между одиннадцатым и мной так и еще небольшое значит небольшое которое я хотела сказать по поводу третьего игрока а что а что ты спи сделал уже старый вот уже шок спицы перевернуть пожалуйста вот короче начну значит а по поводу третьего игрока так как нам предстоит махаться с пиратами все-таки человек он у нас сидевший я думаю что он нам сможет в этом плане помочь потому что но как бы есть я думаю какие-то боевые навыки образно говоря так он же умирает сто процентов ну ничего страшного на корабль поперутся зато поперутся перед тем как сдохнуть гениально может вернешься короче и поплывешь по частям духом за нами полетишь нет к тому что какие-то боевые навыки после определенных мест недалекие ну не то что недалекие короче после определенных мест у меня предложение к столу на выбор либо я открываю фобию и она реально по приколу потому что психолог мне на нее не нужен либо я открываю действительно полезную доп.нфу выбирайте давай полезная давай полезная было бы полезно ну я бы фобию выбране лучше фобию не 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 давай полезная есть более бесполезные чуваки занимался отловом птиц умеет делать рогатки из подручных средств и знает как заманить птиц первый номер ты там говорила что у нас есть это доп.нфа и ты еще и женщина 30 лет вожделеешь так я мужчина и я тебе могу еще и еду добыть имей в виду то есть у нас будут соответственно буревесники чайки птицы плюс у нас будут соответственно рогатки блин гелечка гелечка только номер 3 пожалуйста не лови ладно он нам еще нужен да а кто кто там боялся стать птицей я орел я орел спасибо буду тебя ловить вот поэтому доп.нфа доп.нфа короче все открывают какую-то дичь вообще какую-то дичь лютую ээээ могу давайте скрою тоже это дичь это самое хитро хитро малый багаж это хамелеон я не знаю что он у меня делает но он у меня есть он умеет меня взять хамелеон ну да да его можно съесть сожрать ну либо не кстати анатолич очень многие топят тут будет либо левша либо я скорее всего будут докапывать у меня хамелеон все становится по норму и давайте просто открывать здоровье и всякие такие вещи я поддерживаю ящериц то он бы ну и твой багаж бы ему мешал не хорошо все ну давайте здоровье открывать а сам здоровье ты не открыл прям важные вещи здоровье там не знаю фоби что можете поруинить ну что многие я так понял что руинить может багаж потому что там какой-то кресик там нож может быть ну вот нож очень страшно нож не нож это не показатель это в смысле не показатель в смысле не показатель наше здоровье здоровье я на пизм может быть еще у нас есть инструменты на платье они могут оттуда брать нож и назад инструментами ранить как бы тут ничего не сказано про орудие именно все-все вскроем малый багаж что думаешь флэбер мы уже здоровье надо вскрывать что-то одно потому что как только человек не вскрывает я его выгоняем я в прошлый раз скрывала то что вы говорили вы меня все равно вы тулили я вас не слушаю скрываю то что я хочу ну правильно рыжай давай на этом уже вот и молодец значит во первых у меня сначала это у нас да тут вообще пиздец логика не рассидел но он добить психолога которого мы уже заголосовали да умер там дописано у действующего если написано у действующего то нельзя и у действующего и у действующего вот короче я заметила одну такую штуку что у нас никто еще не открыл в здоровье вообще никто да а я поэтому его тоже не открою потому что я открою малый багаж а там таблетки от аллергии может быть тогда вы начнете активнее открывать свое здоровье плюс если что можно фонарики уже включить за свет пропал спасибо так досижу досижу спасибо у меня не получилось может ты попробуешь ну в принципе мы можем переходить к бладе ну так смотрите если не зафлудиться это все ну я в принципе думаю так же наверное чтобы никто не парился по этому поводу я напоминаю что я тяжелый атлет тяжело атлет 42 года то есть действующий еще пока вот смогу помогать шестому ну грипп стиль там много ума не надо в принципе такие движения которые там базовые вот я могу там помогать где-то отбиваться от кого-то и может как-то смогу вырубить нашего этого как его там чувака короче сектанта вот мафа я открываю фобию нет фобий вот расставчик потому что почему решил открыть фобию потому что фобию своровали своровала 5 вот и слава богу вот теперь можно ее вскрыть потом я вскрою наверное допинфу потому что короче у меня все то что осталось оно очень крутое но это пока еще не бывает кроме допинфы а у тебя какая фобия нет фобий нет фобий нет фобий с первого тоже нет фобий но у меня херовая фобия нет он боится я боюсь превратиться в птицу боюсь превратиться в птицу так ладно короче поехали понеслась спецусловия меня с любым действующим игроком профессии это у нас нир забрать это не это не профессия это 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 у него хобби это и это у него неправильно Настя Настя Вот это у него хобби Он ворует у него или нет? это хобби ә это хобби для данного вида профессия но это уже профессия психа психот это хобби Анатолич сказал что он он обменивается раз он уже открыл свои спецусловия он обменивается с ним профессии То есть, Нир не открывал свою профессию, он кидает ему свою профессию? Да, получается так. А он открывать будет? А, сейчас что-то открывает. Или что-то будет открывать, да. Можешь ее сразу и открыть, можешь что-то другое. Блядь, Толя. Лучше сразу открывает. Хотя нет, лучше что-нибудь полезное, чувак. Толя, надо полезное открывать. Толя запаковывал меня, правильно понимаю? Ребят, я вас слышу, продолжайте, не останавливайтесь. Я так понимаю, что профессия у Нирича была пяток, правильно? Вы такие сегодня? Геля на рандоме меняет фобию, Толя на рандоме меняет профессию. Да я не знал, я думал, что это профессия. Короче, теплая. Я, кстати, я глупо тоже. Да это хобби или хуёво, Ирича? Я думал, что это профессия, я тоже записал. Ух, стебок. А знаешь, почему инспирер? Потому что ты вообще не слушаешь, ты каждый раз переспрашиваешь. Потому что ты дебил, блядь. А это что? Ну и что, что я дебил, я тоже получаю дебил. Дурака мне теряется. Я дурак, у меня с пракой. А ты мне отправил Ниру, да, свою профессию? Да, да, отправил. Короче, весь мой гениальный план пошел совершенно по пизде, как говорится, так что я, пожалуй, не буду дальше вам руинить катку, блядь. Мне дохуище лет, если быть хуяне, то мне 80 лет, 87 лет. И у меня хофобия, я мужчина, так сказать. Мне все равно, так сказать, недолго осталось. Черви, как говорится, близко. Так что, молодые сосунки, я вас спасу. Я отправляюсь, так сказать, в Камикадзе. В мирное плавание? Это получается биологическая информация? 87 лет? Да, био, 80 лет. Мужчина, женщина, кто? Важно, неважно? Неважно уже. Он все равно вздохнет. Да пускай будет женщина, какая разница? Давай, она уже мертвая будет. Кость, блядь. Да, она моя. Да, как Толика. 80 лет, увы, сложно будет доплыть. Неизвестно, сколько нам добираться. Я боюсь, что он не сможет поджечь динамит. Вот в чем проблема. Мы подожжем, мы подожжем и его выкинем просто. Спасибо, Макс. Ой, фу, Толик. Да, пожалуйста, Настя, пожалуйста. Фу, Толик, ты уже... Фу, Толик, ты уже... Всегда, братя, перебиваешься. На будущее спиздите у меня хобби. Я всегда ваш покорный слуга в этой прекрасной игре. Не надо меня благодарить больше. На будущее спиздите у Толика хобби, оно понадобится, говорит кто-то. Кто-то говорит? Кто-то говорит, а сейчас говорит. О, тихо, 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 говорит Алену. Да, если кто-то может, то можете спиздить хобби, оно вам поможет, да. Так, ну, что могу сказать? Я хочу, чтобы хотя бы одна игра в бункер закончилась победой мирной. Что могу сказать по столу? Не знаю, почему третий говорит, что первая бесполезная, она ему не понравилась. Потому что, смотрите, эта женщина 30 лет, у нее в малом багаже ничего страшного нет. И у нее есть самогонный аппарат, который может при... Ну, какой-то костер с делами, что такое, можем делать спирт. Но не для того, чтобы выживать его, как бы, ребята, надо делать, а для того, чтобы дезинфицировать раны, которые нужны и так далее. Поэтому я считаю, что у нее довольно полезные вещи. И почему-то реально полстола открывает какие-то хреновые статы. Я понимаю, там первый ход еще какой-то. А сейчас я, типа, ну, все вот открыли херово, и якобы открою. Правда, Флабер? Ну, что-то странненько, что ты призываешь всех открыть здоровье, а сам здоровье как бы не открыл. Вот. Считаю, гелий полезный. От лов птиц можно будет, в принципе, ловить, будет еда у нас. Вот. Считаю, что муж на час довольно полезный. Считаю, ветеринар довольно полезный. В случае того, что у нас нет пока что врача, он может, в принципе, первую помощь какую-то оказать. Хотя шестой тоже полезный и восьмой очень полезный. Вот. Самый бесполезный, считаю, девятый. Так что, думаю, его в этот ход надо с динамитом отправлять. Просили открыть что-то полезное, в отличие от становки, она была открыла от бесполезной. И откроем допинфу. Это довольно важная штука. Возможно, в будущем нам пригодится. Я способна посадить самолет. Уф. Спасибо. Девчонки, смотрите, коня на скаку остановит и самолет посадит. Смотрите, у меня хобби. Вот. Я профессиональный стрелок из рогатки. А Гелия, сделаешь мне рогатку? Если мы понимаем, о какой рогатке идет речь. Стоп, стоп, стоп. Но согласен уже, она сделала. Красиво. Ну, она контактирована. Почему ты? Любую рогатку. Почему ты? Ладно, я хобби это открыл. Это медитация была? Ну да. Короче, смотрите. Я открыла допинфу. Ну, понятно, что мы от девятого сейчас откажемся, да? Я открыла профессию. Ну, что делать? Кстати, я надеюсь, что девятая не руина, иначе тогда игра фактически потеряется. Открой фобию, пожалуйста. Хер тебе в рыло откроется. Почему не факт? У нас еще будут условия, которые надо соблюзить. Ну, открой фобию. Фобию я успею открыть, не переживай. Ну, ладно. Старым полетишь. Мы 69-го будем выгонять. Я открою профессию свою, потому что профессию своровали. Профессию я инженер-строитель. О, это полезно. Это очень полезная профессия. Инженер-строитель. Я могу спроектировать, так могу еще и построить. Тем более, мы на плоту, это в том числе я могу починить плот. Это очень важно, да? Вот. А помимо этого, я считаю, я могу всегда развлечь. Можно поиграть в мафию, помедитировать. Для праздников. Ваши картостан. Я хочу... Медитировать, медитировать. На причине, к 10-й, если она не против. А, я просто исповедался. Так. Ну, 10-й просто это монах. Я думаю, она сможет исповедовать. Ну, проблема. Все до вас. А я... Короче, у меня полезная профессия, на самом деле, инженер-строитель. Я думаю, здесь вообще никто не... Все-таки, не, инженер-строитель не очень тоже. Не, ну это говно, на самом деле. Надо было удивить. Короче, смотрите, у первой, возможно, самогонный аппарат может... Вот надо узнать, он может ли он перегонять. Воду очищать. А у нас есть приезженный... Алло, ребята, вы к чему слушаете? У нас есть аппарат для очищения воды, да? Нам сказали, что после прихода пиратов мы можем остаться без чистой воды. То есть они придут, заберут наш аппарат. Не можем, не можем, не можем. Нет, мы не можем, не можем. Мы взорвем сейчас... Ребята, это у нас все. Привет, Коля, всем привет. Так, не торопитесь, мы отправляем с чем-то, а значит, они пришли и заказали у нас аппарат для очищения воды, и мы туда же. Во-первых, чел, не забывайте, что это условная игра, и здесь периодически, как бы, программист и какой-нибудь компьютерный техник, я не знаю, одни и те же выгоды и выполняют. Это несущественно, это несущественно. В данный момент это несущественно. В игре, потому что ты просил 10-7 лет, для того, чтобы ты не играй постоянно, тебе надо было чуть-чуть более полезно открыть. Инст? А какие, блин, хорошо. Что, я выставлять кого-то должен? Ну да. Кто выставлен? 9. Элджи привет. Так, 9 выставлен, 9. Да, давайте, давайте номер три, хочу, чтобы он побольше поговорил. Три. Мы все равно были одежки, пасть буду. Нир? Ты не с нами с нами. Ну, где нам интересно твоя личная история. Никого, никого не буду. Давайте дальше. Никого. Гидя? Представьте, 80 лет человек, какая у него сильная боязнь воды. Он тупо к ней подходит и даже в нее зайти не может. Она его отталкивает, как магнит. И просто Толик, представьте, визжащий от страха воды, летящий над водой с динамитом к пиратам. Как магнит, да? Вау! И взрывается, это будет как торги. Кому, о чем, да, вон, парню, тангус, наверное, не мой. Ангелина? Он забывает, что это условная игра. Здесь преподаватель информатики может быть программистом. Я специально уточняла эту инфу. Никого. Поэтому, ну, типа, молд. Рыжая? Никого. Он может заменить программистом. Не грусти, Люсь. Но, если честно, ну, Толян отлетает очень часто самым первым. Люсь, вы включи фонарик. И не дают ему поиграть. Толян, у тебя вообще есть что-то еще из того, что нам пригодится? Я говорю, спиздите, у меня хобби потом, если не знаю. Можно с трупа снять, так сказать. Так хобби уже все. Трупа нельзя. Хобби воровали. Хобби воровали. Кто? Нет, хобби не воровали. Хобби не воровали. Хобби, хобби нет. Хобби воровали. Ну, короче, смотрите, я бы... Ну, типа, я не буду никого выставлять. Ну, да, сейчас по характеристикам у Толи все, к сожалению, плохо. У нас просто проблема-то в чем? У нас и пятерка, вроде более-менее, да, жрать мы будем. И инженер, вроде как, и плот можем починить. Но и у одной, ну, пятерка говорит, что у нее по рофлу, то есть ей не нужен будет тройка. А 11, просто выставление. А 11 говорит, что нужен будет тройка. Ну, тогда девятка. Я сразу говорю, следующий. Спасибо. Толя? Ну, что, самое красивое, я думаю, это уйти к героям, так сказать. И когда уже терять нечего, в принципе, и на аквафобию уже становится полностью, так сказать, насрать. Как говорится, уже можно и на бутылку сесть. Привожу к себе динамит, приплыву, взорву. И единственное, что хотелось бы услышать, это ваши мотивационные речи. Ты наш герой. Неважно, как ты ее ходишь. Ты наш герой. Неважно, как ты ее ходишь из этого. Ты не надо, ловите тебя так сильно, как жизнь. Спасибо, Толя. Для кипячения определенная температура нужна. И на костре ее нельзя добавить, я правильно понимаю. Алена. Спасибо большое за слово. В общем-то, оно выставляю, конечно, девятого, потому что аквафобия, потому что 87 лет. Но, на самом деле, присмотрелось бы еще к паре человек. А так, в основном, у всех есть что-то полезное. Нужно смотреть дальше, кто руина, потому что пока что никто такого ничего не вскрыл больше, кроме только. Спасибо, Олегша. Палец Гитлера, здравствуйте. Здоровую сторону. Хорошо. Взаимно. Чисто для контраста. Итак, по 30 секунд. 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 Привет, Нишан, не поздоровался, перестали или нет, привет. А зачем ты цифру левшал? Молчание. Цифру-то зачем? Минута молчания. Минута молчания. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Сусть тебя к себе привяжу вместе по поводу старам. Разбелать. Лосая. Молка, Маркок, привет. Всем привет, ребята. Давайте. Спасибо. Так. Номер три. Нир. Скип. Номер три. Номер два. Номер три. Жапу-пто-треник. Блядь, старый. Такой чисто. Все, такой, на этом моя речь закончилась. Токсичный. Нет, ну он такой, да. Это я, блядь, бог, кринжи? Нет. Он это делает, как-то, знаешь, с особой своей атмосферой ебанутой. А ты кринжаешь. Что? Что? Что такое? Я на десятый раз поздоровалась. Как всегда, говно. Отличный третий секунд. Инспа? Я же сказал, король птиц. Король птиц. Чирик-чирик. Так. Сейчас будем голосовать. Приготовьте бумажечки с номерами. Делить три. Два. Голосуем против номеров. Делить три. Два. На счет три. Раз. Два. Три. Блин, у Нира девятки, что ли, нету? У меня буква Э, блядь. Ой, Максим, Максим, что я тебе сделала? Стоп игра? Я юзаю спецусловия? Угу. Вроде ходишь? Открытие карт в следующем кругу происходит с помощью жестов и пантомимы. Игра в крокодила. Открывающий карту не может говорить, все остальные могут. И так по кругу. Че? Есть такой ведущий? Или он хуйник какой-то сморозит? Короче, 11-й руина, идем нахуй. Гадать, что он показывает. Со следующего круга. О, мы тут еще на два часа. Прямо с тебя. Он руина. Со следующего круга, когда начинают открывать, кто открывает, он только жестами показывает, а остальные догадываются. А написать потом в своей полосе можно? А? Написать же можно потом у себя запрещенно? Нет, нет, нет. Если угадали, и тот, кто показывал, если вы угадали, что он показывает, то он напишет. Если вы не угадали, то он этого не пишет. Это перейдет на потом. Он скажет, он сможет сказать только потом, когда у него будет оправдательное уже. А как показать профессию, хобби, багаж малый, багаж большой? Как показать, что именно ты показываешь? Я думаю, он будет показывать. Учитесь. Мы будем задавать такие вопросы, и он будет кивать. Вы должны, да. Бля, ну 11-й это руина. Не, ну вообще это прикольно. Да блин, там будут спрашивать, потом направдательное. Так, ребят, 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 а что за милдеж? Мы еще, у нас Толик как бы подвиг совершает. Толя, давай на следующий раз Писуицин. Толя, покажем какой Малахов. Малаха Фахбар. Я все время запинаюсь на это честь. Слишком живоприязio. Альбебек. У него есть нога, да, а у него есть нога. Абубек. Абубик. Жига, например. Тара-та-та-та-ратар. альберт и испугалась видео включился испугалась копеют еще чуть не посралась а теперь последний выбор ваше судно быстро нагнали и специальными веревками с крюками подтянули к себе с пиратского корабля вас целились разношерстно одетые дикари это были явно выходцы из африканской страны и встреча с ними азнать смерть они спустили самодельную деревянную лестницу на плод интересно это значит что мы возле африки пока тот кого выбрали возился с динамитом и тряпками вы изображали непонимание терпение одного африканца лопнула и он стал на мостик автоматом указал на багаж и жестом приказал тащить его на камер прыгайте в воду когда поднимусь наверх счастливчик грустно улыбнулся я им сейчас устрою кузькину мать он взял ящик с динамитом и не торопясь пошел к пиратам поклажу он положил на плечо чтобы в случае если упадет или его подстрелят динамит неминуемость детонирует вы интимтивно попятились назад пират заподозрил что-то неладное и закричал скидывая калаш но вы уже прыгали за борт этот взрыв был виден даже под водой корпус пиратского корабля спас я не помню какие именно страны в воду со всех сторон полетели куски металла и дерево оставляя в ней причудливые следы вы сплыли на поверхность и увидели объятое пламенем судно в котором метались горящие фигурки людей похоже от взрыва на катере загорелось топливо или другая горючая жидкость плату тоже досталось одна стена домика неестественно прогнулась край близкий пиратскому судно загорелся и частично разрушился повезло что полезные вещи уцелели например опреснитель воды опреснитель воды аптечка и инструменты солнечная батарея снесло с крыши теперь нужно либо их заменять а и электричество есть как бы выводы у вас так что и да от плота осталось практически половина а значит теперь он удержит максимум пятерых работал выбранные вами герой спасла все кроме него выжили наблюдая как уходит под воду уроки ёб твою мать это минимум двоих самое важное решение предполагая что путь до европы займет не меньше полугода вам нужно собрать команду которая сможет добраться до большой земли нескольким из вас придется грести кому-то ремонтировать плод кому-то технику на нем а кому-то добывать еду и еще очень важно вычислить злополучного сектанта ведь если он попадет на плод то точно найдет способ потопить вас и себя во имя своего водяного бога закрывай камеру ты наш герой это ролик герои послушайте из того что у нас есть у нас есть инструменты у нас есть гвозди у нас есть обриснитель и аптечка да то есть это все что у нас есть нам надо добыть еду нам надо гребет мы не знаем там у нас на двух грибцов осталось или нет потому что у нас половина глотания поэтому флабер правильно говорит ребята мы сейчас будем показывать крокодила и нам нужно сейчас обсудить как у нас не должно быть флуда максимально показывает после этого говорят и он либо кивает дали перечислял малый багаж большой багаж малый большой еще какой-то будет он показывает предыдущий до него короче самая главная 2 грибца нам нужно подождите подожди нам нужно понять как вычислить этого сектанта я не понимаю что нужно вскрыть чтобы понять что что она где угодно может быть где угодно может быть я считаю это в багаже может быть его фигурка его вот это вот херни может фобия допустим фобия электроприборов ангелина ангелина есть если у вас 11 такая фобия какая-нибудь конченая про электроприборов ангелина и нам нужно вычислять по фобии этого человека у меня нет фобии я вскрыл еще кто еще у нас человека 4 вскрыла нас парочку я вскрыл обе нет у нас вскрыли у меня показать фобию но она безобидно на этом кругу не обязательно на этом кругу не обязательно фобия а потом мы двоих вы у меня изи угадаете то что я захочу фобия у меня не страшная фобия на самом деле надо бы вскрывать ну вот молода и проще всего она короче я тогда тоже вскрою хуйню вы догадаетесь лялька у тебя угадывает второй или да ладно мы погнали а так подожди мы можем говорить когда можем можем мы можем говорить и ребят сейчас левша ровно когда минута заканчивает что левша вскрывает стает показывать показывающий ребят наводящие вопросы по поводу малый багаж и так далее не все вместе власти спрашивается вообще все стоп-флут минута лучше здоровье 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 не чувствую запахов не чувствует запахи как-то не восприимчивым запах запахом не чувствует запахи но это поби-19 вообще не чувствует не чувствую запахи потери обоняния левша может это написать напоминаю если вы не угадали то игрок не может писать он сможет сказать что он показывал только если вы его потом выставите и начнутся оправдательные речи руине очень легко будет мне не показать что-то тут пожелание от моего со сценариста ребятам и от меня тоже попробуйте думать глубже больше думать глубже это мы умеем давай ален твоя минута это женщина грудь большая грудь женщина большой багаж женщина женщина это типа билана вскрывает около тридцати покажи типа ниже выше да ты можешь показать рукой ты можешь показать рукой покажи сначала 10 покажи несколько раз да тебе 80 около того около того около того около того 50 50 50 50 50 40 чуть повыше чуть повыше выше выше 61 62 62 65 все стоп ну понятненько я специально не говорила ну была один твоя минута думаешь нельзя было это говорить ну да но она сказала женщина 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 большой багаж беременная женщина большой багажа ребенок у тебя в багаже дефибриллятора дефибриллятор зашли я зря кстати начала показывать дряк стать на дуны ночи показывать ну просто мне надо это вскрывать просто мне надо это вскрывать давай рыжая два раза по 30 у тебя будет а дефибриллятор это хоть где был давай что где женщина 31 31 год 13 19 19 19 19 молодцы какие у нас тут еще прошлая минута не кончилась у меня безможные часы закончились давайте в следующий раз крокодила соберемся уже заходим прикольная же идея было но короче меня могут из-за того и из-за другого понимаешь меня могут из-за всего что у меня осталось в принципе меня могут ебануть можно было фобию скрывать здоров хроническая усталость сонливость не может спать больше много спит геморрой мальчик может быть я не знаю я лунатик мы просто знают как люди лицо делают к геморрой это здоровье меня затопит я ступила начала показывать паника у нее фобия она боится красивых женщин а на жмец воровала красиво схватиться левшана я кого хрена гидя твоя минута у меня сложные карты в принципе я какой мигрени на себе вы быстренько не показывает здоровье водитель у него профессия а здесь обманывать же можно да мафу можно обманывать вообще каким мощным нужно было чтобы сначала узнали женщину из пига давай готов у тебя не стоящий патент импотент а сколько лет здоровье импотенции и здоровье патент 55 лет импотент 55 лет импотент так и потому что я не могу врать нельзя врать ты такой профессия даешь ты пилот профессия ручка лесорубь бейсболист теннисист теннисист дровосек старатель строитель охотник ремонтник рап лесорубь 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 плотник плотник вау это мы все угадали в принципе я угадала рау нет это профессия это профессия рада максимально так и что вот это со шляпой было да это профессия десятый номер не мог показать возраст итак а теперь выставление ну универо заканчивая тут шляпку бросал у меня есть легшая выставляешь и почему коротко мммм второго потому что на хуй сам себя это я выставлю а сколько их вы должны выгнать сейчас одного одного я пока восьмого выставлю любимый пока самый подозрительный 8 принят но у него фобия только нет а и не открыт ну не открыт немало небольшой багаж плюс по я думаю проблема фобии у нас сейчас не факт возможно что это в багаже это не я тоже возможно трезубец багажа лол пока я просто подозреваю больше всех именно как руину а вот четвертый не очень а так подожди я большой багаж открыл алло я большой багаж открыл я большой багаж открыл а что ты не писал у нас общего обсуждения нет общего обсуждения я открыл один из багажей ты говоришь алена четвертый пока самое такое у него мигрени это псих психологические нарушения так я не знаю как вы выставляете всего довольно у всех довольно полезные на самом деле вот нельзя же писать вы же угадали можно если мы угадали можно написать на самом деле у меня сам подозрительный еще третий потому что у него тоже не вскрыт ни малый ни большой багаж и как бы он сидевший именно для именно это как бы роль такую играет и то что он говорит может своровать может своровать такая отмазка принято владе пока пока я наверно выставлю пока я наверно выставлю 4 потому что скульптор там муж на час нас принципе есть плотник который еще женщина 30 лет но как бы 30 лет опыт есть то есть нам нужен плотник нам нужно ремонтировать то есть у нас уже есть тот кто будет ремонтировать и у него скульптор я хотя бы открыл фобию свою и открыл большой багаж я сейчас открою малый багаж его мне уже будет какая-то уверенность потому что профессии профессия не будет вот и на принципе все у меня там больше еще здоровье открою поэтому я выставляю пока четверку вот а там будем думать я выставляю 10 потому что она единственная не смогла показать свою характеристику возраст ален ты не можешь руками показать сколько тебе лет ты тратишь на эту минуту это тебе сколько там сто пятьсот миллиардов лет это не важно вот я смотрю на характеристики монах что-то костюм посадить самолет у нас нет самолетов мы на плоту понимаешь на слава богу что есть устройство для очистки воды и так далее и ты не показываешь всю минуту свой возраст как так теперь можешь возраст сказать написать все я говорю а так она горошка мы же не угадали мы не угадали причем прикладки плотника нам нужно по условиям типа до 5 то есть 1 2 мы тоже дать там 6 8 мы гребцы типа ну образно я точно 8 нам поможет потом у нас остается грубо говоря 5 там надо птиц словить окей тому левши инженер тоже пускай будет хорошо сейчас надо решать 4 либо 10 я полностью властен мир тоже у него психолог у него только сити полон кто-то сэви там если какие-то фобии и так далее да тогда нам нужен мир и все так на четвертый а то 10 сейчас решать кто из них уходит вот и все а кто не выставлен 4 50 кто не выставлен все оба выставлены а ну все спасибо так я смотрю все зацепились за малый багаж я его вскрою в следующем ходу чтобы не было подставы и руины потому что переживают я тоже стек вот владима с тобой получается вскроемся выставлять никого не буду хорошо били так раз муж на час уже в принципе не актуальная хобби потому что есть достаточно людей кто имеет это то стоп игра я забираю нейропсихологию выставить а я доставлять нет сейчас мира не надо трогать сейчас номер десять самый бесполезный хорошо не убирай психолога гидя психолога дописывай гидят и выставил номер десять десять выставлен еще кого-то выставляешь нет все хорошо мир ну я могу только одно если бы я был руины я бы первый доп информации не выкладывал бы отсидел два года за разбой это супер тупо и учитывая то что я выставлял типа боюсь крыс таксиста значит то что у меня все остальное есть то что сказать вам поможет дальше по игре вот вы можете выбирать все это неоправдательное а все понял ну короче я не буду никого выставлять не имеет смысла инст так я короче да я считаю что 10 выкидывать на этот ход однозначно не гидеона даже если у него есть психология сейчас помогает психологи нам не нужны я думаю но у 10 все очень подозрительно есть вероятность что у нее очень большой возраст это раз второе она не вскрывает еще не скрыл еще ничего не возраст высокий считается от 61 по моему ты не написал себя кстати я не вставляю а его не выставили ребят у кого угадали все напишите пожалуйста у нас не у всех открыты фобии поэтому психолог нам пока что надо голосовать в этом ходу за него нет абсолютно никакого смысла и я никого выставлять не буду потому что все номера выставлены хорошо выставлены номера 8 3 4 точно в таком же порядке у нас начинаются оправдательные речи номер восемь владеет на 10 еще не понимаешь меня выставил лишь а может у него есть к специальное какое-то условие хотя он его уже завязала специальные условия это очень странно потому что я открыл большой багаж открывал я его именно потому что дефибриллятор показать было гораздо проще чем все остальное сейчас я еще вскрою багаж маленький и тогда вы вам не будете уверены останется еще вскрыть здоровье я открыл фобии у меня ни одной фобии нету я тяжел отлет поэтому я смогу помочь чистому гребсти нам нужно 2 греблера и что мне там а мужчина 42 года то есть дееспособный поэтому сейчас а ну вы я вы охерете с моего маленького багажа он будет мега имбовый прям мега имбовый я ввода последних тел его открывать но если сворует ничего страшного то что у меня есть профессия которая стакается с моим багажом маленьким спасибо номер 3 не ртвые 3 секунды ну короче как я уже сказал вы можете выбирать все что угодно что у меня осталось мне нечего скрывать у меня все остальное имбовое поэтому я в принципе открывал все самое говно и вот вы видите моё говно то есть это ничего что может заруинить игру то есть все остальное можете выбирать на свой выбор плюс дополнительно у меня еще и ну плюс дополнительно если вы по кому-то беспокоитесь я могу так сказать его чекнуть могу так сказать вот если вы по кому-нибудь будете беспокоиться в дальнейшем я могу проверить это вскрытие ну да ну вот короче все то есть ну от меня явно будет больше польза спасибо спасибо придано гидеон твои 30 секунд извини перебью положи просто часы там сказали что ты не озвучила что 10 это уже выставлено потому что я же ее выставляла 10 ну так после 4 4 ох этот чатик чатику привет не остались скип скип окей ну да и дальше алена но на самом деле я конечно не хотела бы вскрывать свой возраст вы правы тут ян потому что мне больше 61 года это уже считается пожилая чумичанка как бы поэтому нет разницы сколько мне лет как бы живу не сдохла и ладно как бы я понимаю что скорее всего вы будете меня на этом ходу скипать вот считаю у мира полезная штука если он не были будет потому что все-таки сейчас еще блеф и вранье не запрещено он же не вскрывается на этом ходу поэтому но я как бы не знаю насчет этого я буду открывать разве так боитесь фобии если я доживу конечно вот у меня там ничего такого нет психолог мне не нужен потом как-то так если доживу конечно все спасибо ребят у нас начинается голосование против номеров 8 3 4 10 определитесь за кого-то очень против кого вы будете голосовать подготовьте бумажку и на счет 3 все вместе будем показывать напоминаю номера 8 3 4 10 может быть все по-разному не 12 12 не выставлена мне нужно использовать его чуть позже еще не могу что он у нас еще не смогли на не навряд ли руины часто им более на прошлом году это было не актуально вы все в одного голоса забейте но да я много короче google 8 3 4 10 на счет 3 1 2 3 стоп игра я юзаю спецусловие у меня спецусловие все должны переголосовать заново но не за меня подожди другого человека не за меня была не подними циферку какая у тебя была у тебя тоже было 10 у всех было 10 не у всех там кого-то еще вроде была другая цифра у всех кроме себя может быть 8 3 4 10 условия проголосовать против любого другого на кого мы выставили но доходя на 8 3 4 10 хорошо подумайте 8 3 4 10 она то это и стоп игра в такой момент она могла сделать это раньше до оправдательных карточки подготовили на счет 3 раз не подожди я тоже спецусловие завязаю просто друг меня выкинут просто чтобы чтобы оно полезно без лишнего фуда да чтобы оно полезно было спецусловие открываю карту любого игрока вот что я не знаю выживу я или нет хочу до проверить гидеона что ему открыть лучше нет любую так и сам говоришь хорошо хорошо мне все равно уже еще раз жесткий дом багаж и фобия профессия не вскрыто да да это тоже не знаю что ну 2 и блять ну ладно это рандом дай большой багаж большой багаж мешок картошки я вам помог говорит спасибо не если что 834 но без меня поставлю тихо раз два три 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 десять три и много в три мяч 4 мир у тебя что у него 4 было на 4 алены ангелина это восемь четыре три обладить а что было не опускай у тебя было три у левши 888 у тебя было 8 но все равно у 3 больше платья чисто рандомно потому что знала что в тебя не вкинут нет вы хитрюшься скинули но ты можешь меня подозревать только за счет малого бога ребятки больше всего голосов против номера 3 последняя речь или что да ну короче могу сказать так вам нужно определить куда вы плывете вот вы же не знаете куда плывет европу ну а как бы как вы найдете европу короче плюс вы еще не знаете кучи всего я же вам сказал у меня все имбовое осталось ну типа можете могли бы могли бы выбирать все что угодно вот короче удачи вам по игре я считаю что руина скорее всего четвертый то есть он у меня своровал реально полезно учитывая то что у него было одно говно мигрени это психологическая херня вот и учитывая так сказать его первый ход психологическая мигрени ну да ну это нарушение головного мозга это нарушение головного мозга ну да ну короче мне кажется что четвертый вот скорее всего чего-то кажется так кажется 10 вот ну ладно вам удачи по игре дальше сами разбирать мир про всем я ничего за что пойдут смотреть обидно не жалко что вы малый багаж не своровали у него а вот было бы чем воровать минутку общего обсуждения я не хочу на кидаю вообще он намекал короче короче левша ты меня подозреваешь только он только по допредине что у меня не вскрыт малый багаж да не между 3 4 и 8 я про тебя больше но я смотри не ну смотри у меня не вскрыт только малый багаж это то что может быть руиной это типа профессии которая в малом багаже не могла быть руиной так он вскрывал профессию и хобби понимаешь вы вспомните видео топ инфа картография могла быть крестик вот этот крестик показали трех зубец я не хочу накидывать сейчас прости димас перебью тебя а у нас да вот правда димка сказал про то что у нас деревянный вот этот вот на деревянный да но это уже называется резьба по дереву а это не плотничество в законах этой игры это то же самое короче ребят я считаю так что нужно вскрывать всем фобии и это мы сможем выяснить нужно скрывать не надо я сейчас объясню макс да почему в малом багаже это ты нож хочешь найти или что я сейчас объясню что ты хочешь найти мало трезубец мы уже нашли он валяется на полу тебя бояться нечего трезубец мы нашли это немалый багаж маммак макс не надо призывать никого голосовать ой открывать что-то одно потому что ты таким образом я вам я не призываю я вам говорю просто человек мы его выгоняем ты гарантируешь что это фобии вот и все вот что я вам говорю имейте виду когда вы будете голосовать против кого-либо если думать реально смотри у тебя трезубец деревянный кто он с деревом работает пока только плотник вот я подозреваю один даже больше но в то же время 11 и 1 это левша а у тебя малый багаж открыт хоть и большой у тебя только большой открыт но это странный в кит от левши он очень странно если вы подозреваете плотника вы просто потом останетесь без плотника да у нас смотри гель все очень просто я ремонтирую технику я могу починить солнечные батареи у нас будет работать водоочиститель понимаешь все нормально с водой все нормально ребят 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 так начиная с ляльки открываем по одной характеристике в следующем ходу кикаем 1 очень много разных характеристик каждая по-своему хорошая воровать их у меня уже не будут поэтому я даже не знаю что вам больше нужно у меня охренительное хобби у меня абсолютно безобидное здоровье точно такая же фобия безобидная но и есть доп инфану которая вам в принципе особо сильно ничем не поможет касательно того что я плотника говорите любой кто умеет управляться с ножиком той же самой резьбой по дереву можно увлекаться чисто по доп инфе или по хобби не обязательно для этого по профессии быть плотником и к сожалению меня выгнать вас не получится иначе вы утонете помимо этого у меня есть еще дополнение к этой же самой еде у меня есть самогонный аппарат который можно использовать для очистки воды не факт что наш человек который умеет ремонтировать сможет починить солнечные панели они заработают у нас будет работать очистка воды солнечные панели можно для чего-то еще использовать а тут не нужна солнечная энергия для того чтобы чистить воду спасибо я ничего не открыла давай ребят есть обе есть здоровье есть форуме в этот раз я доверюсь вам обе обе или здоровье да фобия а герантофобия я боюсь пожилых людей мы всех выкинули абсолютно нет нет не все здоровые молодые не все поэтому я вас не вскрою у нас один стыни вскрыт так у нас не очень спасибо и 10 и 11 и плюс у нас есть психолог спираться и не старайтесь пожалуйста укладываться вскрытие тоже в эту минуту а не так как вы минуту разговариваете и после минуты начинаете вскрывать во время минуты также идет вскрытие давай короче забирайте пока что мы что я буду скрывать ладно короче вскрывая уже 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 воровали хобби я большой вскрывал малый у меня имба я потом его короче вскрою пока он нам не нужен и есть у меня хобби ремонт оборудования то есть я сворвал ремонт техники сейчас у меня я вскрываю ремонт оборудования зачем то есть я в профессии ремонт техники на смотри у меня получается нет ремонт бытовой техники это dobrinfa а сейчас я вскрыл хобби ремонт оборудования то есть причем ее я потому что я не хотел это вскрывать пока это это могли своровать поймать хобби у меня строк сейчас уже скобе своровали я поэтому вскрыл и воровал для того чтобы зафиксироваться понимаешь поэтому по сюжету нам нужен гребет гребет вам нужен неважно несколько ладно не суть короче у нас не может грести это не это неважно у нас все здоровые молодые в общем нам нужен ремонт точно что-то еще вспоминайте есть картошка у гиги это короче так просто по столу все-все-все-все все я передаю код ну конечно открыто все за ремонт техники спасибо спасибо до конца игры без общих обсуждений едят давай короче старый красава он себе сто процентов за столбил слот потому что было два человека которые претендовали на ремонт оборудования техники он оба себе эти забрал соответственно он остается один одиннадцать между ними две условно одинаковые профессии то и другой для ремонта плота подходит поэтому один из них получается кто будет более руина можно выгонять затем у нас еще не все фобии вскрытые пока что я могу контрить фобию одну из потому что то что алена говорила типа боязнь красивых женщин я боюсь что как раз мало у гели да у гели извините смотрю на гелью говорю алена царян я просто везде на груз смотрю не особо отличающих и получается что боят боится красивых женщин до потенциально любые молодые девушки то есть да например люся соответственно у нас по любому еще психолог должен держаться плюс мне есть еда я вскрываю фобию это ужасно конечно но у меня ребята космофобия я очень боюсь космоса поэтому если я вылечу вакуум я скорее всего умру она в принципе так со всеми работает но я еще и при этом буду орать как резанный меня никто не услышал потому что да мне все спасибо дальше гель какой дурдом происходит так давайте наверное я все-таки вскрою малый багаж и прежде чем вскрою я напомню видео было была информация о том что у нас проблемы в ночное время то есть у нас получается проблема с добычей огня в частности то есть мой малый багаж это огниво то есть это явно не руина это то что позволяет нам добывать огонь и то что позволяет нам огонь еще в том числе карту деревянным на блан деревянным да ну образно говоря ли замрили например туры не значил нет 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 это понятно да ну что ли брав не играли вот ответ на это зажечь факелы это светить путь то есть в любом случае мало того что это полезная вещь так электроники нет нет здоровья здоровья здоровье не вскрыто старый не общее амигрени то у кого подожди угеди а я все у меня теперь вопросы к флагеров что он ничего особо кроме рафтинга не вскрыл вот ждем что флагер скажет что мне сказать мне больше ничего не надо давайте вот вам скрою что-то грубо говоря то дальше такие мелочи там багаж скрою там и либо профеть еще хотите там без разницы уже вот такие вот 10 11 смотреть и гелью возраст потому что у нас там с возрастом какие-то проблемы а у меня мужчина 20 лет до возраста ну все только дима остался ну дима то на чтоб скрывал потому что нас там у кого-то проблема есть а у алёны мы уже поняли 60 плюс какая разница если пожилые после 61 года вы говорите мне больше 61 какая разница спасибо рыжа в общем мне кажется на этом ходу уходит алена я там вот и поэтому открою что-то не очень важная потому что большой багаж не 8 боюсь открывает у нас и ним вовый еще не не варом трезубец а его еще не варом трезубец а его еще не порвали немаленький багаж его и у меня не тоннят гелина краснилась она знает это прекрасно она все равно открывает огнило в маленьком багажа ну то есть не боясь этого не это очень круто флагер открыл ребята на видосах там рот работе костер на плана на плату у нас был на видос короче смотрите что у меня получается по итогу какова моя полезность во первых у нас два должно быть два грибца если ты просто подумай про физику нас есть плод если один с одной стороны будет грипп steam он просто будет вращаться по кругу вот в середине и в бой другой может ну вот я про это тебе говорю что в любом случае может не я но все равно и должно быть свое хобби я вскрыл свою биологическую инфу 42 года мужчина нету фобий у нас был крокодил который кстати подставил нам левша конкретно он это сделал потому что под крокодила очень сложно что-то такое это такое открытие приходится вскрывать то что легче объяснить я объяснил большой багаж где у меня был дефибериатор и при этом при всем лишь а мне да я буду открыть у меня остается профессия здоровья до инфа и багаж маленький хорошо я вскрываю маленький багаж это тоже огромный риск это очень огромный риск ладно я его вскрою для того чтобы стол теперь четко понимал что я не руина багаж маленький потом я вскрою здоровье там ничего страшного нет абсолютно багаж маленький удочки с набором крючков с плота нас птицы не факт что они еще будут там потому что мы в открытом море это то есть птицы должны либо над чем-то ну я ну птицы края да ну это очень сложно причем птицы которые у меня пипец по картам я вам потом расскажу чатик и как-то их применить очень сложно но все имба более того моя профессия с моим маленьким багажом насколько жестко стыкается вообще целиком и полный спасибо большое алена но я так понимаю что в этом ходу вылетаю я сначала скажу что я думаю по столу им ха самая полезная анжелика потому что она женщина 30 лет у нее есть смогут аппарат который может выступать как дистиллятор для воды она плотник то есть она в любом случае даже начинить но тут у левши конечно тоже смежный он инженер-строитель в принципе я думаю инженер-строитель может спать справиться с починкой плотан но прикол в том что начи не скрыл свое здоровье я так понимаю да и он еще и фобия в потере обоняния а точно он еще не вскрыл свой возраст вот он не скрыл свой возраст вполне возможно и фобия до геля там поменялось так что я думаю там у него что-то было что у нее было что-то хреновенькое так что имейте ввиду на следующих фото мне кажется кого выгонять смотрите еще у нас по моему ни одним багажей не открыла алимсия но я что-то пропустил прошлый ход я ее почему-то забыла записать вот смотрите вот у гели огниво и все такое у нее нет ни одного ни одной вещи которая связана была бы с электроникой подумайте может быть она руина и боится электроники у нее ничего такого нет то есть лом от лу птиц там у нее там какие какой-то огниво еще что-то у нее вообще нет ничего с электрониками по максимуму для стола полезны вот у меня нормально такие остальные штуки но я выложу самую имбовую вам на стол как бы я уже все равно хожу вдруг кто украдет позариться так сказать у меня цифилис который передается через кровью половым путем так короче смотрите я пока вы давай так 268 я думаю получается на самые полезные да выходит потому что макс чинит все соответственно мне пригодится четвертый пятое значит знать для чего мне пригодится четвертый я вскрою свой возраст я женщина 45 лет я такая сочная я кстати напомню что я женщина я встроитель и там было очень много девяносто летний сука и по работе контактировал я со мной большим количеством мужчины то есть я на опыте я всегда следил за собой я в 45 лет просто выгляжу пушка блэд тогда это херово для пятерки и при этом ты выглядишь как шлюха написал не вот и у меня потеря обоняния то есть у меня запах в общем смотрите я думаю первое вот у меня просто в голове вот то что у первые трезубец деревянно она плотник при этом она со мной стакается мне она не нужна на этом плоту вот так кто с тобой стакается не понял вот я тебя перекрываю не стакаюсь с тобой вот ничего не перекрывать то есть это плотники инженеры плотник смежная похоже на смежно тем более трезубец еще а вот кто руина как у тебя корона дима кто лечить то будет какое мнение корон просто потеря обоняние корона у тебя это последний короче и я думаю корона спасибо за корон дим мне показалось или дима оговорился о том что он женщина женщина 45 лет вообще-то 45 лет женщина вот я не услышал я не говорю я услышал в целом что ты сказал я женщина а в возрасте я не услышал он скрылся он бэбэ еще не там мир в чате написал ты зачем меня тогда убил лучше левша не скрывает фобию имеете ввиду ну просто мне надо было кого-то блин монах сифилисом монах сифилий левша выстави меня пожалуйста я говорю я поговорить хочу алена а как же обид безбрачия ты же монах я будитель по-моему она нас обманывает она не монах левша это точно твоя сестра нет ребят ах какой ты руина да не это не перебарщивай я не видела начиная с ляльки ну я думаю все согласятся да что к сожалению у нас получается алена напортовала таких карт просто самых бомбовских к сожалению ален я я выставляю тебя и буду голосовать себя были бы у тебя карты лучше я бы за тебя держалась монах 300 лет но не 300 лет ну да короче на всякий случай чтобы избежать не понимаете и каждый раз мне какую-то хуйню дает который включили соленый когда она заставила себя и нам пришлось голосовать код другого я предлагаю по выставлять еще некоторых кто вам не нравится поэтому я выставлю скорее всего одиннадцатого я вот думал сейчас там еще можно выставить куда типа восьмого ты хотел заруинить и и еще кого пятого по моему или первого что такое короче но второго понятно да сразу же вот я все спасибо так подожди а кого-то 11 духом за нами летать монах сиделем костюмом спонсбоба разлагайся молчи пожалуйста ну да я не буду шутить хотя пошли что потому и мертвый потому что левша абсолютно бесполезный возраст и скорее всего у него где-то там огнестрел поэтому за это нужно переживать плюс у нас еще потенциально есть пара не выставить никого я очень прошу чтоб выставили меня потому что как бы есть что сказать очень надеюсь на фабера гиди ты же сказал алена да ну да у меня вот сейчас что-то со звуком вроде сейчас уже все предлагала я не услышал ангелина периодически тоже этим спик молчит а я думала это у меня только лагает а у меня вообще не лагал не у меня тимспик вообще не лагал ни разу все так флабер алена играет короче она просит потом смотри чем прикол допустим максов сто процент уже не трогай макс не руина тут понятно допустим у меня то что все порядке тоже не трога да потом нам надо решить типа если пша хочет убирать 1 надо решили по первого либо двоих берем потом нет они 60 игру потом теперь так рассуждать нам наш найти руину типа не непонятно как он будет работать и что он типа делает по поводу кто нам этим не могут спойлерить не могут спойлерить потому что мы не можем открывать стату мы не можем говорить мы не можем говорить выставил я специально уточнил никого отлично алена я только поговорили что выставить за больше вдруг кто-то ультанет и таки все никого не выставляем короче я понимаю что я на этом ходу ухожу поэтому я вскрыла собственно бесполезную херню вот у меня неплохие остались штучки но уже после боя кулаками не машет вскрыла чисто паров у чтобы поржать вот посмотрите пожалуйста пятую у нее вообще нет ничего по поводу электроники возможно у нее какая-то штука которая ну то есть у нас же ненавидит электронику поклонники идолопоклонники так скажем вот поэтому там подозрительно и если честно вот кроме двух статов у шестого тоже ничего особо нет у него там он сейчас так утверждаешь вот я нормальный там 8 нормально тебя приплетает просто к нормальным да я выставлю шестого потому что у него принят у него оправдательное и один вставляю один я нир без стрима смотрите у нее со мной пересекается следующий раз геймер я знаю что я мирный соответственно мне по-любому я надо убирать стало потому что 2680 но под них не сыграть считаю 12 седьмая девятнадцать лет а у 5 я напомню фобия закрывал фобия у ней фобия боязнь красивых женщин или там написано молодых написано красиво мало ли вы если потом это как-то будет пересекаться к тому что и у нас получается 175 вот один игрок для меня спасибо итак а у нас выставлены номера 10 11 5 6 1 никто никого уже больше не стрелял на 7 не устрою все теперь оправдательные речи по 30 секунд номер 10 но у меня кроме возраста и здоровья все конечно было отлично просто уже но вскрывали такие вещи я хотела фобию вскрыть у меня там ничего страшного фобия уже воровали вот неважно собственно после боя кулками не машут так что бесполезно что-то говорить в этом плане я знаю кого проголосует посмотрите пожалуйста 56 ребят потому что ну действительно очень странные вскрывают ребята очень странно вскрывается 6 он постоянно говорит типа вот я вскрою все скрыли бесполезные я вскрою бесполезное нет чтобы полезное что-то открыть поэтому мне кажется у него там что-то есть вот и посмотрите гель у нее может быть реально руина потому что она боится боится как бы женщин у нас тут женщины на плоту плюс еще естественно то что у нее нет ничего связанного с электроникой почти у всех есть спасибо смотрите вы сейчас начали такие первые второе там третье начали там четвертый и гв-пятый говорите такие о надо возраст левши надо возраст левши наверное этот но я такой окей все мало в багаже огнестрел наверно короче я напомню смотрите я открыл что я женщина 45 лет я инженер строитель у меня медитация набор ведущего о игре мафия вот потом у меня маленький багаж это что мне осталось вот и кстати насчет игре псти у нас же мужчина 38 лет 4 может гребсти не обязательно восьмой для этого поэтому как ты будешь пяти птиц на полгода в открытом я быстренько скажу во первых я считаю что брос от 10 номера о том что техника как бы у всех есть это необоснованно посмотрите сейчас у каждого у себя в том числе у кого есть кроме старого техника хоть где-то ни у кого никто не вскрылся тем что у кого-то есть компьютер айпад и прочее какая-нибудь ненужная хрень но электроника ни у кого этого нет попрошу обратить на это внимание первое здоровье потому что там тоже странных нужно краснять я готова уйти я не руина но я готова уйти если я вас смущаю потому что здесь нужно играть у меня тудочка не вот здоровье соответственно дальше по поводу шестого номера флага говорит о том что я грибун и все за бс я молодой мужчина 20 лет соответственно я тоже могу грести и проблем никаких не будет нам нужно несколько человек которые будут грести нам нужно доплыть поэтому здесь я признаться честно не вижу никакого никаких проблем кроме всего прочего боязнь красивых женщин но это не значит что я хочу их убивать правда я просто буду держаться от них подальше общество без баб и мне это вполне достаточно если он увидит по мне пользу он меня по цвет если не увидит но я буду просто подальше по четыре трансляции человек но вот я говорю если он увидит во мне сильного игроку нам нужно сами как мирного игрока хотя бы с сильного игрока как мирного игрока который доплывет гиди пожалуйста это твое решение если нет я Я буду держаться поближе к мужикам. Вот и все. Спасибо. Так. Ну, здоровье там, может быть, он... Он храпит. Здоровье он храпит нормально. Хобби? Хобби? Хобби воровали. Хобби и хобби воровали. Хорошо, ну все, я так вскрою. Да что мне говорить, у меня нет ни одной руины, ничего плохого. Типа, говорить то, что о, я пипец как нужен. Ну, типа, чемпион по этому рафтингу, как я понимаю, то... Да, конечно, никак не вывести, господи. Я заруинилась тебя еще до этого, а когда я встреловодку... Ну, типа, человек разбирает меня. Мне надо злофобию вскрывать. Просто подумала, что они не будут так настаивать на самом возрасте. Я тоже, что я женщина в предыдущих лет, и все. Да, потом по поводу храпа, это, типа, нечетково огнестрел. Ну, там вскрывать огнестрел, меня-то убирать. Ну, типа, у меня ничего плохого такого нет. Мне безнадца, если надо уйти, я уйду тоже. Да, вот лет именно. Давайте я такую же позицию выберу. Ничего плохого в этом я не вижу. Вот такие вот слова. Спасибо. Спасибо. И последняя лялька. Я в заключении. Хотела еще раз, ребят, сказать, что плотник, это не значит, что я могу вытесать из дерева этот долбанный трезубец. Это может сделать любой взявший инструменты, которые у нас есть на корабле. Так что плотник, это еще ничего не значит. Помимо того, что женщина здоровая, 30 лет, плотник, я сильная, значит. Соответственно, я могу подчинить вам плот, я могу вам сделать новые весла, на случай, если какая-то залетная акула захочет нам их отгрызть. Или, как в рафте, грызануть наш плотик, его можно достроить. Есть абсолютно автономный самогонный аппарат, который может нам очищать воду, и нам, в принципе, солнечные панели можно использовать для каких-то других потребностей. Так что я думаю, смысл, в принципе, голосовать сейчас мне нет абсолютно никакого, поскольку я полезна. И у меня есть еще одна полезная вещь, которую я открою на следующий ход, и она нам нужна обязательно по условию, помимо починки, помимо плотничества. И Дима, ты очень странно кидаешься, сначала в восьмерку, потом в пятерку, потом в меня. И все трое на своем этапе, когда ты в них вкидывал, они нам были полезные. Да, да. Не руина ли ты часом, а? Спасибо. Абосыш. Так, двое, наверное, будут против Димы. Итак, ребятушки, переходим к голосованию. Напомню, номера. Десять. Блин, я не знаю, против шестого или против один этого голосования. Одиннадцать – это Левша. Пять – это Ангелина. Шесть – это Флабер. И один – это Ялька. Определились, кто против кого будет голосовать. Подготовили циферку. И насчет три поднимаем. Раз. Раз, два, три. Все против меня будут единогласно, кроме меня. Второй раз. Ну, понятно. О, теперь время ультануть. Шучу. На этот раз. Всего лишь одна смеша слава. Ален, Ален, оглянись назад, оглянись назад и посмотрим на свою руку. Огляни вокруг, оглянись назад. Сифилисный монах в одежде спанчбоба. Ну, просто Алена вытащила короткую соломинку сегодня по характеристикам. Обычный вечер в Краснодаре. Он, как бы, вот сейчас, мне кажется, Дима такой сидит и говорит, вот, все, она мне не сестра, как бы, понимаете, вот у нее сифилис Дима, а инцест-то, как бы, дело семейное, забыл уже, да? По этому поводу, откуда тут сифилис у меня взялся? И Нир, вы думаете, что помер-то? Заразился? Это все Дима виноватый. Вот смотрите, смотрите на один из этого. Он там, мне кажется, угоняет, не просто так вкидывает. Спасибо большое, ребята, за игру. Я не руина. Поэтому ищите, у меня только вот эти два статы. Ищите среди тех, кто остался. Пятый, шестой для меня самое подозрительное. Ну, и Дима чуть-чуть, чуть-чуть, какого-то странненько отыгрывает. Спасибо. Так. Какая заботливая, все в семью костюм, спать в области, сифилис. Раз, два, три. Алена, по-моему, камера у нас потом включит. В следующем ходу, будем в Киле, в Киле, в Киле, в Киле. У меня просто потерялась заглушка для камеры. Немного найти. В следующем ходу кикаем двоих. Все услышали? Малоксы. А, все обсуждение. Нерлох, утонул и подох. Короче, мне кажется, что с Нерлох, асфилика подох. Между 1, и 11, 100%. Я его подбью не вскрыл, но он вообще был гелий. Короче, ребят, если вы видели, нам надо 100% закрыть вопрос с едой, и мы будем несколько месяцев лейть. Единственное, я не очень высоко летят, когда они прилетают, они летают очень высоко. По чайкам получается. Короче, вопрос с едой полностью закрыт у меня только. Я сейчас сделаю, наверное, блеклый, чтобы вы не путали случайно. Платье, ты взаимозаменяемый с едой. Нет, она птицу не может вылавливать. Послушай, нет, 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 нет. Да дайте мне сказать, боже, Платье, я понимаю, что у тебя вопрос с удочкой закрытый, я это все прекрасно понимаю, я тебе лишь о чем хочу сказать. О том, что костяк птиц мигрирует также за рыбой. Так моряки вылавливают рыбу, они узнают по чайкам, где она находится. Таким образом, нам это будет гораздо легче сделать. Плюс, если мы, соответственно, будем забирать какую-то часть птиц, будет хорошо, у нас будет сбалансированный рацион. И еще, я забыла добавить, что рафтинг... Давайте вот так. Профессия диетолога. Уже вскрыла заочина. Вы не просретесь, как говорится, рафтинг. Спортивный слаб по горным рекам и искусственным грибным каналам. Просто, ну так, на будущее. То есть, получается, у нас в Грибу те, кто могут это делать. Платье, что на крючке вешали? У нас сильное есть. Ты имеешь в виду, что мы не в реке? Да, ну то есть, что мы не в реке. Я просто к тому, что у нас рафтинг, конечно, хорошо. Там гребли не ограничены никакими доп. условиями. На самом деле нам даже шестой в гребле не нужен. Надо это признать. Надо это признать. Нам шестой в гребле не нужен. Соответственно, только в четыре, шесть, восемь их еще. Восемь их еще. Вы все слышали? Я сказал, я ночью кого-то зарежу. Да ты посмотри, у него внизу написано. А он пытается вытулить. Вы видите, у него написано. Он даже подсказывает. Уженеры тоже может сделать трезунок. Он весь с цитрым австракончиком. Любое может сделать. Но в любом случае. Есть инструменты. Из дерева любой это кто-то не может сделать. Мне четвертый нужен и все, больше ничего менять. Да. Ему нужен четвертый человек, чтобы вылечить эту фобию. Я не знаю, как себя ведет. Ребята, услышьте. Нам надо оставлять либо пятерку, либо одиннадцатого. Почему? Потому что гиди лечит одного. Все. Вот эта ситуация в этом деле работает. Если ты кого-то... Как моя фобия мешает находиться? В любом случае. Ты не можешь с нами находиться на одной плоту. Плот маленький. И он еще меньше стал. А в смысле? Как это на самом деле? Бланди. Все просто. Хорошо. Без разницы. Именно в этой игре работает так. Что? Что? Что не строил? Я тебя умоляю. Не, не, не. Просто если молодая, значит красивая. Я вообще-то 45 лет, и я красивая. Просто это очень странно. А, ну все, значит тогда можно кикать в фенглин, и будет чувствовать себя спокойно, если ты красивая. Да, да, да. И при этом у нас лялька контрит вполне. Я красивая. Короче, лялька, ну лялька, я не четко поделил. Я не знаю, что ты у нас инженер. И улажная, красивая. Мы поим Ангелину, она выпивает, и больше не болит. Как я предлагал Владе. Ну а породили все, бабы станут красивее. Я говорю, на удочку. Тогда не поим. Смотри, на удочку, на что будем лоить рыбу? Я говорю, Влади, давай я ночью кого-нибудь зарежу, и мы будем насаживать потом. Или ты вскрвала Допинфу? Допинфу еще нет. Но она нам особо не пригодится. У меня есть теплюшки, которые пригодятся, я их буду открывать. Допинфу еще не вскрвала. А Допинфу еще не вскрвала. У меня боязнь пожилых. У меня немного бесполезные. Кстати, я вам напоминаю, друзья мои, что у меня есть дефиблиэрриатор. Дефиблиэрриатор – это электрический фон. Я уже на вход. И таблетки – это аллергия. Я не хотела вскрывать хобби, не хотела вскрывать малый багаж. Дефиблиэрриатор. 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 И еще один момент. Если я взял его с тобой, то он с аккумулятора. И у меня таблетки – это аллергия. И еще и подумал. Так, я на минутку отойду. Расскажите, что здесь было. Я могу правильно напоминать. Более того, друзья мои, нам было сказано, что пираты забирают пешку. Либо меня убираем, либо шестого. У меня в целом осталось очень неплохое хобби. Шестой на самом-то деле. У него полезного ничего нет. Ребята, нам нужно определиться сейчас. Либо у нас первый, либо одиннадцатый. Давайте решать первый, либо шестой. Первый лучше. У него самогон аппарат Дэнни, плотник и женщина 30 лет. А что улицы не открыты еще? В Бладе, там есть еще то, что я сейчас открою. Нужно ждать, кто что вскроет, и делать выводы. Давай вскрывай. Давай, я вскрываю, я начинаю. Да. Короче, смотрите, я уже говорил, что я женщина 45 лет. С мужчинами много контактировал, следил за собой, я красивый. Пятое мне там мешает, получается. Ну, у нас это инженер-строитель. Понятное дело, что я могу все распроектировать и построить, если надо. Типа ты красивая женщина. Медитация, если вы будете, ну... Очень спорно. Да, да, да. В мафию можно порубиться. Вот. У меня всего лишь обоняния нет, это ничего страшного, как-то живем. Вот. А я скрою... Смотрите, у меня маленький багаж есть. Вот. Я скрою маленький багаж. У меня набор... Ты вскрывал это? Нет, я не вскрывал. Большой вскрывал. Набор туриста. У меня маленький багаж. Набор туриста. Туда входит верёвка, котелок, вилки, ложки, нож... Стример ДАУ, он не взял воду, понимаете? Стример ДАУ тем неivan medal в воду. Тут ты ведь засчитал Вилки, у меня нож лопата. нож, нож реально нож. Смотрите, набор туриста. Эти нож туда входит верёвка, котелок, вилки, ложки, нож, лопата, спички с сухой топлива. Это не отдельный нож для убийства. А-о-о! А у него нож уж есть. А у него нож! А у него нож. Смыкается его нож! Вы чем зажигать? Ага, а, огнивый есть пятый. короче поэтому и мне нравится вот эта позиция когда он на этого набросок я мирными надо найти руины я не могу разобраться пока ты на тех кто полезен команде может быть потенциально у меня все во всем остальном и не вижу тебя полезно все . полезного кей добавить короче смотрите у нас в любом случае сейчас мы кикаем двоих не забывайте про это мы кикаем сейчас двоим в любом случае нам надо выбирать между единицами до сих пор фобию эту фобию вылечить я думаю что не важно что она подтвердила это не вскрыто она может просто подыгрывать или допустим не хочет тебя топить нас такое очень часто бывало поэтому смотри у нас ничего полезного почему потому что огниво есть у пятерки и есть инструменты было озвучено плюс у него не открыто еще фобия то есть четверка может лечить только либо пить 1 либо пятерку либо один что она сейчас еще будет скрываться у меня есть удочка полностью закрыт вопрос еды по поводу того что там птицы не птицы это нереально нас есть удочка опустил воду достал рыбку все мы ее сожрали плюс если кто смотрел что-то ловить я могу открыть чтобы полностью закрыть я не знаю здоровье я уже погуглил у меня анорексия средней степени это просто у меня из-за моих гормонов я не хочу есть при этом при этом при этом заметьте я вам полезен я просто видела фотография на анорексиков анорексиков господи анорексик вообще-то обычно в сети ну то есть людей они прям это кожа это средняя степень и кожи просто вот и мне кажется у них очень мало энергии ладно хоть не в этом я открою такие то что сказала вначале игры что у нас могут воровать не все я надеюсь что никто это не может воровать открывая свой большой багаж у меня там аквалан с ружьем для подводной охоты вот чтобы мы всегда ружьем для подводной охоты вот и я думаю блин а он же с ружьем но ружье-то с гарпуном она не огнестрельная так то же так что мы этого не знаем нас ветеринар только у нее хвост значит может и морожки где-то спрятались вовка привет у нас же динамит есть а 6 боится оружие динамит это оружие а и динамита нет динамита нет динамита нет короче могу вскрыть что-то у меня осталось хобби и багаж большой ну то это у меня хорошая типа хотя профессии еще не вскрыт но могу профессия на профессии давай багаж давай багаж ну у меня это семья я бы просто галю выбил профессии ой хобби хобби ну покажите хорошо он специально открывает то что лучше багаж будет давай багаж подумать что я боюсь 100 литров хлор гексидина для обработки ран да 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 где они там поместились интересно нашим плату но у меня еще профессия еще лучше ну как бы я галю точно бы закрывал и подни про все хобби простите хобби вот решайте по поводу 5 6 1 11 вот и все типа седьмой остается но седьмой да вот говорит влади то что у него может здоровье плохое хобби тогда понятно что и хобби и здоровье скрыто у гиди много все скрыто я думал начальство гиди сначала игры руина но я кстати не могу быть руины из-за дефиблиратора вообще никак ребятки я в общем-то сказала если влади вскроет свое здоровье я вскрываю свое здоровье потому что ну еще раз говорю нам кормильцев нужно окраснять если я уйду это будет ваше решение я ни в коем случае не обижусь это нормально итак здоровье синдром хронической усталости это есть у меня к сожалению не может она не может грести да но как могу но устаю это усталость значит остается шестого надо и четвертого оставлять в принципе важно надо убирать романтик привет как тяжело спасибо гиди короче у меня было в начале этого раунда дико пан параноидальная теория просто у меня не смотрели глядеть глубже куда глубже там у человека хамелеон вообще ни разу не намек да при этом он любит воду он не любит технологии там огнестрел поэтому блин может быть это он а потом левша такой скрывается у меня там нож если что и все скрывается у нее это подводное ружье в которой трезубец заряжается кстати да интересно какие интересные ребята басейдон плюс у нас на плоту костер плюс у нас на плоту огниво а я так получилось что пожарный профессия пожарный пожарный это первая помощь это тушение это физическая подготовка я сто процентов могу грести потому что у нас сейчас по условиям пятый восьмой точно не могут уже грести я могу грести у меня анорексия я не то есть это не то же самое что у меня но тебе не могу сто процентов я просто у меня смотрите как это переводится средняя степень у меня из моих гормонов я не хочу есть просто не хочу есть а силы ты откуда ну и у тебя от этого нет энергии для гребли ты это понимает нет я могу есть кто кормит поэтому не парься насчет гребли пожалуйста давай будем просто думать потенциально давай думать на тему того кто насчет дополнительно должен грести потому что у нас 5 8 не могут грести над этим еще давай я могу грести при любых расходах короче гитя прав если вдруг мы нам на сейчас не ответит ты очень странно как-то совмещается типа тяжелоатлеты и анорексия я не понимаю короче допустим давайте по хирургу 8 не может грести соответственно мы можем закрепить на позиции кормильца мы можем закрепить опять же седьмого на позиции кроме нельзя писать просто ни фобия не не нарушила я тоже нарушила нельзя просто как не договорились мы прошлый раз когда это обсуждали флагерам я не знаю я верю флагеру что он не руина вот но у него всякая помойка блин собрана 100 литров хрен пойми чего и так далее вот но мне кажется он не руина но он может грести то есть я могу грести по идее флагер может грести четвертый может грести к примеру да если если допустим 8 не гребет короче у нас 11 летает сто процентов потому что у него есть но я не знаю я не доверяю человеку с ножом и нужно второго придумать кого мы будем сейчас кикать меня пока нет мысли но у тебя арка накормится конечно да у тебя просто нож и в набор турист это разная подача даже в игре так надо вскрыть могу вскрыть здоровье поражение внутренних органов нет средней степени короче давайте здоровье вскрою чтобы уж точно не средняя степень это хуже на хвойные растения ну это легкая степень это еще ладно средняя степень это уже непонятно чего наш плод на смолу на шишки а если мы придумаем понимаешь где будут хвойные деревья у меня есть далее это лезвие блин есть у всех шишки будут вставать если у нас не смогут грести все что угодно женщина 30 лет которая плотник если я плотник я работаю с деревом у меня есть на это силы и это плюс и вы говорили что у нас есть бонусы по еде по всему остальному простите но я открою то что я считала важным это хобби которое долго не открывала мое хобби это рыбалка то бишь я точно также помимо того что я могу чинить для вас мою удочку берешь я плотник я могу сделать удочку у нас есть для этого инструменты я могу ловить эту же самую рыбу аку крючок а мне удочка с крючком удочка в любом случае это сделаю это не подходит удочка это если мы тикаем один у нас остается один и все да и он как раз таки с моей удочкой у нас может ловить рыбу у вас есть чистая вода у вас есть дополнительная лезвие у вас есть физическая лезвие интересно что у левши по здоровью так что ребят ты даже не хочешь включиться я думаю я думаю или потеря обоняния у него здоровье наверное у него фобия 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 что у него по полу подача первая подача у тебя сука нож отдельно подается и другой тебе в набор туристов нож ходит это может быть вызвано недоеданием но он может это когда осознанно быть раны котелок в котором вы будете готовить вам готовить не в чем вы чё на ладонях будете все готовить что ли не пойму есть вам ладони готовить не в чем ты будешь своим три пальца как трезубец стыкать в рыбушке у тебя там нож вилки у тебя там все есть и на чем готовить я блять в мафию играем старый добился своего комиссаром блять пойду левшу проверю я не столько к этому шел я не сдал багаж так послушай поэтому если ты рыбак и у тебя нет удочки то ты бесполезен понимаешь чему я это открыла я открыла хобби я рыбак все теперь начиная с левши разные способы выставления она очень пассивно играет очень пассивно вот она не вскрыла фобия не скрыл здоровье свое точно так седьмое я не вижу тари у нас есть удочка у нас есть рыбак зачем ты нужна в лазе короче смотрите я в любом случае я в любом кстати я не могу быть руины все это запомнили у меня есть дефибриллятор это электрический прибор я выставляю одиннадцатый потому что единичка его полностью перекрывает у нее есть овер до хера у одиннадцатого он только инженер и она плотник работа по дереву а он инженер проектировщик там инженер-строитель а у него он фобе не вскрыл будем двоих выставлять один раз мы будем один раз подожди мы еще никого не выставляли я выставляю я выставляю я выставляю прости психолог и диетолог там много надо работать окей ну короче два сто процентов эмба восемь эмба хотя был думал что андроина выставить ну 25 или только фобия не выставлена но да а фобия космоса на самом деле я буду наверное последней мразью но я считаю что на данном этапе не нужная и не нужен бладя чисто из анорексии потому что люся закрывает полный удочку с едой у нее есть гарпун она закрывает полностью вопрос с едой анорексик видеть себя толстым даже если он понимается и восполняет необходимый кислород просто я к тому это говорю что у тебя нет сил как и у меня мы не доплывем вот физически не доплывем поэтому я бладь извини но если бы ты не вскрыл анорексию или у тебя и не было я бы топил представляющий игрока который полезен для стола это нехороший игрока номер 8 потому что на данный момент я считаю себя и блади не полезным с точки зрения физической силы хорошо гидя если не упомянул то то что плод у нас сосновый это было видео об этом говорилось в инспа аллергия на сосну у люси у нас таблетки от аллергии малюси должны оставлять плюс плюс и говорил что и нужен психолог соответственно я ее тоже держу и мы сейчас выгоняем скорее всего 5 11 получается потому что на данную потом 6 8 2 бесполезный но не работает бункер если 5 11 выставлены то никого выставлены им потом 68 надо выгонять не я думаю короче проиграть я не понимаю как мы можем сейчас найти руину но короче у нас связка 7 4 2 стопроцентная потому что я не могу без анорексики просто не видят себя толстыми и поэтому постоянно худею я могу вести это не совсем психологическое но это в голове у меня нет никаких болезней вот насчет 8 анорексия может быть и не психологическая когда у человека нарушение кто еще один а мне не нравится что у флабера что 11 если 5 сдалась тогда и пятую тогда понимаете что нам нужен либо 5 либо 11 так выставлен и 5 и 8 и 11 ты еще кого-то уставляешь конь больше никого не выставляешь давайте я выставлю 6 6 выставлен но бывает без психологических отклонений когда человек просто физически не может сразу вещей и это редкий случай в основном это психология из-за которых физические нарушениям и макса что в принципе для него нужен номер 6 и номер 7 для номера 7 надо номер 4 получается вот их трое для починки нужна я точно так же я могу грести то есть уже четыре нам нужен только подобрать пятого среди это понимаю наверное уже 6 или 8 и при этом у меня дефибриллятор я не дал тебя есть дефибриллятор который помогает в принципе в медицине пока ты говорил про среднюю степень анорексии я загуглила анорексия это с мозгом связано то есть ты себе в голове в голове на психике накручиваешь на то что ты слишком толстый ты перестаешь кушать и поэтому как она у себя накрутишь именно на уровне психики конечно не врач но по-моему анорексия это пищевой расстройство нет выставляешь нет выставлены все кого хотелось бы 7 11 6 5 8 1 все отлично теперь у каждого будет по 30 секунд так как вы много болтали после 30 секунд начинаю болтать громко я чтобы вас перебивать если вы сами не укладываетесь номер 7 да я хочу сказать что инспирер нет там именно заболевание было физиологическое у него какое-то что-то у меня стало очень здорово и фобия фобия она не поэтому так и думала всегда что такое может быть вот я думаю ну чтобы ты мог закрывать кого-то другого своему хобби психология вот я вам скрываю понимаешь акваланг самая мбовая и вы после этого начинаете агриться например левша димит я не понимаю всю игру ты вот как лялька правильно смеется реально китае что на всех понимаешь так все хотят думать все прикидывают а ты накидываешь ему дима веру который ударит армии и это блин а кто считает вина руиной возраст тут не считался руиной никого нельзя переубедить понимаете короче рассказываю почему я не сектант и если вы не выгоните сектанта другого кого-то значит вы можете выиграть а так вы проиграть потому что я инженер-строитель инженер это техническая профессия меня покрасились пальцы сектант против развития я уже не вызваны я уже отвечал что огонь не нужно как готовить будете у меня набор туристов который ходит я напомню веревка котелок в котором готовить вот почему никто не думает о том что люди карлоном может ножа который можно будет резать рыбу чистить лопата спички она может убивать и 1 и 2 вообще закрывать потому что инженеры я скажу так как хотите я уже просто устал но у меня стандартная сборка плюс 100 литров если хорошая очень хорошая это как называется хобби вот прям она может сказать мою профессию просто выносит вперед ногами решать что хотите принянуть и понятно что 274 остается сто процентов плюс ляльку забираете скорее всего мешал ходит а потом между мной там гели и блади решайте не знаю как хотите ангелина просто понимаешь 100 процентов нужно сэйвить люсю я объясню еще раз почему потому что у нее имба так или иначе клев есть не всегда это первое у блади есть только удочка по факту дефабиллятором могут пользоваться только реаниматологи условиях игры этого нет соответственно ебанет он вас ваше сердце сердечная мышца становится до свидания спасибо большущий за руину это первое значит это уже второе третье соответственно клев есть не всегда люси может потому что самогона можно дезинфицировать сто процентов вот что я вижу это первый это сейчас я себе тут записала первый получается второй четвертый шестой седьмой вот эти игроки действительно нужны столом мой последний фактор вот он уже впоследствии понадобился бы но я считаю что я здесь не нужна как и блади спасибо блади смотрите это полная чушь то что несет геля я прикрою это одним единственным аргументом который не сможет оспорить абсолютно никто у семерки два баллона с кислородом у нас буквально еще раз напоминаю картошка закончится через неделю поэтому у вас есть только удочка и у вас есть рыбак один помогает не перебивай у меня есть жирные плюсы и в том числе как я могу использоваться как тот же самый гребец плотник а кто мне мешает пользоваться электро бензопилой для того чтобы объяснить почему я не могу быть сектантом ну это точно так же потому что я точно так же могу использовать для плотничества электротехнику бензотехнику и тому подобное то есть в этом плане ты на меня накидывался у меня тоже нет руины тоже баба 30 секунд закончилась отлично итак определяйтесь за кого будем голосовать против кого один напоминаю сейчас сначала против одного потом голоса обнулят ну он уходит потом голос обнуляется и я не думаю что 6 и 7 лет летят потому что их слишком сильно дефа то есть 7 особенно итак номера напоминаю у нее есть подводное ружье 6 это флабер 5 это она может ловить рыбу с гарпуна по большому счету все подготовили цифры на счет 3 1 2 еще не все на 3 отлетела против 11 почти все окей а я вот не знаю вот серьезно вы ну то есть вообще не слушайте по ходу это проведена может проблем таких игр у меня началась что везде меня упорваются короче объясняю я инженер строить я бы тоже 6 выкинул там против технического развития инженера технической профессии железобетонный аргумент не может что-то ради сектант выиграет делать всех разъебет ученых есть верующие понимаешь вот поэтому я тебе объяснил почему я не сектант потом я объяснил как вы будете готовить не получится он не мог грести я точно помню не мог грести не мог грести а из-за чего я не помню я мирный ребят я мирный надеюсь вы сдохнет надеюсь пятый нет здоровье это храп да я не помню девятнадцатый пятый не уживется из того что девятнадцатая женщина девятнадцать лет красивая и она сдохнет пятая вот и получается вы тоже проиграете не сможет рыбать вот и уплывет куда недалеко тяжелый лет но у него анорексия это аннигилирует уничтожает его возможность поэтому там не раляет там не раляет что он греблей занимается это не раляет у него это хобби не профессия рафтинг это хобби не раляет так голосуем по моему он не мог грести но я уже запуталась против номеров семь шесть пять восемь один все приготовили молодцы все 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 перестаем махать на счет три раз два три не видно восемь восемь подними двое против восьмерки одни против шестерки четверку пятерки ангелина геля не может и восьмой не может а мне казалось еще шестого что там было про рыжую я считаю что ее еще нужно сэвить потому что все равно она может заниматься снорклингом это соответственно подводная охота с маской и в этом никто не ограничивает вот другое дело что по поводу дефибриллятора не особо нужен если ты не реаниматолог это остановка сердечной мышцы если ты не знаешь как правильно с ним это доказывает то что он это бесполезно вот на будущее но еще раз говорю по поводу люси она сэйвит собственно макса макс сэйвит люси и если сделается комбо связка с гидей то в принципе как бы все перекрывает и восьмерка вам не нужна потому что человек не может грести сил нет ну а там уже решайте сами в хорошей игры а я не буду такой токсичный как левша спасибо и вот поистине хорошими пожеланиями уходит ангелина у которой что-то там упало сейчас вернется благе а я вам сообщаю что сейчас еще по одной карте открываем одного кикаем и дальше еще одного и все нужно определиться с одним ну так я же говорю еще одного сейчас будем кикать таблетки от аллергии до который у нас на плоту у люси таблетки от аллергии сенега на плату маленькой аптечка в ней же были по условиям может быть у нас не говорилось что внутри аптечка но у нас есть там шприц не понятно потому что мы забываем все время обо всем так у нас есть таблетки до для второго вы конечно можете судить свои головы не просто хочу вам рассказать как мы всегда играем нас проблема то в чем у люси есть этот акваланг то что он закончится за пару часов вот те кто плавал с ним они знают что он там закончится подожди но я просто хочу договорить не проиграли проблема в чем в этой игре если у тебя есть акваланг который умеет плавать с аквалангом это сто процентов точно так же если у меня есть улочка нас должен быть рыбак точно так же если у нас есть оружие нас должен быть стрелок то есть так же если у нас есть улочек ты думаешь рыбак не может залить аквалангом ты опять стрелок а это ж моё правильно моё перекрывается я дебил моя рыбалка перекрывается давайте я толика Люся, мы хотим выиграть. Мы хотим выиграть. Мы хотим выиграть. Если ты не гребешь. Ты свою мать. Так почему не гребешь? Ты пытайся вероятность. Зачем не гребли? Это не так работает. Останавливайся. Зачем не гребешь? Это чудная рыбалка. Это срач. Она меня вне тревога. Она вне тревога. Трапите время. Я не понимаю, Люся. Люся, я не понимаю, зачем ты споришь, если я пытаюсь сейчас просто, чтобы мы выиграли. Я вас умоляю, остановитесь, блядь. Вы все равно остаетесь, понимаете? У нас остается непонятный. Люся, я делаю то, чтобы мы выиграли. Я объясняю вам, как это будет. Да кикайте флабера и все. Господи. Они потратили время, Максим Федорович. Мы что-то приводили в описании. Да, да. И по минуточке. Кикайте флабера, господи. Начиная с... Анжелики же? Да. Да, они спорят насчет Люси. Среди того, что я не открывала, у меня осталось доп.инфа. Я говорила, что она нам, в принципе, здравия не нужна на плоту. Да, у меня осталось здоровье. Здоровье у меня такое, что у меня гигантизм отдельных частей тела. Ну, это просто такая херня, которая вообще ни на что не повлияет. Почему? А вдруг у меня гигантизм пятой точки? А чем она тебе помешает грести? Я же не папой грести. Даже если она не может грести, мы с тобой гребем. Да, мы с тобой гребем. У нас есть два грибца, это 2 и 4, все, больше нам не надо. У меня не сказано, на что именно у меня гигантизм. Господи, у вас ни на что вообще не влияет. Да, и плотник, как бы, в любом случае. Ну так, понятно. У нас остается выбирать. Ребята, с первой в любом случае идет. Мы потеряли бойца. Кого? Флабера. Надо его вернуть. А, типа его из детских кинул. Он в ТСК, вроде ТСК. Продолжается. Ну, мы не можем его кикнуть. Либо если у Блади анорексия, та, которая лечится психологом, а если Люси психолог не нужен, она сказала, мы лечим Блади, оставляем Блади с удочкой, которую как дополнительно можно использовать к тому же самому подводному гарпуну. Либо мы выбираем, оставляем 6 номер. Ну, то есть, как бы тут... А зачем тебе 6-й хоть одно? Довольно сложный выбор. Хоть одно. Сильный, 30 лет, есть тактика грести. Так мы быстрее приплывем. 100 литров еще заквасим. Флабера не обязательно, да, согласна. Флабера не обязательно. Короче, ты открой, пожалуйста, нам этот... Я открыла здоровье. У меня гигантизм отдельных частей тела. Они сдохнут. Ремонт техники только. Мы тебя любим даже на САСТО. Он, кстати, хитро сделал. Он кикнул только, у которого ремонт техники был. Давайте вернемся, отмотаем все назад. Мы нашли трезубец, ебать. Он находится сейчас у Люси в большом виде. Возможно, она и есть руина, понимаете? Я открыла все багажи. Вот. Если верить, если вспомнить, что у нас в этом... В аптечке... Ну, на плоту у нас есть аптечка, которая, типа, выжила после взрыва даже. То я могу из этой аптечки заюзать этот... Как он, блядь? От аллергии. От аллергии, да. Антиаллерген и выжить при этом. Антигистаминный. Соответственно, у меня есть большие подозрения. Я не вижу мафа в флабере и в бладике. Я вижу мафа только в блюсе, получается. Ты дурак. Откуда у тебя антиаллерген в обычной аптечке? Я специально загуглила. Аптечка обычная для оказания первой помощи. Там косинки, бинты, пластыри, жгуты, перчатки, ножницы, пинцетки, маска. Это не твоя минута. Да, Люся, какая-то в любом случае подойдет. У нас просто полмеханики игры, и все. Мы так рассуждаем. То есть она может быть, она может быть. Мафа, у нее трезубец. Мы нашли трезубец. А где? Вы нашли его. Я тебе вскрыла все багажи, понимаешь? Ну, у тебя в дом из багажа. Я даже тебе говорю, что гидрарфунь и трезубец, кстати. Я понимаю, что гидрарфунь и трезубец, кстати. Что я не открывал? Подожди, что я не открывал? Гидрарфунь и трезубец. Я, короче, предлагаю Флайберу вскрыть фобию. Я потому что... Она вскрыта. Подожди, у тебя фобия не вскрыта. Да, скрыта. Что у тебя не вскрыто? Боязнь и огнестрелы у него в фобии. Про профессию и хобби. У меня все вскрыто. А, Б, Б не вскрыто. Хобби надо вскрыть. Хлоргексидин. Хобби надо вскрыть. Все, короче, у нас нет мафы ни в Бладике, ни в Флайбере. Я предлагаю просто кикнуть Люси и все, и мы выиграли. Ты дурак? О, да. Есть смысл этого. Платье не скинул, до конкурса. Ты малый багаж, маленький багаж, дожди. Я малый багаж скрыл. Всем тихо. Открой малый багаж, сильная обезболивающаяся. Прекрасно. Гидя. Это не значит, что если у него аллергия, кстати, у него будет аналлоптический шок, у меня тоже вверх. Я не хочу готовить, поэтому я вскрываю малый багаж, у меня шашлычный набор малых шампуров. Острые, острые, он мог тоже. У нас есть батареи, у нас есть электричество, мы можем огонь добыть вот так просто. Можем добыть, не на чем готовить. Есть батарея в дефибрилляторе, это электрическое оборудование. От чего работает дефибриллятор? Он должен дать импульс электрический. У нас есть гиди, гиди, у нас есть дерево, мы можем дарить. Да вы обхудили уже все, что только можно, дайте сказать гиди. Вот, но в принципе как бы это не сильно влияет. Я не знаю, если аптечка сплота работает как в прошлый раз, то мне как бы больше всего кажется подозрительной Люся. Почему они думают, что не мог одиннадцатый быть руиной? Или девятый быть руиной? Постоянно он топил за это. Девятый, одиннадцатый. Вот, либо Люся у нас либо слабо, когда получается. Потому что у меня сифилис легкой степени, и мне девяносто один. Они думают, что руина среди них как бы. Вот это все. Боится огнестрелок. Это так, пища для размышлений. Ну я потом расскажу, зачем я это все говорила. Я просто не знаю, кто руина, поэтому мы узнаем об этом. Когда игра закончится, нам Настя скажет. Хобби у меня этот... А, хирургия. Короче, у меня хирургия хобби. Ну типа у меня очень хорошая сборка идет. Она ни о чем, но она хорошая. У меня слышно Тески или нет? Да. Окей, все, отлично. Хирургия, слушайте. Слушайте, это нормально. Как спирогическая теория появилась, что типа трезубец там в гарпуне, вот в этом, который убивает. Ну типа да, в теории может быть так. И Настя скажет, типа... Так а не, какая разница, именно форма. Он имеет по форме. По форме, типа... То есть должен быть какой-то намек у нас. Вы же знаете, что гарпун имеет форму, типа, севдострелы. Ну там даже не стрела, а если это именно гарпун, либо может быть две вот так вот наконечник, да, треугольничком. Ну не треугольничком, там, как-то стрелы. Либо гарпун — это вот такой крюк в конце. Это ни разу не трезубец. Кто-то меня стручит. У тебя, Люсь, не скрыто здоровье и фобия. Да, прекрасно. Я могу вскрыть и одно, и другое, но я тебе... Что ты хочешь, чтобы я вскрыла? Фобия. Фобия? Ты уверен, что нездоровье? Может здоровье? А что может быть со здоровьем? У них нет. Фобия, не общее обсуждение, только Люся. Не факт, не факт. Ну? Ну, хотя вот тут скинул. Смотри, какой гарпун. Решай сама, Люся. Решай сама. Смотри, что мы в том подозреваете. Ну, последний круг. Ладно, хорошо. Окей, я скрою тогда фобию, потому что... Господи, фобия. Педофобия у меня, боязнь детей и кукол. Есть гарпуны. Нет, нет, нет кукол. Все, нормально. Я поэтому и сказала, что мне гиди даже не понадобятся. Дальше поехали. Почему у меня отитрезубец? У меня акваланг с гарпуном. Ты, Максим, знаешь, как выглядит гарпун? Это металлическая стрела. Понимаешь? Это металлическая стрела. Там может быть деревянный. У меня есть таблетки от аллергии. У тебя аллергия на хвою, Максим. Я знаю, как выглядит гарпун. Так есть еще гарпуны, как трезубцы, понимаешь? Ну, конечно, у меня же все виды. Я же коллекционер трезубцев. Я не раскрыла, нет? Фобия свое не сказала. О, есть прям гарпун-ружье. Смотрите, смотрите. Я сейчас кину, короче. Ладно, сейчас. Окей, кикните меня. Хорошо. Я надеюсь, что обычная аптечка не предусматривает или... Как это? Гистаминная называется, да? Мне кажется, там такого нет. Антигистаминная, да. Спасибо, Анжелика. Выставь меня, пожалуйста. Быставь меня, пожалуйста. А, мы еще не выставляли. Владимир, мы просто... А, еще там, не, 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 нет. Не, 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 не. Все, 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 Владимир. Друзья мои, я в принципе не против уйти, потому что я ухожу, считай, на самом конце игры, но вы проиграете... обязательно выиграть а просто обязательно досидеть своей жопой до конца игры есть акваланг с гарпуном если гарпуна акваланг кислород заканчивается сейчас говорит что она выполнила это невозможно технически это надо специальное оборудование которые есть у пожарников и там у всех специализирован ничего оборудование этого не стреляет у меня не раз промазал тебя нет группа на все он один-единственный далее у нас есть удочка и у нас есть рыбак более того моя профессия дополняет мой ну мою удочку и соответственно единичка сможет этим пользоваться и в процессе не может быть руины что у меня здоровье у меня анорексия средняя степень это именно вот четко ключевой понимаешь я не придумал это она написана и ведущий может это подтвердить средняя степень это вот психология я за счет своих гормонов которые работают немножко неправильно я не ем много понимаешь я вас объедать не буду но у нас есть гиде который психологическую мою проблему лечит говорит что я не жирный я начинаю грипп сти потому что я тяжелоатлет если я начинаю кушать у меня есть энергия а все-таки я тяжелоатлет не просто так тяжело ты хирург важно не сильнее чем все мы вместе взятые и далее в любом случае вам нужно ее именно ружье гарпун ружье гарпун я только что выложила может быть это может это выглядит рыбака сами с разные виды гарпунов но вот есть вот такой вот ружье гарпун 2 мужика это единичка сейчас уходит либо шестой у меня у меня смотрите у меня профессии допинфо не может быть руиной допинфо знает азбуку морзе это язык общения на море я могу дальше не важно влади я не могу вас всех серьезно перекричать но по пять минут у нас длится минута елки-палки ой как он радуется когда кто-то горит да вот теперь давайте представление без объяснений почему я столько что показала как выглядит виталий гарпун ружье наверное разные есть шесть принят короче но второй не выживет без самой в аптечке не будет 6 принят 7 7 8 принят а никого отлично у нас 6 7 8 до 3 сразу свое завязаю ваш голос на следующем голосование считается за два вот это просто последний голосование мне больше никогда его юзать номер 6 2 и 30 секунд оправдательная речь а мои ну короче я ухожу потому что три голоса но типа я не руина скажем так сто процентов тут смотреть сами раз мы семерку не трогаем то тут типа либо платили пояну поскольку меня скидывать его блоге плюс голос либо все голосуют блоге и либо я ухожу вот и все конец это не руина это понятно но 6 ну в 300 таки спасибо мы ищем руину мы выгнали до этого 4 человека выгнали 55 и мы до сих пор ищем руину то есть мы погоняем людей самых красных получается прошлое одна игра была где было пять руин из 11 игр нет нам сказали сейчас игра была что в этой катке смотри максим у нас условий не так-то и много понимаешь мы ищем именно сектанта вот мы потому что он нам все изруинит в итоге и мне кажется мне кажется то сектант как раз таки был из тех кого мы вот уже кикнули скорее всего потому что что в профессию владе хотя мне горячо с на блоге у него одна зарядный гарпун вот но я давайте не будем мешать к играться лично и так далее гарпун не не будем вот платка не руина до флагер тоже вроде все открыл чистенький и спас хэвный у ляльки вроде ничего такого не может быть ведь к спасибо большое все это не лично ялюсь меня просто очень сильно горит от того что люди отрицают правила игры по правилам игры нам нужно аквалангист все просто если серьезно мы не все равно абсолютно изначально самом начало игре говорит что мне сука ёбаная профессия который стакается с моим с мою дочка как ты думаешь что картошки на как ты думаешь что это это не может быть руины я тебе уже говорил что мы в любом я переживаю за то чтобы выиграли они за то что твой гарпун нам пригодился или нет я переживаю за гарпун извини ты должна переживать за то чтобы выиграли в этом проблема я буду гребсти я уже буду гребсти потому что психолог никому нет единого вида гарпуна погугли на том числе и как трезубец прям прям в прямом смысле трезубец как вилки с тремя я бы мне не свое на голосование сказал бы хорошо ну давайте итак у нас выставлены номера 67 и мы узнаем определитесь нашим видео войти голосовать подготовьте таблички и на счет 3 давайте 1 2 3 флабер у тебя цифрку невинном неважно это было 4 я только что поняла так влади ты все равно голосовал против номера 6 до 2 голоса вы заметили что нельзя было воровать маленький или большой багаж руина находится в багаже так у всех все скрыто не все юзали ты можешь закрывать свою вебку а я включаю я себя деактивирую ребят потому что видео посмотреть на богу хоть и да у вас будет как мне горело после этого вели гидя улыбается где-то может быть руины нашу сохранять их гиде улыбается очень сильно палится как-то может быть руиной и дитя сдали так что той ночью шел дождь вы проснулись нетущего ощущения опасности и сразу обратили внимание что грибцов нет вы вскочили взяли первую попавшуюся под руку железку но острая боль спине остановила вас падая на деревянные бревна и ощущая кровь на спине вы уже понимали что это конец шепот сзади восхвалял воду и ее создатели а вы увидели восходящее солнце на горизонте да по ходу же полетели по ходу погодите руина таки попал к ним так сейчас не видно будет сейчас будет слишком маленькой поздравляем привет от пайси дона гандоны когда все придут кто-нибудь еще придет должны что у него было обозначало что он сейчас я как раз и хочу это все рассказать кстати я расскажу что у меня увидите почему я думала что я руина откуда у тебя 30 я не знаю вообще блин вам же вам же говорили типа он вызвал себя потому что его нельзя убить ну типа какая говорила что без разницы сколько ему надо выбирать от одного до четырех и когда ты сказал там давай хотя бы до трех я сказала нет нет не вылетел и как бы это обыграли он точно так точно так же такая же концовка мы сделали довольно расширенный спектр ходов и все концовок шесть и семь штук что у нас выдавала я просила вас всех мыслить глубже анализировать карты друг друга люди сектант это кто это тот кто поклоняется водяному богу ненавидит какие-то устройства и так далее то есть если у вас есть в картах какое-то устройство автоматически человек не сектант то есть вы должны были искать я это говорили что-то острая есть в багаже неважно большом или маленьком 2 сестра он он нож был у левшина считается у него там опять этот столовый нож давайте послушаем настя дальше вы должны были искать человека который смог перетащить ночью антонио из первого видосика он заколол антонио взял на себя и утащил пока вы спали то есть это должен был быть сильный человек и то что вы выкидывали пожилых людей это означало что они автоматически скажем так красные сучки потому что они не могли бы утащить здорового антонио нас вот о чем я говорила и наш тяжелоатлет у которого возраст у меня дефибриллятор я говорил раз миллиард что я не могу быть мафом у меня выставляли момент мы упустили что вот например гиди действительно маф в каком у меня есть острый предмет у меня нет никакой связи с электричеством я думала я руина я думал я руина всю игру но вы просто каждый раз говорите что вот надо здоровые надо там молодые все такое такого нет в условиях в этот раз а вы не обращаете на внимание он руина ребят я сейчас объясню я я объясню сейчас логику нам нужна нужны два сильных человека два сильных которые смогут грести это по условиям вот нам реально нужно было выполнить это условие нам нужен был техник который все починит нам нужен был плотник который починит плотник это это обязательно и нам нужен был чувак который будет нас кормить который будет ловить либо рыбу либо птиц там еще что-то то есть это уже четыре человека нет не смотри например может вас кормить он может и грести он может половить хорошо и потом смотрите у нас первая может и грести и кормить мы у него прочекали все и фобию и малый багаж и большой багаж и здоровье все прочекали нам нереально почему что владея мог да по владе не мог грести второй мог могла грезти все раз владея со слепым хирургом вот почему я зацепила что грести он я тебе еще раз объясняю который раз причем я тебе говорил про дефиблиратор блядь я немаленько не мир потому что я не врач мне горит от этого бреда считает что я всю игру заруинила да у люси был гарпун но она девятнадцатилетняя девчонка которая не утащила бы на себе здорово антонио а чего ты взяла нас не может быть и плюс вообще трезубец я вам по трезубец вкинул в начале в катке и вы зацепили за этот сраный трезубец и до конца короче искали хорошо как мы должны были догадаться это единственный человек у которого есть острый предмет нет ни одного устройства а здорово не устройство нет у марки перебивай макс перестань меня перебивать а третье это он сильный накачанный человек который мог перетащить тело другого и четвертое он скульптор который знает строение человеческого тела поэтому в видосике вам говорилось про сонную артерию он перерезал сонную артерию теперь карты которые могли вас запутать тихо тихо это гарпун у рыжий гарпун у рыжий до острый но у него она девятнадцатилетняя девочка которая не может тащить то же самое других там кто-то был хирургом но он был там взрослым который знал где сонная артерия кто-то у кого-то тоже не было технологий но он не знал у него не было ничего острого то есть это единственный легко так делать но здесь баланс идеальный и ты мне в жизни ничего не поверхностно макс ты просто когда тупо ты когда упарываешься в кого-то ты вот просто твердолоба как тебя гиди развела я тебе сейчас скажу я говорю набор туриста туда входит веревка котелок вилки ложки нож и гиди такой все 11 голосую все 11 маф и мы выиграем выиграл видеть я заколол он насадил мне написал а я додумала всю игру что руина я короче смотрите у меня я открываю свои станы и понимаю что у меня короче обработка дерево у меня нож швейцарский в кармане короче маленьком багажа у меня всякие такие понимаете статы потому что я знаете почему я не открывала во первых я не хотела открывать возраст потому что вы гасите за возраст хотя в описании такого нет то есть в условиях в игры нет возраста нет где-то рождения об этом как у нас кто-то боялся пожилых людей я фобия потом короче смотри ален нам нужен был плотник он боялся пожилых людей зачем тебе есть плотник обрабатывает дерево ну не строитель звонит а строитель строй скажи пожалуйста после взрыва у нас водоочистительная станция осталось ну я не знаю а нахуя шестого трогали нахуя шестого трогали нахуя шестого трогали я объясню почему мы трогали шестого ну давай смотри для меня нужны были типа таблетки которые есть у седьмой 7 7 нужен был психолог не было что то есть у гиди не нужно но люсь тут не твоя недоработка люсь ты изначально говорила что тебе четвертый грубо говоря люсь ты на своих плечах его протащила мы его кикнули раньше потому что он никому не нужен был мне приходилось объясняют почему я не у нас все было не руминый я реализовывал я его сейвил я его сейвил ты вместо того чтобы так же искать мафа ты на меня накидывал и на лифте понимаешь мне приходилось объясняют почему я не у меня короче у меня короче мне 91 год потом короче у меня обработка дерева то есть крест могла вырезать я да потом у меня швейцарский нож там что-то острое должно быть вот потом у меня короче ну бесполезный костюм с панч-боба там и всякие что то что он фигурки лепит это значит знает анатомию значит нет он не знает скульптор анатомию человека скульптор поверь мне я училась на графического дизайнера скульптор мы проходили скульптуру скульптор знает анатомию человека как и любой человек который рисует внутренние органы где сонная артерия ты не определишь если ты знаешь строение тела человека он знает анатомию человека он должен его он должен его делать понимаешь он делает он создает человека макс чего ты в это упарываешься господи понимаете можно же в абстракционе он именно он именно лепил человеческие фигуры откуда скульптор знает где сонная артерия объясните где она находится вот где да и скульптор ну скажи где нащупай на шее у себя так она выделяется как вена или что она выделяется как вена макс куда на 100 процентов у тебя на лбу ребят во первых не забывайте пожалуйста что это игра все условности в игре соблюдены баланс соблюден если я буду как для простите идиотов кидать в малый багаж трезубец большой багаж я не знаю скотч которым он перевязывает или нож именно еще искать не очевидный факт я тоже я тоже был здоровым человеком в этой игре я тоже мог перенести тело человека и тоже мог потенциально быть никто не знал я тебе говорю у никто не знал на тот момент были у меня у тебя сейчас я тебе говорю я тебе говорю что я не перерезал это руины они где вот у тебя были острые предметы по окончании игры у нас по условиям игры острые предметы были быстром доступе это инструмент ты дал боем что но чтобы снова у тебя выжил гидом после первого тебе сказали он мог инсценировать и дальше тебе говорят что это обязательно должен быть нож или города это любое что антонио закололи в сердце его кольнули и потом мы обнаружили видео что его закололи я тебе сейчас факт я тебе сейчас факт говорю и как его могли так тебе факты говорят не его закололи ножом твоим каким ножом у меня острым предметом там была картинка даже с ножом ну картинка там не видно было что это там просто было что-то репленое там непонятно что это было это явно не шампур может картинку именно использовали чтобы запутать понимать там было сказано острый предмет прям черным по белым сейчас у вас совокупность факторов типа у нас острый предмет мы у 10 инициировали у 10 у 4 у 7 я топил против левши потому что у меня есть на чем готовить у меня шашлычные блять так говорят что совокупность факторов это бесполезно объяснять я не знаю не какой-то один должен быть вообще ну не какая-то одна вещь совокупность факторов мог инициировать мог перенести острый предмет должен был блять ненавидеть технику то есть совокупность факторов искать надо было мы не цеплялись в конце игры за что-то одно мы пытались выжить нам нужен был человек который будет там добывать еду и так далее в конце мы просто я не сказал что мы готовы он никогда не признает он никогда не признает так вообще в принципе логики не было логика простая у нас все инструменты в быстром доступе любой мог взять любой а что там острова какие инструменты что там острова там отвертка единственная есть отвертка есть шило ну шило не входит в обычный набор замечательно одна отвертка да это инструмент инструмент столярный нож блять макс у тебя у тебя в аптечке аллергисты шин я бы вам не сказала что вы нашли окровавленную отвертку ребят давайте характеристики послушаем после взрыва давайте характеристики хватит сразу бессмысленно до того как мы поставили видео после взрыва мы выражаем гидеону респект гидеон затащил давай красава один играл взял двойного колобанова я имя как маф и напомню что вообще этот остатки живых существует благодаря Насте и Денису да они вдвоем которые старались и все это делали красавчики красавчики подожди вот сейчас мы стараемся они стараются они готовятся то есть у нас проходит раз в месяц в протяжении месяца идет подготовка к одному стриму вот чтобы потом найти самого тупого танкиста вот и у нас Денис записывает много роликов они там текста пишут им огромный респект а жалко я короче Денис сказал что он использовал меня в ролике я хотела посмотреть а ролик мы не посмотрели стримеров которые просто там многие я не могу в четверг давай перенесем то есть мне там некоторые просили перенести остаться в живых потому что не могли сегодня но кстати Флаберу спасибо что пришел завтра у меня опять вечерний стрим потому что нет много кто хотел но у них в четверг не получалось именно много кто хотел потому что многие хотят на выходные но сори у меня тоже там а почему реально не сделать пятницу например пятница самый ужасный день онлайн да все разъезжаются куда-то жалко такую рубрику я уже это в голосовой сказала старого на шампун среда патч был большой там патч помешал я не знаю как можно не донести короче к тому что про острый приятный горячевый зацепить про острый предмет донат на стрим тоже весь до нас уходит денису и насти вот и им респект и гиди тоже молодец затащил ну своим трезубцам с нас можно снисхождение к нам проявишь и посмотрим хоть парочку концов ну вы же старались ну вы же старались и делали ну почему мне такое судя по лицу насти такое ощущение что больше не будет остаться в живых потому что слишком много тупых танкистов на квадратах да нет просто на самом деле как эту катку просидел еще раздавать карты где будет в багаже трезубец где будет да конечно это тупо да не надо да нормально все было просто в следующий раз будем знать что нам надо реально сложнее блять да просто говорят просто насти говорит блять так на картинке блять нож был не мог выиграть как письмо он скрыл небольшой багаж сухая пизда ну ты потому что когда смотришь ну на картинке блять ну на картинке блять я конечно дикую скрываю да да я конечно дикую да и все блин и что и ничего бы мы не подумали на самом деле потому что господи мы находим шампура и что скорее бы кликнули опять таки меня потому что у меня нож и что а если немножечко подумать и что левша и нир вот сидят и выебываются типа они охуеть какие умные но при этом вы в середине ничего ремонт оборудования да да зацейли себя ну еще один момент старый старый мы мы пытаемся найти психологическую проблему и и и и и И судя по тому пулу, который сейчас, ну не то чтобы говно, но они были слабые, и мне казалось, что по сравнению с остальными игроками я буду руиной. И вот сейчас, просматривая карты каждого из вас, я понимаю, что эта катка была намного сложнее, потому что здесь нужно было цепляться не за карты, здесь нужно было цепляться за человека, следовательно, то есть исходить из логики, чего мы не сделали. Мы с Бладькой накидывали друг на друга, Левша накидывал на ляльку, и там еще кто-то, кто-то накидывал на третьего, на четвертого, на пятого, а нам нужно было элементарно не выкидывать красных, чем мы занимались, мы просто сели и играли в мафию, по сути. Мне кажется, из-за этого она больше всего и расстроилась. Гель, так я же тебе объясняю, почему мы кикали тех или иных. Мы пытались отобрать людей для выживания. Нет, мы выбирали людей для выживания. Там для выживания, которые у нас были, то, что мы делали, мы были цели ориентированы на выживание, и мы выигрывали эти игры. Посмотри, сколько еды. Но когда нам дали условия того, что нам нужно найти руину и выжить, все, пиздец. У нас получается, знаете, вот это детский сад, и у нас группа звездочки, которые разбежались, и мы собраться не можем. Прям как команда Раш. Не, но я бы не сказал бы, я немножко не согласен, я не сказал бы, что мы прям совсем с закрытыми глазами играли. Так, ладно, я побежал. Просто, давайте, пока-пока-пока-пока. Мы простоWhere Gorilla Uganda, Rick, shiny and dark and rду, и крыльевер, и так далее. А она, ну, наверняка, язычник. И про Гедона-то это никто не сказал. Просто потому что Гедона был такой-то нам фактор психологии и так далее. А у лидер. У них перекрывался в narcis. Можно я, Настю, задам вопрос, который я пытаюсь, а вы перебиваете? Чисто теоретически, Настя, могло набаланситься карта спецусловий для ворования маленького багажа? Или ее специально убрали? Нет, вообще изи. А если бы она набалансилась и кто-то своровал шашлычный набор, то Гидя был бы уже не руиной? Да. Нет. Почему? А как бы он нас в конце убил? Там было сказано, что он нас в конце убил. Из ремонтного набора. То есть, блин, это он ремонтный набор. Блин, короче, набор, который у нас будет, тот руина. А почему он изначально им не пользовался, а надо было думать изначально, что у игроков острые предметы? Это вы нашли трезубец. Если бы вы нашли окровавленную отвертку, то мы бы сказали об окровавленной отвертке, а не про то, что вы нашли трезубец. Нет, Настя, трезубец это как символ. Это символ их бога. Это символ их бога. И здесь... Ты меня даже слушать не хочешь. Почему я все прослушал уже? Что здесь отвертки? Если у человека не было бы в багаже ничего острого, то ты говоришь, ну вон в свободном доступе есть инструменты. Нет их. Ну, то есть, да, они есть, но тогда вы бы это нашли и вы бы это обнаружили, о чем бы сказалось в ролике. Но все было нормально. А убийства же были до появления инструментов, которые были на плато, а убийства до плато еще были. Нет. Но как инструменты на плато уже не засавнились? Изначально инструменты были всегда на плато. И инструменты были на плато. Но Антонио... Это чувак, которого ты убил, типа. Вот так вот. Антонио умер еще до вашего отправления. Да, но инструменты после смерти же не окровавлены, там были ничего такого. Потому что у тебя были шампуры. Вот именно, все было нормально. И потом еще, вы говорите, ну вот нашли шампуры. Можно помыть, что угодно. Ну, в смысле? И что? Вы нашли шампуры. И если немножко подумать. Так, вот у Гиди у нас есть шампуры. А давайте-ка посмотрим. А он вполне сильный чувак, чтобы перетащить труп. А у него нет ничего из какой-то там техники. Вообще про технику почти никто не говорил ничего. Может быть, все-таки это он руина? Но нет. Сейчас обвиняет Макс меня, что я не дала. Хорошо, давайте наигра будем. Я ничего не обвиняю, я ищу логику. Очень много условностей. Помнишь, мы когда играли в андроидов, у нас был бункер с андроидами. У нас сначала был важен возраст, а потом он вдруг перестал быть важным. И ты поэтому не можешь, так сказать, целиком, наверное, взглянуть на каждого. Самое главное, что сейчас на основании этого можно балансировать. Важно, понимаете, важен возраст, если об этом говорят. В прошлой игре сказали, что важен именно возраст и способность к размножению. В этой игре об этом не было ни слова. Но большинство не думает и продолжает топить именно возраст. Ален, я тебе объясню, у нас плотник, у которого болезнь, ну, как это, боязнь взрослых. Старых людей. Старых людей, да. Второе, старые люди не могут грести. Это понятно, но она, допустим, можешь ты грести. Нам априори уже не нужны старые люди, чтобы выжить. Ты грести, может седьмая грести, двое уже может грести. Они могут разные использовать вещи. Ален, 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 а если вдруг мы обнаруживаем, что седьмая руина, к примеру, да, или она не может выжить там без какого-то набора, который мы уже кикнули. И нам, естественно, ее надо кикнуть, да? Да, и нам нужно ее кикнуть. То все, все руинится, вся катка сразу же, понимаешь? Сразу же ты должен это заранее продумать. Так вы заранее не подумали, что, допустим, нету психолога и так далее. Ты должен кикнуть всех бесполезных, которые тебя не могут ни прокормить, ни что-то починить. Ты заранее на старте игры об этом думаешь. Макс, ну, ты же об этом, будем честны, не очень-то думал, потому что ты втапливал тупо в того, кто тебе... Вот левша, все пизда, левша может грести, допустим. Ален, я думал сразу же, сразу же. Левша может грести. Почему мы кикнули левшу? Потому что у него был нож. Теоретически он мог им убить. Все. Максим, давайте прослушаем, может, у него характеристики всех ребят, пожалуйста. На самом деле, Настя красотка. Мне очень понравилось, очень было интересно, и я думала, я руина. У тебя зрители ждет характеристики. Да, пожалуйста. Давайте характеристики уже. Давайте начнем с Анжелики. Сами будете читать, или я могу быстро зачитать? У нас, может быть, ты нам загибаешь, да. Ну что, можно ли это разочитать? Женщина 30 лет, плотник, хобби-рыбалка, маленький багаж 2D, небольшой багаж самогонный аппарат, здоровье, гигантизм отдельных частей тела, фобия, геронтофобия, боязнь пожилых людей. Доп-инфа, которую я не сказала, это умеют дрессировать животных, как я говорила, но нафиг не надо. И спецусловие, своровать большой багаж, но в этом не было смысла. Спасибо, Инс. Так, биологическая информация. Мужчина 55 лет, профессиональный ветеринар, хобби, ремонт оборудования, большой багаж, нет, малый багаж, сильное обезболивающее, большой багаж, протез ноги. Кстати, кому нужен был протез ноги, я не понял? Никому. Я думаю, Люси. Очень странно. Короче, здоровье, аллергия на хвойные растения, так, фобия, авитософобия, боязнь, быть превращенным в птицу. Так, доп-инфа раньше уходил в запои, я эту доп-инфу обменял на другой ремонт, короче говоря. Вот, спецусловие обменять с доп-инфой. Нарколог бы спасал, в любом случае. Дядя. Так, у нас третий был НИР, он скинул свою инфу. Биологическая информация, женщина 22 года, профессия массажист у него была, хобби психология, багаж малой, карта звездного мира, багаж большой, насос, здоровье, аллергия на рыбу. То есть, если бы у нас была только рыба из еды, он бы без таблеток не смог. Затем, хобби боязнь мышей, крыс, кротов. Доп-инфа отсидела два года за разбой. И, спецусловие, можете открыть любую карту любого игрока. А может, хорошие карты были у него? Да, в плане того, что он Анатолича убрал, да. А можно, нескромный вопрос, еще раз прочитай, начало у этого. Малый багаж, да, у него карта ориентир? Звездного неба. Слушайте, Настен, а у нас же не было вообще никакого ориентира, куда плыть, правда? Да, да. Мы уже, считай, заруинили изначально. Нет, 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 есть ориентир, называется Солнце. Очень удобная штука вообще. Почему есть звезда? Оно встает на одном направлении и заходит на другом. Нет, нет, я это все прекрасно понимаю. Я просто к тому, что у нас не компас, а так хотя бы мы еще по звездам ориентирироваться. Были там астрономы, звездочеты. А, все, дойдем до этого, молчу, Гитя, продолжай. Дальше, у меня мужчина 38 лет, профессия пожарный, хобби психолог, багаж малый, а, нет, у меня хобби было изначально мастер на все руки, работаю, подрабатываю мастером на все руки. Багаж малый набор шампуров, багаж большой мешок картошки, здоровье, мигрень, легкая степень, фобия... Жизнь космоса, дополнительная инфа создает скульптуру людей из гипса, и спецусловия можете обменять с любым действующим игроком хобби. Спасибо. Значит, биологическая информация, мужчина 20 лет, профессия, это самая бесполезная профессия. Настя, спасибо. Дегустатор кормов для животных. Я вегеринар. Вообще мне это... Ладно, хобби, спортивное ориентирование по местности. Это если бы мы выжили, я думаю, на новой земле нам бы это понадобилось. Багаж малая окнива, багаж большой лоб, здоровье, синдром хронической усталости, фобия, агрофобия, боязнь открытого пространства, то, что было у левши, ну, то, что потом левша мне отдала, это боязнь красивых женщин. Дополнительная информация. Занимался отловом птиц, умеет делать рогатки из подручных средств и знает, как заманить птиц. И спецусловия, вы можете обменяться с любым действующим игроком фобии. Теперь у нас флабер должен быть. Давайте я скажу, что у флабера было. У флабера интересные карты. Мужчина, 30 лет, профессия хиромант, хобби, хирургия, багаж маленький, хамелеон, багаж большой, хлоргексидин, 100 литров, здоровье, храп, фобия, хиплофобия, боязнь нестрельного оружия и доп. инфа, чемпион мира по раку. А почему до панфани на букву Х? Вот и до панфа только подкачала. Ну ладно, ну надо же хоть что-то. Блин, ну вот был бы чемпион по раку, но это бы отлично. Ну, в принципе, да. Блин, ну так подумать, там на самом деле флабер мог бы всех убить, потому что у нас ящик же в открытом доступе. Хиромант по руке. А почему? Он сильный, молодой, он мог. Хирургия, опять же. Ну, кстати, да, хирургия. У него не было острых предметов. Боязнь огнестрела, то есть вообще старовер-старовер. Ладно, рыжая женщина, 19 лет, профессия нарколог. Мосик, успею. Летит наркомане, алкоголизм и отравление, хобби битбокс, маленький багаж, таблетки от аллергии, большой багаж акваланг с ружьем для подводной охоты, здоровье, Максим, нет одной ноги. Вот, и когда я намекала вам, что мне нужен один из самых красных из вас, вы почему-то подумали, что Гидеон, хотя... Ладно. Фобия, педофобия, боязнь детей и кукол, доп-инфа, завсегдатый секс-шопа лечит child-free, спецусловие, возможность перенести из себя два голоса. В себя два голоса. Короче, у меня биологическая инфа, мужчина 42 года, профессия, вот то, что я говорил, что дополняет удочку, сборщик червей, вот, и при этом, ну, мы же сначала были на острове. На острове мы были сначала. Ну, они протухли. Так они затухли, они стухнули. Он и будет разводить сначала, а потом собирать. Ну да, это бесполезно. Причем в этом Гиде. Нет, ну если разводить, то вполне возможно. Им нужно чем-то питаться. Ну, да, найдется, на самом деле, ящик с землей берешь. Ну, если вы ходили на рыбалку, там просто, да, ящик с землей, да и все. Ящик с землей, это недостаточно будет, чтобы они питались. Нужно что-то, еду какую-то. Не, ну, они там проживут нормально. И баночка с землицей, и баночка с землицей. Безыходное производство. Багаж маленький удочки с набором крючков. И у меня вопрос к ведущим. Хватило бы акваланга? Нам там надо было три месяца или сколько, акваланг за два часа выдыхается. И гарпунном, если ты промазал, то все, до свидания. Акваланг перезаряжается. Ну, гарпун перезаряжается, это сто процентов. Гарпун перезаряжается, если ты не промахнулся. А перелактун не хватило, но гарпуна выхватил. Гарпуна выхватил, он перезаряжается, он перезаряжается, он на веревке. Если ты промахнулся, то все. Да он на веревке, как он на трассу. Ты его подсадиваешь, а потому что гарпун это как пара. Если промахнулся, то уже точно подтянешься. Просто вопрос на будущее. Если нет аквалангиста, тот, который умеет стрелять, потому что ты промахнулся. очень глубоко человек который умеет заниматься подводной охотой то есть если у нас нет человека который умеет заниматься подводной охоты значит нам нас не спасают обычный рыболов тоже фактически туда ребят подождите я же спрашиваю ведущий то что научится это не по игре сейчас его будет я просто хочу понять на будущее не смотря акваланга бы точно не хватило то есть если вы этим топили что акваланг заканчивается кислород чтобы закачать надо оборудование специально но гарпуна бы хватило потому что гарпун это все-таки как бы смотрите здесь рыбалка и рыбак это комбо ну потому что поймать на крючочек это сложнее а нырнуть и пострелять гарпун на веревке все нормально ну грубо говоря гарпуна бы хватило плюс не даже 100 то можно пострелять дима ты поедешь на мальдивы возьми с собой пожалуйста у меня было дальше багаж большой дефибриллятор почему его показал потому что если есть электрический прибор значит и не сектант вот я про это говорил а не про то что я хирург и я могу или не могу им пользоваться здоровье анорексия средняя степень фобия нет фобий допинфа знает азбуку морзе но это наверное надо оборудование до специальности для чего передавать туда да это нужно оборудование это было но в нашей игре бесполезно но ты мог этим топить что а вот неизвестно а вдруг мы выйдем на большую землю а как мы там найдем людей ну а с девятого читает можно по поводу платье пока он говорит свои характеристики уже у нас тяжелый атлет но с анорексией средней степени он мог грести средняя степень это довольно тяжелая степень анорексии но у вас был хирург его похилить и тогда он бы мог грести а аптечкой нет психология кстати вот спрашивали от аллергии были потому что у нас по игре идет в правилах что в аптечке есть лекарства от аллергии это просто у нас идет в правилах ну и этот спецусловие ну то что голос там умножается на 2 ну два голоса вместо одного мне пригласить еще должны зачитать столик а потом я не того ты сам решаешь к выкидывать я правда подумала что я руина за толика еще не слышно тебя так за толика еще нас я зачитаю да 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 за толика жду пока зачитает анатолич у нас мужчина 87 лет водитель такси был астрономия хобби маленький багаж кукла буду большой багаж кофемашина и мешок кофе здоровье косоглазия фобия аквафобия боязнь воды употребления а как ему можно было выжить вообще в принципе я не понимаю с аквафобией близкосоглазием хер бы ничего там напекали но с аквафобией у нас там был психолог который ой да психология которая лечила одну фобию вот а в целом у него была кофемашина что означало что он точно тоже не секрет обработка дерева это разные вещи табуретку можно обработать сделать как плотник например да я думаю плод с обработкой дерева тоже можно да смотрите короче я когда свои статы получила я подумала что я руина потому что прошлый раз те кто были руина их не озвучивали да я подумал что я руина я такая думаю как же мне это вскрывать короче вы бы меня в любом случае загасили даже если бы мне был не 91 год потому что ну как бы тут логика простая я женщина мне 91 год я по профессии монах у меня есть хобби обработка дерева то есть вы бы сразу затопили что это мой как бы там трезупец был деревянный дальше у меня в малом багаже многофункциональный швейцарский нож ну большой багаж да 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 вы бы сразу меня просто зафигачили все дальше в большом багаже у меня костюм спачбоба реквизит для организации детских праздников здоровье у меня сифилис легкой степени передается только через кровь или половым путем тебя такой же набор как у толика я смотрю да да потом у меня фобия боязнь слонов но это не страшное было потом допинфа способен посадить самолет значит я уже была не руиной но как бы это никто он и слушал и спецусловия все должны переголосовать заново нос другого человека то есть я могла понятно что не руина понимаешь понятно что ты не руина но у тебя полезно я просто нет на самом деле обработка дерева обработка дерева здесь полезно ну швейцарский нож спорно потому что принесла были инструменты понимаешь инструменты были 11 еще У нас есть, то есть у него был нож, у него там была вилка, и еще есть ящик инструментов Но инструментов там, скорее всего, не было Ребят, ребят, я напоминаю, что все острые предметы считаются руиной у нас в этой игре А мы говорили, что швейцарский нож, по-моему, не считается руиной О, господи, бабка, она утащить труп не могла Утащить Антона она не могла, потому что она бабка Просто да, я не могла утащить чувака, и как бы мы вцепились в возраст Но мы не знали, что она бабка, понимаешь? Я не знаю, Дима озвучит или нет, подожди, у Настя очень важный вопрос Вот смотри, у нас воровали до пун-фу Смотри, у Гидеона вначале, погодите Допустим, воруют до пун-фу, что он скульптуры из гипса делал Ну я монах, я могу не знаю, что это за то, что он... Как вам числить, понимаешь? Ну никак Даже если ты у него, что воровали, то он в следующий раз записывал Он использует инструкцию Но ты понимаешь, если мы крадем, допустим, да Мы же крадем не предмет какой-то из багажа Ты что, за свой характеристику? А это немножко другая характеристика Это то, что позволяет тебя воспринимать как личность в целом Да, чем ты занимаешься, твою профессию, твои хобби и так далее И тут становится сложнее, кстати Ну там бы мы просто цеплялись не к трем-четырем параметрам А на один параметр меньше В совокупности использовали бы для того, чтобы анализировать Да, либо возвращались бы к истокам, что ага, он у него украл То есть, грубо говоря, воровством с этой капки и во все следующие Вы будете только усложнять бегать Я, короче, вызываю такси Ко мне приезжает чувак Я сажусь такси, он ко мне поворачивается Говорит, меня как зовут, мне 87 лет И я говорю, у меня косоглазие И расстояние личности Он говорит, куда тебе вести? Я говорю, давай, я хочу исповедаться Он меня ведет сначала к монашке Вот Я пошел к ней исповедаться Она 91 год Я такой А те косоглазие просто переговоросик Не увидел Про бабка, тормози Я как бы этот И поехал я, в общем, короче, поехал я К первой Кляльке поехал И 30 лет Она самогона может напоить Деньки дать закусить Ну и 30 лет так бы дала и все Теперь я расскажу свою профессию, да? Да, Катя Я был Кто на 5-й гели был? Не, ну че? Там 30 лет уже Не повод выебываться, как говорится По жизни немножко меньше Да вот повод Слушай, а левша Левша женщина 45 лет В теории же может Уточнить Антона Левша женщина 45 лет Профессия инженер-строитель Хобби-медитация Хобби-медитация Малый багаж Набора ведущего игры Мафия Большой багаж Набора туриста Ну там куча всего входила Я поговорил Так Потом у меня Здоровье, потеря, обоняние Фобия у меня Стал Акрофобия Боязнь открытого пространства То, что мне Гель передала Вот Второе Так Потом, что у меня еще было А, доп.инфа Люблю врать Ах ты, уродишка Слышишь, левша Такой вопрос У тебя У тебя вот этот набор туриста И перечисления Он инженер Левша У тебя набор туриста И перечисления Или ты сам придумал Вот смотрите Перечисления По поводу инженера Короче, сначала Все Займели какую-то профессию Блин, ну баба 45 лет Затащила Бентофу Я скажу Я расскажу логику Сначала все Займели какую-то профессию И жили себе и жили Потом случилась катастрофа Все затопило И образовалась секта Понимаете? То есть А сначала все выучились А потом секта образовалась И он теретически И мог быть сектантом Так же, как и гиди Это придирки Ну, к слову о том, что говорит Макс У нас по тексту Шлось о том, что тот, кто Поставил вот этот резубец Там на кресте Что он переманил Кого-то на свою сторону То есть он мог переманить Спокойно этого человека Который ранее стыкался с техникой Ну, это прям Если чисто теоретически Придираться к словам Таня, ну придирки тут Можно бесконечно Это условности Очень тяжело в условностях Без придирок Нет, это не придирка Это логика Логическое мышление Почему так Не могу быть обязательства А теперь Насчет логического мышления Я тысячу раз И в каждой игре Говорю К чему вы собираетесь Вообще цепляться Вы понимаете Что такое игра На убеждения Вы, блин, еще Почему вы в мафии Не ищите прям вот Логику Как так, мафия Мы все засыпаем Одновременно А вот как так нас убивают А в чем логика В смысле А как так Никого не убили То есть он его сначала Зарезал Пришел доктор И пришел ему голову Заново, да А вот давайте Теперь в мафии Логику будем искать Почему там ищут логику Как-то Чтобы вы друг за друга Цеплялись А поэтому Мне еще непонятны Ваши нападки По поводу Вот Это же нелогично Что бодибилдер И худой Без сил Ничего не ест Естественно Как такое может быть То есть в первых играх Когда там был слепой летчик Вас навеселило А сейчас вы из-за этого злитесь Не, мы не злимся Настя Мы не злимся Мы просто пытаемся Разрешать Как это может быть Макс, это рандом Это рандом Я, дайте еще Еще один момент Макс до сих пор ищет руину Он не может понять, кто руина Нет, нет Я пытаюсь Он пытается доказать Что мы выиграли Вы говорите Что типа мы не думаем Кого кикать Я еще раз объясняю Изначально Гидеон был мужем на час Что такое муж на час Это что-то прикрутить Где-то использовать Какие-то электроинструменты Говорят, у старого осталось 10 хп Но он все равно пытается тащить Невозможно быть мужем на час Без электроинструментов Ну, кстати, да Почему? Я не понимаю Ну, как вы Вы говорите Потому что современные люди Все используются Ну, что за херня Откопать толчок в огороде Муж на час пришел, откопал Пришел, мебель перетаскал Поставил Муж на час Прибил стены Забил Муж на час А ты вызывал муж на час Ну, короче, я не знаю Типа, окей Пускай я тупой И, блядь, моя логика не работает Да не, Макс Дело в том, что здесь логически Придираться до деталей Нет смысла Это игровая условность Так мы должны придираться До всякой мелочи Ты понимаешь Из чего строится их логика Из шампура, блядь А как это посмотреть Это хорошо Что будет с этими роликами Которые вы сделаны Из шампура, блядь Вот, ноль Они останутся у нас с Денисом в памяти Можно хотя бы нам показать без стрима Без стрима Можно показать Не, не, вот смотрите И шампура, блядь у нас Денис Она хочет похоронить твою работу Денис Денис, мы ждем Денис, курсик Это нечестно Ну, сколько труда вложено Это не интересное, что они показывают Я хотела тоже Почему? Сколько труда вложено На труд посмотреть То есть, вот мы посмотрели фильм Вот, вот так вот Делание проигрыша Тебе было бы интересно посмотреть И сценку, как мы Если бы выиграли Сценку, как мы проиграли Просто интересно Это испортит впечатление Как было после прошлого раза А, то есть ты хочешь, чтобы мы сидели Все вот с говнючим ощущением Внутри обтекали Но, котик Мне не испортило впечатление Мне в прошлый раз тоже не испортило впечатление Очень классно Зовут Киса Мне нравится твоя киса Фантазии у хозяина Можно киску погладить Тебя будут звать Смотрите, как киска Настя пытается заставить играть С триммеров командой Еще у меня есть Дома собака Из-за собака Ребятки, что-то меня рубит уже Прям полоценно Настя, спасибо большое За игру Спасибо вам с Денисом За то, что организовываете Организовывали Надеюсь, будете организовывать Данные катки Геля, вызываю тебя на рыбалку Ой, зай, поехали Слушай, я правда Я тебе покажу свой крючок Как ты самокритичен? В смысле? У меня хороший крючок Мы можем приехать и учиться нырять Маленький, но боже У тебя еще рогатка, не забывай Вот, собственно У тебя рогатка еще, да Спасибо большое Надеюсь, будете дальше организовывать Надеюсь, что мы своей тупостью Или где-то, возможно, каким-то непониманием Не расстраиваем вас Будем пытаться работать Учиться Во всяком случае Спасибо вам огромное За те труды За тот месяц, который вы джобываете Для того, чтобы создать Ну, как бы, контент для всех нас Вы лучшие в любом случае Поэтому все обязательно Обязательно сходите Поставьте лайкос И напишите, какие они униваются Это очень важно Все Всем доброй ночи, ребят Спасибо вам за игру Спасибо, Илья Пока-пока Все, доброй ночи Давай, Илья, пока Я тоже, ребятки, пойду отдыхать уже Сейчас, Лелик, две секунды Макс, у меня родился сын Знаешь, как я его назвал? Сын 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 Как-как? Сын Сын Она говорит, у нее кошка зовут Киса Макс говорит, ни хера в фантазии Я говорю, у меня дома две черепахи Зовут одну черепаху Другой черепаха два Левша, смотри, такой вопрос появляется Значит, у твоего сына, да Он вырастает У него рождается сын Вы с ним будете биться за имя сына? Он будет сын или внук? Сын один, сын два И потом будет мониторить Так, у меня, например, умерло четыре человека Блин, хоть бы это Сын сыноч Сын младший, сын младший Сын сына Есть Сан Саныч и есть Сын сыноч Слушай, Макс Тут еще говорят, что карты собираются же рандомно ведь Просто она не мешается рандомно Максимально рандомно Чтобы никому не подслуживать Поэтому у нас есть Нужно прийти А, Макс, я попрощаюсь Я пойду отдыхать Давай, Ляля, пошли Давай, Ляля Покажи киску еще раз Спасибо всем за то, что Сегодня мы собрались поиграть в эту игру Вот Я считаю, мы проявили вечер прекрасно Хоть как всегда поцапались Ну Да, мы не поцапались Это дискуссия У нас по-другому Дискуссия Игровой момент Да, мы же не ругаемся Мы просто рассуждаем И самое огромное спасибо Настене с Денисом За то, что они собираются Несмотря на то, что тут у нас есть ребята, которые не слушают Выбешивают Настю, нервируют Несмотря на все эти нервы Это я Ребята все равно собираются Все равно создают для нас эту игру И собирают нас всех здесь вместе И помогают нам делать прекрасный контейн для наших зрителей Я хотела на телевизор сделать что-то Которые, как и мы, собственно говоря, обожаем эту игру Просто я не придумала Спасибо вам большое Я точно Я не придумала, что я ничего не нашла Спасибо, Ляля Всем доброй ночи Спасибо за игру Доброй ночи Пока-пока Пока-пока Да, и чувак, кстати, пишет Да попробуйте поднять бухое тело в клаву Говорит, я посмотрю на вас На самом деле Поэтому параметры Можно было половину Большинство женщин Уже сразу отметать Как руин Потому что Они бы, скорее всего, не перетащили Здорового мужчину Ага Мне кто этого не сделал Мне понравилось Ты старый Значит, тебя надо выгнать Я таково Дальше начать что-то попроще Отдозорик Тяжело Нет Ну смотри Мы планируем Наоборот Усложнять немножко Чтобы было Было за что цепляться Была какая-то логика А не так Что, ну вот Как я привела пример Давайте я вам положу Багаж трезубец Нет, на самом деле Хорошо Это было интересней Если честно Вот так Ну, на чистоту Тут очень сильно Роляет психологика Потому что каждый Держится за свое место И пытается выгораживать Те факты Которые у него Ну, якобы Могут помочь Да, да Но из-за этого Из-за этого Как-то каждый выгораживает Там на кого-то накинули Он ему противоречит И так далее Просто каждый пытается Усидеться на своем месте И во вторую очередь Уже искать мафа Поэтому не хватает Не хватает Свободы мозгов За такое Чтобы сложить пятерку Любым образом У нас под конец Кого не выкидывая Практически всегда Рабочая получается пятерка То есть Кроме там Двух явных Очевидных Я напомню Что мафы давно не выигрывали Кстати Руины давно не выигрывали Очень давно Мы практически Постоянно побеждаем Не, ну Как бы Не без везения Но мне кажется Мне легковато Конечно было Опять же Тебе понимаешь Ну вот реально Был прикол Вот Люся Пересмотрит потом Ты говорила Что старый Тебе здоровье подлечит Но всем стало понятно Что это протез Нет, ты не говорила Старый Ты говорила Есть за этим столом Нет, ты говорила За этим столом Есть человек Который подлечит Твою здоровье И что Гидия Типа тебе поможет Нет, не покажет Поэтому мы гидию Оставляли Потому что ты ставишь Старого На самом деле Я если бы Люся Сказала Что ему поможет Ты старый Все ты испортила Если бы ты выручил Логика Мы вообще хотели Ее кикать Из-за того Что не из горкуна Собрание Да, глупо уже Не, может быть Виноват кто-то один Люсьа Я к тому Что Геля говорит Что ему было Очень легко Но сам Гидите Тебе повезло Просто Если бы Люся сказала Что ей нужен Второй Да, если бы Люся сказала Что ей нужен Ты Скорее всего Люся сказала Про Максим Я ей сказала Что мне психолог Не нужен Это уже потом Это уже потом Сказала Левша Говорил про Гидона Говорила гелем И то что Нужен седьмой Ребята Вот смотрите Стоп Стоп Давайте вы Вы не будете На эту тему ругаться Потому что Чуть ли не всех Никто не ругается Ничего не сказал Про шампуры В конце Вообще ничего Соответственно Мы даже не могли Подумать на Гидеона Построить цепочку Из шампуров Когда вы меня выкинули И короче Гидя вскрывает шампуре Я говорю А прикиньте Гидя всех этими шампурами Заколол просто Но я уже сдохла Как бы уже смысл Я уже ничего не могу сказать Гидя одна подмышка Потная Одна нет Сорян Это как Ты на душе Я сижу Я брызгал Он спайсер Это с одной стороны Вентилятор дует А с другой Не одна на подлокотнике А вторая на столе Уже гелия Там Подлокотнике Килл прыжок Настя точно Нам не покажет Я расстроилась Даже не что Проиграли Я расстроилась Что я не поняла Как играть Вначале То есть Ты привыкаешь Но к обычному течению Вонгер Ни в каком Идут А ты понимаешь В конце И Настя Нет Да-да Гелия Ну то что ты не понял Инспирер Я вообще не сомневаюсь Сейчас нет Я к тому что Нужно было Целиком оценивать Портрет человека Да А до этого Мы так не привыкли Мы привыкли Выборочно Составлять характеристики Да Эта с этим Стак И причем Ты заметишь Что мы меняем Мнение Оказалось Испортится Впечатление Тут понимаешь Тебе нужно было Оценивать Я такая Да Это такой Сложный бункер Сегодня И еще Настя не показывает Концовки И короче Но тут Привор Но вот это Минус Вот это Минус Я не показываю Я требую Еще один Водный мир Чтобы мы могли Посмотреть еще Одну концовку Тут просто Понимаешь Тут проблема Не в том Что мы сами Виноваты Что слышат Такую концовку По кайфу Посмотреть Вообще И такую И такую Это на самом деле Хороший вариант Так это гиди мог Сказать Что он мне нужен Хороший вариант Вот материал Который остался Из него потом Что-нибудь придумать Тоже в теории Можно Ну блин Ну это повторение Получается Сценария А через полгода Ты не вспомнишь Что у тебя был Водный мир Полгода назад Через полгода Скорее всего Вспомним Потому что Это всего 6к Так будет О, за 6к Нет, нет Уже будет Очень много всего Большинство не помнит Что было Через катку То есть назад А тут уже Пройдет Смотри Это не так работает Это не так работает Ты скорее всего Вспомнишь Сразу же все Как только Ты попадешь Через полгода На подобные сценарии То есть Ты увидишь Такой же сценарий Ты сразу Вообще Нельзя Даже Одну из пяти Хотя бы Область Такой же Нельзя А, слушайте А мне спрашивают А при чем Артерии Убили ведь Ударом острого Предмета В сердце Да это старый Просто про артерию Кричал В конце уже Я про артерию Кричал Да, да, да Где у человека Артерия Покажи Я объясню Я объясню Он был скульптором Типа по логике По их логике Скульптор знает Анатомию человека На сто процентов Не на сто Да Я не знаю Все что Он знает Все что возле поверхности Чтобы вас создавать Ребят Знаете Что я вот Я сейчас задумалась У меня была Ладно у нас С Денисом Была идея Сделать игру Лишенную Ну как бы В этих играх Да Здесь и не должна Логика привилировать Но Плюс-минус Хоть какой-то баланс Какая-то логика Соблюдается Мы хотели Сделать игру Полностью Лишенную Логики Такой сумбур Каламбур Офигенно Ага А я сейчас Представляю Если вы В игре Где в принципе И не нужно было Ничего Подключать Из логики То Ну как не нужно было Нужно 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 Было Обязательно Вы же сами Говорили Нужно было Думать Логически Вычислять Что он Сильный Что он Ну а вот Представь Если сделаем Игру Лишенную Логики Если сделаем Без логики Если сделаем Без логики Это будет Ржачно Потому что Ты не будешь Понимать Меня задушат Еще сильнее Ты изначально Построишь Так игру Но тебе нужно Будет самому Доказать Почему Это Хорошо Я изначально Строишь Так что Не нужно Думать Логически А эту Эту игру Вы построили От логики Наоборот Потому что Вы же сами Говорите Нужно думать Поиска Не приближая К реалистичности Эту игру Мы построили От поиска Людей Чтобы думать Составлять Какие-то Картинки Общие Целые Параметки Я изначально Но я изначально Говорю Что Бункер Рандомные Карты Рандомная Вот это Вот Все 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 А Искать В этом А почему У нас Тяжелоатлет С Дистрофией Господи С чем он У меня В чате Сидит Скульптор Говорит Я знаю Внешнее строение Тела Человеку Анатомию Не знаю В девятом классе Анатомию Плохо учился Скульптор Я представляю Скульптора Который стоит Знаешь У него фигура Вот такая Перед глазами Которую он прямо сейчас Точит И на фоне стрим Смотрит И такой Слышишь Скульптор У Макса В чате Ты херовый Скульптор Там подкинули Идею по поводу Бункера Говорят На почту Написали Короче Речь идет о том Что мы все В лаборатории Которая занимается Перемещением Во времени Путешествуем Вот что-то в лаборатории Происходит Нас относят На 5 коллег назад Вот И там Что-то нам нужно Соорудить На 5 коллег назад На 5 коллег Да Все кто в бункер Ходят Вот на них Назад Скажем так С машиной Это есть А ну все Там я не помню На каком классе Анатомию Но мы учили В старших классах В старших классах Спасибо большое Да Всем кто пишет Все читаем Просто Ребят Я тоже скульптор Он же из Он же ножом Все вытачивает Вот эти все детали Короче Да Но он Не с ножом Он С чемпуром Стоит И выговорит Ого Там не нож Не ножа скульптора Там специальные инструменты Так ладно я пойду Я уже отрубаюсь Да я тоже Спасибо большое Я тоже уже пойду Ты потрясающая Волнительная Спасибо Спасибо что доверилась Мне Молодец Это же только идея Это же только идея Почему нет Мы же говорим Когда начинается Зайхал в Макс В старом Да 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 Кто туда не ездил Да Все нави там были А ты заранее Подготовился Или у тебя Что-то подобное Лежало Тогда тебе Настя Об этом написала Подождите У меня аквамэновский Трезубец из лего Я знал просто Что у меня за дебюта есть Я во время Катпись помнил о нем Да Но я сама Офигела Когда Гитя Показал трезубец Я такая Откуда он у него Я думаю Вы еще сговорились что ли И цифру 2 Вы сговорились Нет Не без интриги Почему Это сразу Облашает В начале игры И известно Допустим Тема бункера За несколько дней До стрима А это тайна Уйдет Ну пожалуйста Я У меня есть подсказка У меня есть подсказка А Настя говорила Что у них 7 видосов Которых мы не видели Скорее всего Это как-то с этим связано 6 концовок Она сказала 6 концовок Это 6 концовок Да Видосов по более Хорошо Подожди А как может быть Столько концовок Там либо мы да Либо мы нет Нет В зависимости от того Кого взяли Видимо Там может Могут быть Какое-то продолжение Хорошо Так за 3 концовки Вот взяли Гедеона Да Руину Все Мы подохли У нас все хорошо Все совпали 5 человек на бункере Отличная концовка Ну и типа Вроде как и руины Выгнали Но кто-то с кем-то Конфликтует Поэтому ГВП Не было человека Который мог добывать еду Не было человека Который мог починить плод Не было человека Который мог починить оборудование И потом Там одна концовка Из небольшого Другого ответвления Такого? Интересно Когда убивает Мафа Когда убивает Мафа Ну наверное да Так ладно Спасибо большое За игру Я тоже пойду На самом деле Спасибо тебе Давай До свидания И чтобы там не говорили Очень понравилось Потому что было На самом деле Довольно сложно И надо было Прямо думать Потому что А ты что думаешь Мне не понравилось Я тежу тут хейчу Ты думаешь Ты не понравилась Сидишь хейч Я сидишь хейч Там вообще Жопа такая Наси Дизморанч Она вот теперь Пойдет И будет Да Расстратная Так мне 91 Братан Мне 91 Как бы ты мне в сынки годишь Сыночек Короче Было очень круто Поиграть Классно Что Флабер Тоже Подтянулся Нам Помог собрать Стак Потому что Девчонок И правда Было достаточно Спасибо большое Диме За приглас И спасибо вам Огромные ребята За то что Входили в состав Этой игры Была очень рада Со всеми Встретиться И спасибо большое Всем в принципе За хороший вечер Хорошего вам Спасибо 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 Что вы есть Пока Пока До новых встреч Так Мы с вами И тут тоже Дисконнект Да Да Нет Вы ничего не видите Я не могу дать Вкладку С браузером Так Активировать камеру Убрать сейчас С нее фильтры Вот И переключиться На Ирл Вот так Короче Жаришка Дома Лютая На самом деле Я на самом деле Пойду Мне на самом деле Уже пора Да Да Круто поиграет Классно Блин Отстань Я всегда так Разговариваю Ты это знаешь Что я повторяю Сейчас Вот Все Жопа Ты понял Жопа Даже Это умудренно Все захейтит Все Короче Спасибо Ребята За вечер Ой Хорошо Что можно читать У меня падает У меня не стоит Ребят Вот это проблема Потому что Здесь затянуто На всю Здесь затянуто На всю И все равно Не стоит Слишком тяжелая Не могу затянуть Вот я затягиваю Посмотрите Что происходит Сука Не могу реально Затянуть Эту хрень Сраную Просто Бесит Я не знаю Как Это сделать Чем Мне тебя Затянуть Вот оно Вообще Уже Упало Ладно Потом Разберусь С этим Микро Но Я его Реально Не могу Затянуть Вот Мне жесткие Прям для меня Статы Выпали И это Второй раз Потому что Прошлый раз Там надо было Возраст А у меня Короче Мне было 80 чем-то лет Или еще Такой Вот раз Мой возраст Перекинул Переплюнул Еще Шайбочку Подложи У меня У меня нет Шайбочки И тут По-моему Есть Шайбочка Сейчас Откручу Посмотрю Смотрите Вот Вот Эта же Шайбочка Вот Эта же Шайбочка Шайбочка конечно в наборе но сомнительно я не помню чтобы у меня были шайбы там у тебя гровер и он уже не работает что такое гровер простите ну короче не суть потом разбираться у меня были такие статы которые не давали мне вообще изначально шанса потому что хоть про возраст ничего не говорят все равно всегда топит возраст все равно всегда топит возраст то что один человек может и грести и еду добывать и какие-то еще вещи делать про это никто не думает топит что вот нам надо два отдельных грибца там еще что-то любой здоровый человек да в принципе может грести любой абсолютно любой человек кроме кроме влацки конечно потому что он на рексик да буду также топить вот они будут говорить про возраст все равно будет возраст топить я стопроцентную гарантию даю вот это стопудово отвечаю так и будет каждый раз просто когда играем что-то забывается ты думаешь об одном а что-то из головы выкидывается вот в этот раз забылся это в следующий раз тоже что-то забудется проблема в этом том что кто-то что-то забывает и потом топит ты его погладь может встанет думаешь поможет погладить поможет мне кажется это не работает у меня короче я щас вам покажу и пойду спать ну как спать не спать пока она изначально кстати плохо затягивала милку же наушники минус нула себя они мне не нужны в принципе просто я тебя я не увидела где-то штука или не допомнила все хана вот такая вот штучка я показывала уже с дырочкой дальше идет вот такая штучка не фокусить вот вот она вот она у меня есть эльфийские ушки я хотела вот ну знаешь кралорно то поменять купить просто надо и у меня есть эльфийские ушки я хотела хотелось надеть или его можно все его короче можно было немножко нет все равно нет все равно все я пошел всем хорошего вечера у меня болит голова я бы так может еще с ребятами посидела у меня просто болит каждый раз каждый каждый гру меня потом болит голова после криков которые в конце происходит очень интересно пообщаться с ребятами когда вот эти разборки идут у меня начинает болеть голова а потом ты сидишь как вареный овощ у меня вот это точно уже все потекло красивые были стрелочки в начале а я у меня есть в инсте фотографии в эльфийских ушках вы можете перейти посмотреть заодно лайкнуть ссылка на инсту в описании вот как надо всем сладких снов спасибо большое за стримчик набрали почти 500 лайков и если кто не доставил пожалуйста доставьте вдруг наберется 500 вот всем отличное настроение пока пока сладких снова еще раз